Встречаем! Здравствуйте, извините за опоздание, обстоятельства преодолимой силы, но их было очень много на пути почему-то к сегодняшней лекции, я не знаю почему. Последняя вот вешалка на меня упала с вашими кольтами, мне пришлось ее держать некоторое время. Что-то может в лекции такое будет, что... Володя, копируем на рабочий стол. Еще, извиняюсь, я болею и так буду кашлять, чихать. Вы не очень со мной обнимаетесь, так получилось, что с этой лекцией... Не, ну пока ничего не надо, пока ни реаниматора, ни этого, ничего. Надеюсь, все пойдет... По плану Ладоги. Отлично, хотя техника сегодня нас не подводит. Ну, вот первый кадр показывает, как обычно, координаты, где можно найти ту информацию, которую кому-то и заинтересует из лекции. И если ее уточнить, вот почтовый ящик, почта точнее, на которую можно написать и получить какой-то ответ. А снизу ссылка, куда я обычно выкладываю в порядке свои лекции или выступления и статьи. Ну, эта лекция у меня по номерам номер 19, она посвящена космической эре. Ну, вот первый кадр. Это я вам хотел показать, начать космическую эру с понятия цивилизации. Потому что цивилизация состоит из эр. И в каждой цивилизации присутствует определенное количество эр. Ранее, ну, как-то принято более считать, что эры находятся в цивилизации гармонично. Ну, что значит гармонично? У нас бывает 7 нот, 12 нот, 5 нот. Ну, в зависимости, как рассматриваться, каких позиций. Раньше была у нас там и пяти тоника, соответственно, потом семи. И сейчас мы используем 12-тональную музыку, 12 полутонов. Ну, вот этот кадр у меня из мегалитической цивилизации, когда я вам говорил, что цивилизация – это есть законченная форма биологической жизни. Что значит законченная? То есть, ну, ярко выраженная, уже имеющая границы, имеющие четкие средства. Вот, допустим, вот человек тоже ярко законченная форма биологической жизни. То есть, вот, четко определено, что человек состоит там из клеток, из миллиардов клеток и не только клеток, различных других маленьких существ. Ну, и также цивилизация. Я имею в виду биологическую цивилизацию и отношу ее сейчас в данном понятии к Земле, хотя, наверное, существует во Вселенной цивилизации не биологического типа, да? И каждая цивилизация, соответственно, имеет жизненный цикл. И в этом цикле отведено место для рождения новой цивилизации. То есть, любая новая цивилизация, вот, в которой мы сейчас живем, она когда-то была рождена в другой цивилизации, которая по отношению к нам является родительской. И нас, как бы, принято называть это, как воспринимают наши предки, воспринимали их как богов. Очень много описаний есть таких, вот, допустим, мифы Древней Греции, да? Там в определенный период прям читаешь, что боги ходили среди людей, и постепенно они куда-то делись. Так же это и в наших славяно-арийских тоже так же. Ну, практически во всех мифах мы наблюдаем, что боги в какое-то время живут среди людей. Ну, это естественный биологический процесс. Вы понимаете, что все мы родились и жили сначала со своими родителями. Наши не могли же мы родиться и на планету нас положили, вот, голенькими, да, и делайте, что хотите. Ну, мы бы не выжили так, соответственно, и какой-то вот… Но здесь можно отметить еще что. Вот в старой цивилизации, когда рождается новое, есть два таких этапа. Этап зарождения, я его называю нота-соль, начало как бы, и потом этап рождения. Ну, как ребенок у нас, он же не сразу, а девять месяцев он живет в другом мире. Но он зарождается сначала, живет где-то там внутри этой цивилизации. И потом на ноте «от», которой нет у нас в музыке, это восьмая нота в семитональном или тринадцатая, двенадцатая нота, я ее называю нота «от», происходит отделение. Отделение от цивилизации, и как бы тот ребенок начинает жить уже параллельно собственной жизни. Ну и, соответственно, вот если посмотреть нашу цивилизацию, в которой мы живем, ну, я считаю, это мое мнение, что родилась наша цивилизация примерно в 1972 году до нашей эры. Ну и полностью отделилась где-то в районе 36-го года до нашей эры. Но, тем не менее, боги в то время еще, предыдущая цивилизация, продолжали жить. И вот в качестве наследия нам осталось от той цивилизации, что мы наблюдаем, ну, в общем-то, сейчас уже десятки тысяч мегалитических строений, да. Вот эти мегалитические строения, это и есть вот эти вот ясли нашей цивилизации. Но сегодня рассказ у нас будет не про цивилизацию, а про эры. А эра – это есть часть цивилизации. Само слово «эра», если посмотреть ее по родному языку, «э» обозначает указание явное такое «э», «э» куда пошли, да. А «ра» – начальная энергия. То есть «эра» – это указание на начальную энергию. Когда эра проходит, она превращается в эпоху. Там добавляется уже буква «п», что значит «покой», ящичек, пенал такой, да. И эра успокаивается, превращается в начальный хоровод, эпоха. То есть это вот «поха». Как только «п» добавили, сразу успокоились. И, соответственно, мы вот сейчас живем, мы называем, мы живем в нашей эре, да. А до этого была у нас, допустим, греко-римская эра. А до этого была там хетская эра, египетская эра, там, вавилонская эра, эпоха эпохи, да. Ну, это по словам. То есть эра – это то, что в данный момент творится мир с помощью энергии «ра», как я ее называю, то есть энергии творящего потока, начальной энергии. Потому что «эра» у нас как бы вибрация, а начало, да. Ну, и вот я хочу показать примерно нашу цивилизацию, вот таким эльпсоидом, да. Вот потоп, вот эту цифру. Ну, ее рассчитал я сам. Есть статья, есть там лекция целая, посвящена, как я это сделал. Довольно точно мне удалось посчитать. Это время, когда вот называется у нас «великим потоком». Ну, это все как бы мое личное мнение, вы понимаете. Все, что я буду говорить, я буду высказывать свой взгляд на то, что я вижу, как этот мир происходит. Этот взгляд часто совпадает со взглядом многих других людей, которые жили до меня, наверное. И, как говорится, у дураков мысли схожие, что говорит об истинности того, что они говорят, да. Но, тем не менее, если кого-то не назову, иногда я потом узнаю, что, допустим, вот фрактальный музыкальный строй, который я из «Солнечных суток» недолго рассчитал и получил, оказалось, что Эллер о нем целое письмо написал немецкой принцессе. И он точно такой же ряд, но совершенно другим способом нашел. Поэтому, в общем-то, наверное, эти мысли и не мои, и не Эллера, а мысли какого-то общего информационного разума. И мне кажется, больше они приходят людям, когда люди открыты к этому миру, и им как-то это приходит, ну, наверное, в силу возможностей восприять это как-то. Потому что, ну, каждый человек по-разному воспринимает мир в силу своей структуры, да. Дети так, там, доктор физико-математических наук несколько иначе, там, ну, все по-разному. Ну, у всех есть свой подход и какой-то возможность получать эту информацию. Ну, то есть, вот эта дата понятна, да, Великий Потоп, в общем-то, когда и родилась наша цивилизация, скажем так. А внутри, вот я вам попытался показать такими кружочками эпохи. Что я заметил, что у каждой эпохи был свой взлет и падение. Что значит взлет? Буквальный, вознесение. Ну, вот если взять, допустим, греко-римскую эпоху, там было вознесение царя Этана. Он вознесся на небеса, при этом, ну, на шумерских табличках это описано, да, это было в третьем тысячелетии. И он, как бы, у них значился как царь, который сумел объединить все народы. А падение этой эпохи греко-римской, допустим, я связываю с падением Рима, да. В 476 году величайшая империя, у которой была и профессиональная армия, и наука, и почти все Средиземное море, вдруг рассыпалось под ударами каких-то неизвестных сил, которые, в общем-то, с точки зрения политики, экономики, олигархии, ничего себе не представляли. Но, тем не менее, привели к полному крушению такой мощной инфраструктуры, ну, как Римская империя. Хотя она не называлась Римская империя, она называлась просто Рим. А те, кто там были, называли себя понтификами, ну, правильно назвали у них Рексы, 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 изначально были короли Рексы. Императорами их начали называть уже наши историки, взяв этрусское слово, имя первое, император, имя первое. Это русское, ну, это этрусское слово, имя первое, император. Так у этрусков были списки, в которых они почитали богов, там, своих вождей, и первым, кто в этом списке стоял, это был имя первое, император был. Ну, и обычно это был кто-то, вот, скорее всего, это был Иван у них, потому что их называли этрусков еще Иванами. И вот когда в Риме была курия этрусская с той стороны Тибра, она называлась Иван-Кнус, да? Ну, я хотел сказать сейчас про взлеты и падения. Вот египетско-вавилонская эпоха, ну, я не нашел там вознесения конкретного, это давно было, по моим оценкам, это где-то 4713 год до нашей эры. Ну, образно говоря, я написал Персея, так как с точки зрения греческой мифологии, славяне произошли от Персея, да? Ну, и падение египетско-вавилонской эпохи, это падение Трои, Великая Троянская война, ну, наверное, многие из вас читали Илиаду, кто не читал, обязательно прочтите. Это считается как бы первой художественной книгой нашей цивилизации, хотя она как бы не могла быть художественной, когда Гомер это описывал, еще не было письменности у греков. Это были песни, которые передавались, а потом по этим одам написали вот эту книгу и считается первой художественной книгой у нас сейчас в цивилизации считается Илиада. В общем-то, всегда нужно с такими вещами, конечно, знакомиться. Ну, вот вторая, которая пришла на смену египетско-вавилонской эпохи, была греко-римская эра. Она была более прогрессивная. Она, как вы видите, родилась еще где-то в Египте, потому что корни всей греческой классики идут из Египта, вы же знаете, да? Все мудрецы и все имеют генетическую связь оттуда. Отделилась она практически вот с падением Троя. Именно с падением Трои и с бегством троянцев по всему Средиземноморью и появились основные королевские династии, в том числе и династии, допустим, Великобритании, этот Брут Троянский, да, первый король Англии, там, Эней, который в Италии, да, и отсюда же и римская, и рим тоже имеют отсюда корни. То есть вот когда зародилась греко-римская эпоха, она, в общем-то, существенно была более развита по отношению к египетской, да, и в научном, и в каком-то культурном, ну, более такая ярко выражена. И вот здесь вот еще одно вознесение возникает, это у нас считается сейчас отсюда наша эра считается, это рождение Христа, да, ну, а вознесение было у него в 33 года. Христос воскрес, и это вознесение, соответственно, изменило, ну, практически родило новых людей. Вы понимаете, что когда Христос вознесся, римская империя ничего с этим не могла поделать. Она пыталась казнить там христиан, еще что-то делать, но пришли другие идеи, и было понятно, что, хотя там была и наука, и все, как говорили, что Рим будет вечен, вечного не случилось. Все-таки вот это вознесение, от которого мы сейчас, в общем-то, и назвали нашу эру. Ну, и вот наша эра, в которой мы с вами все сейчас живем, она начинается с первого года нашей эры, считаем мы ее от Рождества Христова по Григорианскому календарю, ну, и по Юлианскому тоже, ну, есть другие календари, где до этого считали, там, от сотворения мира, или как использовали календарь у нас на Руси, от сотворения мира в звездном храме, то есть календарные системы были разные. Ну, в данном сейчас у нас вот общая принятое официальное, мы считаем вот от этого события. И событие было яркое, эмоциональное, и вот в наше время, я вам покажу, мы ожидаем падения нашей эры. Я назвал нашу эру христианско-религиозной, то есть, потому что вот в это время родилась наука и родилась религия, до этого не было религии и науки как таковой. У греков были философы, это не совсем наука, там не было опыта. Ведь первое, чем наука отличается от греческой философии, потому что наука опирается на опыт, и первым ученым официально считается Мариот, по-моему, был такой итальянский, который исследовал магнит как компас и делал опыты. То есть вот греческие философы не делали опытов, они делали умозаключения. Они сидели, просто вот ходили по академии и на основании заключений выдавали картину мира. В наше время так не происходит. У нас есть ученые, они опираются, как говорят, на опыт, что если опыт опровергает теорию, то это сейчас не совсем так. Ну, по крайней мере, такая концепция была. И, как вы видите, в эту же эпоху произошло еще одно вознесение. 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин вознесся на небо. И все это видели. И если вознесение Христа видело всего 12 человек, то здесь видела почти вся цивилизация, как это происходило. Ну и, соответственно, мы рассмотрим тот момент, что вот получается, что космическая эра уже родилась. И она родилась именно вот с этого случая, и родилась она в России. Потому что Россия, вот получается, человек вознесся на небо. Ну, в этом плане мы сейчас будем наблюдать падение гегемона. Падение гегемона. Давайте дальше картинку. Ну, в чем оно будет выражаться? Оно уже выражается. Падение гегемона заключается в том, что все старые концепции перестают работать. Наука перестает работать. У них начинается кризис идей. Помните, Иванчика мы приглашали, черен корреспондента? Он сказал, главная проблема астрофизики сейчас – отсутствие идей. И мы ему раз, два, три, четыре идеи. Говорю, ну, давайте пообщаемся. Он сказал, нет, мы на это общаться не будем. Потому что такие идеи. Ну, в результате, ну, понимаете, что то же самое с религией. Религия уже, она, практически вся религия у нас сейчас была создана вот во времена как раз где-то при рождении Христа, понимаете, да? И что требуется уже для космической эры, ну, что-то более совершенное. И она не может оставаться на уровне даже ритуалов, которые были 2000 лет назад. Их можно оставить как традиции, как традиции русского народа и прочее. Я так думаю, что вот когда космическая эра придет, она не будет уничтожать традиции христиан, допустим, да? Ну, я вообще предлагаю всех эпох традиции продолжать. Но если люди, я не вижу в этом ничего плохого. Ну, вот дальше по вознесениям. Ну, я вам просто примеры. Вот смотрите, кроме вознесений в начале эры, были еще вознесения внутри эры в самой, бывает, разные периоды. Очень известно, например, я вам в прошлую лекцию «Полеты в космос» показывал вознесение Александра Македонского. Эта тема очень популярна. И она, вот, допустим, Дмитровский собор во Владимире, южный фасад. Вознесение Александра Македонского на небо. Изображено, да? Как он на грифонах поднялся на небо и вознесся. И Александр Македонский, это ведь тоже своя эпоха в греко-римской эпохе. То есть это внутренняя часть греко-римской. И вы видите, тоже есть вознесение. Она, кстати, я вам в прошлый раз показывал, и даже в национальных вот этих вот вышивках сохранилось вознесение. Это я вам показал во Владимире. А вот в Венеции, рельеф фасада собора Сан-Марко в Венеции. Вознесение Александра Македонского на небо. Вот римская эпоха. Вы, может быть, не все знаете, но первый рекс Ре Рима, король Рима, Ромул, вознесся на небо. Наверное, нам почему-то в истории никто в учебниках об этом не говорил, потому что как бы это немножко, наверное, смущало христиан, что и римский император, причем это произошло 7 июля 716 года, на военном параде, в присутствии войск. Он вознесся на небо. И его приравняли к Богу. Так как у них июль был пятый месяц, они назвали, а у них как бы каждый месяц это посвящен был какому-то Богу. Месяц у них обязательно связан с Луной был, да, и полнолуние у них всегда считалось это приход Бога конкретного. И они назвали Ромула Квинтилисом, Бог Квинтилис. И попробовали ввести единобожие. Единобожие. То есть вот сама идея единобожия уже в то время рождалась, так как считалось, что Троянская война произошла из-за того падения египетского, вавилонской эпохи, что у людей разные боги, их много. И поэтому боги воюют, и люди воюют. И в конце концов, вот одна из первых идей единобожия, это был бог Квинтилис. Это Ромул, который официально с трона вознесся на небо и стал богом. Ему стали в Риме строить храмы и объявили его главным единым богом. Но это было, кстати, вознесение на Марсовом поле в Риме. То есть вот то, что у нас есть Марсовое поле, это тоже одно из тех мест бога Марса. Именно там и вознесся Ромул. Ну вот, что я вам и говорил, если рассмотреть нашу эру, ну вот я вот по семитональной, но даже не по семи, вот я показал вам примерно, как в музыке это выглядит. То есть соль, нота, это рождение эры, и связана она, допустим, с Христом. Вот 325 год, я называю нота Од, ее нету, в музыке не используют. Она отделяет, это когда ребенок рождается, отдельно отделяется. Ну и я на эту точку Никейский собор, когда христианство стало официальной религией в мире. Ну и дальше, соответственно, нота Ля, это максимальный рост. И на ноту Ля, вот вы видите, греко-римская эпоха уже распалась. И нота Ля соответствует возрасте, ну в жизни человека, это ребенок, когда сильно растет и развивается все. Нота Си, это сияние, когда уже рост замедляется, и биологическая жизнь начинает, имеет возможность уже размножаться, она начинает свисти. Ну как у нас юноши, девушки, 18 лет, это вот весна. И нота До, доминанта, в музыке ее называют До-минус. Все эти ноты в свое время были как бы придуманы, ну разные версии есть. Одним монахам там, да, где он придумал До-минус, значит Бог, это высшая точка развития. Ре, рэром, энергия, вибрация. Ми, мираклум, чудеса. Фа, фатальность, луна. Лаус, полет, то есть рост. Ну и соль, я уж не помню, как он там это трактовал. Это вот, ну, начало. Ну и вот так вот, если расположить примерно, да, Гагарин где-то взлетает, ну, а что получается? Что когда наша эра развелась, главная же ее направленность, это была научно-религиозная. Причем, если я вот здесь вот по национальностям, как бы по культурам, да, египетская, вавилонская, греко-римская, как вы, вот скажите, как вы нашу эру, в которой мы сейчас живем, опишите здесь, какие будут, как это будет звучать, вот с точки зрения народов? Я вот... Египетская, елудейская. Еще там два должно быть. Ну, смотри, греко-римская, египетская, вавилонская. Ну, я ее назвал, ладно, значит, она... Эрбина еврейская. Эрбина еврейская. То есть, эрбины, это индоевропейцы, знаете, это западная часть индоевропейцев, как была группа РБ по Клёсову. Это англичане, французы, итальянцы, да? Наша часть восточная, арийская. Это там славяне, персы, там, афганцы, индусы северные. Вот эта эра, она... Эрбина, это как раз, это и есть вот англичане, французы, это у них в основном наука. Ну, а то, что, как Леша сказал, можно сказать иудейское, либо еврейское, потому что еврейский народ в это время, это его время было, наша эра, это тоже, потому что, ну, сам Христос был евреем. И в Иудеи вознесся, да? Поэтому спорить с тем, что эта эра еврейская, и очень еврейский народ, и очень талантлив, и очень активен. И вы поймите, что они на все сферы жизни в нашей эре всегда влияют. Всегда. Причём, и нам не нравятся они и за нас, и против нас, да? Понимаете? Но и в науке у них величайшие достижения. Ну, и здесь же западная цивилизация, вы принимаете англичане, французы, испанцы, итальянцы, они в своё время захватили практически всю планету, и, соответственно, я её называю вот так вот эрбино-еврейской, или еврейская эрбина, эрбинская эпоха, да? Ну, давайте её иудейской назовём, может быть, не совсем там как-то сейчас начнут про какой-то антисемитизм говорить, но я к тому, что еврейский народ, наоборот, это его время, он себя проявил везде и всюду. Но, как вы понимаете, начинается новая эра, и тот, кто вознёсся, был русским. Когда Христос вознёсся, римляне и греки, римляне, да, начали убивать этих христиан, а первые христиане были евреи, то есть это были гонения на евреев, и была евреофобия, получается, у римских этих, да? А сейчас мы наблюдаем русофобию. Вот это тоже похоже на то, что наша новая космическая эра, которая уже родилась и уже существует на нашей земле, первое слово там будет русско, а второе надо подумать. Русско-китайская, русско-индийская, русско-какое-то ещё, но какое-то будет. Потому что во всех эрах это вот всегда там пара была, да? Египет, Вавилон, греки, Рим, евреи, западная цивилизация, ну, западноевропейцы. А сейчас, получается, восточноевропейцы и ещё кто-то. Я думаю, скорее всего, Китай. Ну, по теории вероятности. Ну, если представить вот эти вот все картинки, смотрите, я же вам как представить? Я специально вам их нарисовал таким вот растянутым внутри эллипса, да? Но если физически представить, они все вложены друг в друга. Как вот так вот. Как наша планета устроена. То есть внутри вот это есть ядро, потом есть пустота, а потом пошли вот эти все слои. И так устроено, в принципе, наверное, всё, что можно назвать жизнью. Отнести и к человеку, и к духовному миру человеку. И так устроена наша планета. И так устроена цивилизация. Каждый слой – это эпоха. Ну, я нарисовал их как бы разделёнными, но там мне не показать просто, вот в этом яичке было вам вот это вот, да? Что они пересекаются и зарождаются одна в другой. Здесь это сложно показать, потому что, ну, это как дерево растёт, вот вы спил дерево, делаете, вы видите, каждый год для дерева новая эпоха, там, где есть зима-лет, разделение, да? И слои там как-то вот они плавно переходят, пересекаются. Ну, и вот такое яичко, золотое, не золотое – это и есть наша цивилизация. А вот последний слой, в котором мы живём, верхний слой нашей планеты, он самый активный сейчас. Он и всё и делает. Он – есть наша эра. Вот, как я и сказал, западноевропейско-еврейская. Но греко-римская, она уже внутри земли, это слой. Если взять лопату и начать копать, вы будете первое, что найдёте, вы найдёте их. А за ними будет египско-вавилонская. И так дальше, и вот если копать-копать, то есть вы поймите, что наша земля – биологическое существо. И вот эти слои были, это как раз верхние активные слои были, они остались теперь внутри. По сути дела, там находится прошлое. Память о прошлом, но там оно очень сильно сжато, и если туда копать, оно фрагментарно. Мы можем только видеть частями прошлое. Находим там, да, и по этим фрагментам можем представить себе, что тогда происходило. Ну, в данном случае, активным слоем растущим всегда является текущая эра. Сейчас это эра, текущая наша эра. Это западноевропейская эра. Но ее заменит восточноевропейская. Уже Гагарин вознесся. И уже к этому есть тенденции. Вот дальше, если рассмотреть, что происходит с этой структурой по мере ее взросления, она вот из такой формы начинает превращаться в приплюснутую нерв, и у нее появляется прицессия. Прицессия. Как бы у нее, оно все это вращается, и появляется еще, как у Земли, прицессию, знаете, прицессию Земли, да? Вот возникает такое, наша Земля, и есть эта сфера. Вот то, что внутри под нами находится, это предыдущие наши эпохи и цивилизации, все находятся там, под нами. И мы там будем в следующем слое, когда придет космическая эра, и она станет активной. Но по мере развития биологической формы Земли, вот эта прицессия приводит к таким вот, что вот этот геройт, назовем он так, приплюснутый, начинает проваливаться с полюсов и превращаться в Тор. Его конечной формой будет Тор. Выглядит примерно вот так. Вот книжка Александра Златокрылина «Информационная матрица души» участника клуба «Ладога» в этом году вышла. Ее можно приобрести, наверное, у Лены, или вот Александр Златокрылин здесь присутствует. Если кто смотрит и хочет, либо напишите Елене Архиповой, либо вот то, что я давал, это я передам Александру эту книжку. Вот ведь Александр Златокрылин построил вот именно такое строение. Я-то вот все про Землю думал, как она, Земля устроена, как там полюса, ведь говорили раньше, что там отверстия на полюсах есть, что они открываются. А Александр Златокрылин приложил это к информационной матрице души, и она такая же, и проходит такие же вот, я вот когда стал его книжку, он мне подарил, читать, я так понял, насколько похоже это. Поэтому, наверное, лучше всего посмотреть, наверное, вот в этой книге. Ну, так как Александр, он сам радиоинженер, ЛИАП заканчивал, и, в общем-то, его подход такой не только психоэмоциональный, но еще и с точки зрения волновой энергетики даже тут, потому что основа математическая была взята сфероид, акустический сфероид Гладкова, сферодинамика. А Гладков и Сенкевич, они там были научными работниками на Каменном острове, у нас был такой РПА, институт радиоприема и акустики, где они разработали этот сфероид акустический, который, ну, этот институт в советское время разрабатывал кинотеатры и всякие эти, и смотрел, как воздействует акустика на людей. И они вот, в частности, Гладков, в меньшей, наверное, степени Сенкевич, Гладков сферодинамику написал, и вот эта сферодинамика у Александра, конечно, хорошо показана. И, в общем-то, очень рекомендую вот эту книгу, она сама по себе интересна, но вот с точки зрения вот этого сфероида посмотреть можно всё здесь. Ну, и вот, когда фазовый переход будет заключаться в том, об этом я вам уже говорил на асимметрии, что в конце концов это превратится в Тор, и внутренняя звезда выйдет наружу, то есть, вот это всё вывернется. Сейчас в Земле внутри находится звезда, очень плотная звезда, с плотностью почти нейтронной звезды. Вот когда наша Земля уже имеет прецессию и сплюснусь, то есть, её следующий фазовый переход, она в какое-то время станет звездой. Все звезды это бывшие планеты. то есть, сейчас Земля накапливает энергию. Эту энергию она берёт от Солнца, от своей звезды, от которой родилась. И через какое-то время, ну, наверное, после Юпитера, потому что старший сын Солнца Юпитер, уже скоро станет звездой и уйдёт из нашей Солнечной системы. И где-то организует свою систему планет. Ну, это же участь, ну, не участь, а это же радость и ждёт и Землю. Земля тоже будет звездой. Вот этот сфероид выворачивается и всё становится наоборот. Теперь он не наращивает слои, а всё будет раздавать. Вот все эпохи, которые всё накопили информацию, они будут её излучать и создавать уже новые космические, это уже более, ну, более дальние, я уже не говорю, это не наша космическая эра, про Гагарина, о которой мы говорим, это далёкое будущее, которое ждёт всех нас, здесь сидящих, что мы потом с вами будем звездой, и всё, что мы накопили, эмоции, знания, мы будем отдавать этой Вселенной. Каждый слой за слоем, только вывернутый наоборот. Ну, и вот так вот я вам картинки показываю, что сейчас мы находимся на Земле, и это накопление информации и энергии, сжатие и уплотнение и рождение тяжёлых атомов. Значит, я на асимметрии, вот это, кто хочет подробнее по поводу сжатия с Земли, рождение тяжёлых атомов, потому что учёные от уходящей эпохи отрицают возможность рождения тяжёлых атомов на Земле, я в своих мыслях пришёл ровно наоборот. Все тяжёлые элементы могут рождаться только на планетах, ни на каких звёздах они появиться не могут. На звёздах происходит расширение и уменьшение плотности, там идёт деление и уменьшение ядер, они облегчаются и расплотняются, и дают энергию другим. Все же планеты наоборот сжимаются, на них сжатие это и есть, что ядра становятся тяжелее, атомы тяжелее, 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 в том же объёме даже. Это подтверждается и постоянным Хаббла, законом Хаббла. Вот с Иванчиком я, помните, он говорил, что Вселенная расширяется, это доказано, и опытом Хаббла. Мы смотрим и каждая звезда, куда бы мы ни посмотрели, в какую сторону, от нас улетает с такой-то большой скоростью. А звезда в два раза дальше, в два раза больше скоростью, линейно. Значит, в миллиард раз дальше, в миллиард раз больше скорости. И там такие скорости, что уже даже не понимаешь, они там от нас улетают со скоростью больше, со скоростью света, что ли. Я когда подумал, ну, думаю, какая-то, вот, просто тучи, Я подумал, а если материя сжимается, ровно такой же будем физический эффект наблюдать. Вот смотрите, это на асимметрии я вам показывал. Если Земля будет сжиматься, ну я так вычел, 0,8 миллиметров в год, то мы получим такой же коэффициент Хаббла. Просто чем дальше, ну все объекты сжимаются, да, расстояние. Вот если мы сейчас все начнем с вами уменьшаться в этой комнате, комната для нас будет превращаться в огромный мир. При этом пространство не меняется от тех, кто снаружи создали эту комнату. Мы можем здесь построить Вселенную, если будем микроскопичны. Ну мы это и наблюдаем, в принципе. Земля сжимается, а Солнце и звезды, наоборот, они расширяются, и они создают потоки энергии и информации. И вот этот поток я называю потоком Ра. Ра это Ре-вибрация по нашему родному языку, а начало, это начальная вибрация. Это поток легких частиц, легких частиц, в основном нейтральных частиц, нейтрино и нейтронов, которые могут подлетать к ядру и присоединяться. Вы знаете, утяжеление происходит за счет того, что ядра захватывают нейтроны. И вот это очень интересное. И вот с точки зрения, так как я радиоинженер и волновик, в общем-то, я могу сказать, что Солнце является пучностью с точки зрения волновой теории, а Земля и планеты узлами. То есть в узлах скапливается потенциальная энергия, а в пучностях кинетическая. Ну маятник себе представляете, школьный, да? Вы взяли маятник, отклонили, вверх держите. Это потенциальная энергия, это узел. Здесь не движется ничего. Я держу, я его отпустил, он полетел и вот в нижней точке набрал максимальную энергию. Это пучность. Здесь у него ноль потенциальной энергии на максимальной скорости. И дальше он поднимается в следующий узел. То есть в простом маятнике два узла и одна пучность. И вся энергия начинает качаться, которую я дал. И она будет качаться столько, какова добротность этого маятника. Если добротность маятника будет единиц, он качнется один раз. Если добротность 100, он совершит 100 колебаний. Если миллион, ну таких маятников нету, к сожалению. Хотя кварцевые элементы у нас миллион имеют добротность. У маятника добротность в районе, ну сами можете посчитать, любой маятник качните и посчитайте. Это называется добротностью. То есть за каждое колебание будет тратиться энергия на трение воздух, в подшипниках, в ниточках растягиваться. Понимаете, да? Соответственно, вот в Солнце и есть пучность. То есть это набор кинетической энергии, энергии движения, движения легких нейтральных частиц. А Земля накапливает энергию. Это утяжеление, рождаются тяжелейшие ядра, которые потом будут использоваться уже. И они взаимосвязаны. Вы понимаете, когда мы запустили маятник, нижняя кинетическая точка, она не может без верхней. Но происходит качание, то есть энергия перетекает кинетическое потенциально друг в друга. Ну вот я вам из той лекции по асимметрии, где был расчет по поводу Хаббла, потому что астрофизики сказали, что они доказали расширение Вселенной. Вот я нарисовал, помните тогда вам, через миллион, через один миллион метров шарик в один метр. И если этот шарик начнет сжиматься, все шарики, то расстояние между ними, пространство начнет увеличиваться. И мы испытаем доплеровский эффект и также его померим. И у него получилось в минус 18 коэффициент сжатия, то есть в 18-м знаке. Не надо никаких безумных скоростей. Когда я перевел это на землю, чтобы получить закон Хаббла на земле, земля должна сжиматься 0,8 миллиметра в год. И будет такой же. И в одной римской энциклопедии, я тут недавно прочитал Титливий, или я сейчас не могу, может, не ошибаюсь, есть римская энциклопедия, там, по-моему, 1927 года, в которой сохранилось 13 томов. Ну, не Титливий, мне почему-то переклинило Титливий, Сельвий или как у него. Ну, короче, там богатый, бывший военный, ушедший на пенсию римлянин, написал энциклопедию, и она сейчас есть, она дошла до нашей полу, и он описывает, значит, звездное небо. Как? Он говорит, а тогда уже знали планеты, расстояние до них уже знали, звезды, что они дальше. И он вычисляет в этой энциклопедии, значит, с какой скоростью двигаются планеты, а вот звезды. И у него там скорость, получается, что звезды там дальние двигаются со скоростью больше, чем там, у нас сейчас скорость света. И понимаете, вот у него даже мысли не возникло, что Земля вращается. Он считает, я стою на Земле, она неподвижна, и вращается вокруг. Вот у наших астрофизиков, которые нам рассказывают, что Вселенная расширяется, и что все от нас улетает сумасшедшими скоростями, вы просто взгляните на это с другой стороны-то, получится совершенно другая картина. Все сжимается, либо разжимается, пространство стабильно, стационарно, неизменно в пространстве, то есть не меняется. И все эти законы будут также мериться и приборно. Об этом подробно вот рассказывал, ну, на вопрос Иванчику я спросил, ну, вы говорите, нет новых идей, но я говорю, кто-нибудь из астрофизиков рассматривал идею сжатия материи? Нет, не рассматривал, я такого не слышал, говорит. А начинал он лекцию, сказал, в астрофизике нет идей, ну вот идею дали, а вы думаете, ее кто-то будет рассматривать? Нет, не будут. Также, если вы думаете, что Коперника рассматривали, нет, на Коперника, когда он предложил, жаловались астрономы, писали папе, королевские астрономы из лаборатории, чтобы он приструнили этого, да, вашего этого, что он лезет, вы же занимаетесь своими, если человек не понимает, все сложное, зачем? И когда уже вот Тихобарги и Кеплер приняли все-таки, вот в каждой, там, в Париже, в Лондоне, пока не умер академик, а там посмертно же выбирались эти астрономы-то, вот он умирает, приходит новый и принимает концепцию. Ну а как он всю жизнь считал по Платону, и вдруг ему какой-то там Коперник неизвестный там какой-то взял, и что ты тут сказал, да вы как-то тут сложно считаете, вот можно раз-два и посчитал. Ну вот так же и сейчас с нашей наукой, им говоришь, так ребята, что вы сложная модель, вот простая модель, посчитайте. Ты кто? Как мне сказал Кирилл, вам надо пойти поучиться в этом, сами потом ответы найдете, в астрономическом институте. Ну вот в результате смотрите что, как выглядит наша Солнечная система. Ну вот кематика, я показываю, как выглядит вода, когда в замкнутом пространстве на нее подать волновую энергию. Кематика представляет из себя набор пучностей и узлов, вот такие картинки видели, наверное, многие, да? Вот эти вот рисунок, это пучности, где вода вздыбливается и двигается сильно, а узлы, вода наоборот, вообще не шевелится. И это образуется только в системах замкнутых, где энергия отражается и возникает вот такая, я считаю, что наш космос и наша Вселенная замкнутый объект, и в ней существует стоячая волна. Вот именно такая картинка. И вот посередине, допустим, Солнца, а каждая планета — узел, и между ними происходит перекачка той энергии, что мы в кематике дали на эту пластину. Да, или вот они набирают воду, туда дают энергию волновую, и, соответственно, отражаясь от границ пространства, образуются вот такие вот различные картины. Вот, по сути дела, наша Солнечная система и является вот такой картинкой, в которой есть одна пучность, это Солнце, и множество узлов. Ну, выглядеть это будет вот так, с моей точки зрения. Вот это будет пучность, где будет кинетическая энергия, и узлы, которые двигаются. И причем в узлах накапливается потенциальная энергия, они уплотняются, а пучность, наоборот, расширяется. Но общее количество энергии равно именно сколько Солнца дало, столько узлов, ну, сколько пучность дало. То есть внутри вот этой стоячей волны всегда существует равенство. То есть сколько энергии получает узел, он берет столько из пучностей. Здесь закон сохранения энергии действует. Ну, вот я вам написал, что если пучность одна, а узла три, то общее количество энергии всегда у них равное. А это говорит о том, что Солнце дает энергию нашим планетам, и она дает энергии ровно столько, сколько нужно нашим планетам. И больше эта энергия никуда особо не идет. Астрономы же уверяют нас ровно в противоположном. И вы, Иванчика, слышали? Он сказал, что наше Солнце дает такое количество большой энергии, так как они... Да, ну вот я вам показываю, как эта картинка узлов этих выглядит. Ну вот, мощность по Солнцу посмотрите с Иванчиков. Я вот очень хотел тогда, чтобы все-таки член-корреспондент, астрофизик у нас посмотрел. Я просто, когда посмотрел учебники астрономии, и как они посчитали мощность Солнца, я был поражен как электротехникой, как волновик. Потому что она посчитана неправильно, очевидно неправильно. И кого бы я из электротехников не спрашивал, они сначала, ну да, потом говорят, ну этого не может быть. Все мне говорят, что этого не может быть, чтобы они так считали. Иди у них спроси, я к ним прихожу, они говорят, да, мы так считаем. Так нельзя считать мощность. То есть, видите, они... Ну, я там это смотрим Иванчика, да? Как у нас мощность Солнца определили вроде бы астрофизики и физики, не электротехники. Электротехники так никогда, они так невозможно посчитать. Что взяли пластинку черненькую, определенные массы, известная теплоемкость, поднесли. И посмотрели, с какой скоростью она нагрелась. Знают, сколько джоулей в секунду мощность. Ага, посчитали мощность. А потом умножили на всю сферу, как бы вокруг этого источника, по известной формуле, и получили вот мощность Солнца в 26 степени. Это настолько колоссальная мощность, что ни Земля, ни Юпитер здесь вообще рядом не стояли, потому что если на эту мощность сдать на них, они испарятся в течение секунд. Это непонятно. И я, когда Иванчика спрашиваю, а как, куда это? Оно все в космос. А на планеты что? А планетам Солнце не замечает планеты. Какая-то у них построена система, которая, вот, и я в конце концов понял, обсуждать они ее не хотят. У них вот три кита, на которых держится ихняя наука, и все три кита у них дырявые оказались. У них первый кит – это энергия Солнца, посчитанная неправильно абсолютно. Чисто даже школьник им объяснит, что неправильно. Они почему не хотят, я не знаю. Второе – масса Земли. У них посчитана неправильно. Этот опыт Кевин Дыша – это сплошная фальсификация. И третий кит у них – это расширяющая Вселенная, про которую я вам сказал, что это, ребята, вы смотрите, что звезды по небу идут и скорость мерите. И не думайте, что у вас Земля вращается. Если убрать вот эти, вот, пересчитать мощность Солнца, а ее даже можно посчитать без них, без ученых, и с Землей сложнее, то практически квантовая физика, теория, значит, физика, релятивистка, почти все рухнет. Потому что оно все держится на этом. Все эти постоянные планы, все обрушится. Если они только тронут, вот хотя бы мощность Солнца, а его надо трогать, а ничего не сделать. Ну, и для этого я вот просто, как можно тронуть? Так как ученые не хотят это трогать, я просто для школьников. Как школьники могут проверить, что ученые неправильно померили энергию Солнца? Я вам, как человек, закончивший электротехнический институт, радиотехнический факультет, кафедру радиосистем, и работающий всю жизнь в этой области, и занимаюсь именно разработкой волновыми и различными устройствами, заверяю, что неправильно посчитана мощность. Это очевидно. Берете вот школьника, любого сажаете, 220 вольт, наверное, все найдете. Нужно два прибора, вольтметр и амперметр, чтобы померить мощность. Потому что мощность – это и есть произведение напряжения на силу тока. И тогда вы можете контролировать мощность лампочки. Эти приборы недорогие, тестер просто купили за тысячу рублей. И берете лампочку, допустим, 100 ватт, берете пластину холодную, охлаждаете в холодильнике до температуры, подносите ее к лампочке на определенном секундомере и смотрите. Но проще, можно просто использовать фотодатчик. Подносите к лампе, и он сразу вам будет показывать, сколько там энергии идет, чтобы не мучиться с пластиной более как у астронов. И вот смотрите, что происходит. Первый опыт такой, мы берем просто лампочку, подносим фотодатчик, ну мощность знаем, сколько ток сечет вольт, померили мощность вот этой лампочки. Потом берем картонную коробку, обклеиваем ее фольгой и ставим вокруг лампочки. И опять подносим фотодатчик. И вот когда вы поднесете алюминиевую вот эту коробку картонную с фольгой, вот здесь вот напряжение на лампочке начнет возрастать, а ток будет падать. И мощность лампы начнет падать. Реально падать. Но вы все знаете, если вы комнату утепляете, вам не надо много дров будет. Здесь вот все в пространство, свет и тепло уходит, а здесь оно будет возвращаться. Лампочка начнет светиться ярче, а мощность ее будет падать. И чем сильнее вы будете это экранировать, вы можете добиться так, что мощность ее станет почти нулевой. Но теоретически невозможно, что спираль расплавится. А яркость будет, при этом когда вы черную пластину или фотодатчик будете к яркой лампочке подносить, он вам покажет больше мощность. А они же говорят наоборот, мы поднесли, а если ярче, значит еще больше мощность. А как же так у вас получается? Вот эта лампочка мощности в 10 раз меньше, а ваша пластина в 10 раз быстрее и горячее нагревается. Ну вы видите, что никакой пластины померить мощность лампочки нельзя. Об этом я Иванчику, я же там эти лампочки показывал, прошу. Александр Владимирович, ну как вот, объясните, вот как мощность лампочки черной пластины, ну не солнце. Потому что начинают ее лить. Я вот с кем-то, некоторые ученые электротехники, слыти, с которыми я, они сначала соглашаются, потом говорят, ну там все-таки фотоны, там же это же солнце. Я говорю, давайте отбрасываем солнце, лампочку. Если вы сможете с помощью кто-нибудь, с помощью черной пластины измерить мощность лампочки, напишите мне, я вам премию дам. Ну сколько, сколько? Я не знаю, тысячу рублей дам. Кто сможет вот измерить вот так. Потому что, ну, этого невозможно сделать. Нужно, чтобы померить с точки зрения электротехники, объясняю, надо померить вот эту пластину на одной, а потом нагрузку дать, чтобы она пригасла, и еще раз. И вот по разнице можно мощность определить, как в аккумуляторах это мерят, да? То есть двойным измерением. Либо иметь два прибора, амперметр и вольтметр. Потом смотрите как. Ведь эта лампочка ярче начинает светиться, а ток через нее меньше, напряжение больше. Но мы можем, в принципе, вот вторую лампочку взять, и не 220 вольт, а начать подавать больше на нее напряжения, там 300-400 вольт где-то взять, и лампочки будут светиться одинаково. И черная пластина в обоих случаях будет одинаково нагреваться, а мощность еще больше разойдется. Как же вы, вот мощный Солнце вы посчитали, вы объясните мне. Вот из этого следует, что чем ярче светит Солнце, тем оно меньше нагружает планеты, то есть некому отдавать энергию, и оно разогревается. Вы если вот костер горите, и все фольгой, а это вам дрова не надо подбрасывать, он разгорится, куда ему девать энергию-то? То есть, вот, ну вы понимаете, если вот такой опыт, и школьники бы физикам, ну давайте, посчитайте правильно энергию Солнца. А потом смотрите, какие проблемы у них возникают, вот из-за этой цифры 26 степени. Читаю, допустим, докторскую Козырева Николая, знаете, да? Зеркала Козырева, вот, он же в 50-х годах доктор наук у нас здесь, Пулковская, он написал докторскую по энергии звезд и по энергии Солнца. Вот его докторскую открываете, и первая фраза у него звучит так. Солнце выделяет такое колоссальное количество энергии, что объяснить его количество с помощью ядерных реакций Берге невозможно, только 30%. Откуда берется остальная энергия, науке неизвестно. И он, значит, докторскую пытается вот предложить, в конце концов предлагает, что внутри Солнца сжимается время, и за счет этого берется еще какая-то дополнительная... И вот здесь он пришел к концепции вот этого, что время можно управлять, отражать зеркала Козырева. Но ошибка всех ученых, уходящих научно-религиозной эры, заключается в том, что они верят авторитетам. В моем понимании ученые должны были пойти по пути Декарта. А Декарт говорил, если есть малейшая возможность в чем-то сомневаться, вы обязаны это делать. Значит, докторскую Козырев должен был начать такими словами. Ученые, великие ученые пишут, что мощность Солнца настолько колоссальна, точка, дальше, фраза, я в это не верю, и сейчас я докажу, что это не так. И расчеты, 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 а в конце, я не сумел доказать, значит, я в это верю, я не сумел это опровергнуть. Значит, Козырев не пытался, он вот пластины, кто-то там померил этой пластины, все, дальше я считаю, что такая мощность есть. А? Не пытался. А что тут, какие данные-то? Для того, чтобы мощность померить, у нас настолько развита электронаука, что это не представляет сложности. Даже сейчас измерить мощность Солнца не представляет ничего трудного. Просто они будут отказываться от этого. Потому что если мы сейчас мощность Солнца объявим той, которая она есть, им придется сдать сотни тысяч докторских сразу. Они будут недействительны, потому что были основаны не на том, что... Это же, поймите, мощность Солнца – это не то, что они придумали. Это измеренная вещь. Если вы неправильно измерили, а дальше потом на этом написали докторские, все. Поэтому сейчас они никогда не станут. Так, не будем обсуждать. Мы это обсуждали уже, когда Иванчик. На вопрос про лампочку, опыт лампочки же он подтверждает. Я сказал, ну как же тогда, с лампочкой-то не получается. Он мне сказал, при вас. Сказал, вы, Владимир Леонидович, поедите, поучитесь на моей кафедре 4 года там, в политехническом. Ты их сказал правильно. И там, да-да, все поймете. Я скромно, то есть он не захотел со мной спорить, потому что он не знал, как. А я бы, просто это грубость его. Я бы, конечно, мог ответить своей грубостью, но не стал, потому что мы пригласили человека. Что вы бы, Александр Владимирович, пошли бы поучились в электротехнический университет, на кафедру радиотехническую факультета, на кафедру радиосем. И вас там научат считать мощность. Нормально, потому что мощность считается везде и всюду. А вы даже мощность лампочки померить не можете, элементарного. То есть вы ушли в такие дебри. Дальше, ну вот в качестве примера. Вот измерение аккумулятора ровно так же. Значит, измерение энергии и мощности не зависит от количества дипломов и научных званий. Никак. Чтобы померить мощность аккумулятора, то есть сколько он накопил энергии, вольтметром невозможно одним. Нужно померить сначала вольтметром напряжение на холостом ходу, да, дать нагрузку и подмерить при нагрузке. И когда знаешь, сколько нагрузки, сможешь сказать, сколько накопило энергии. То есть в данном случае я говорю, что черные пластины, что в солнце, что в лампочке, в случае, измеряют напряжение. То есть яркость лампы. Потому что вот на второй лампе, когда вы ее зацепите, у нее напряжение возрастает. Спираль сопротивления растет. Вы меряете напряжение. Ток вы не меряете. Значит, мощность вы определить не можете. Для этого надо дать известную нагрузку. Так, я тут... Значит, я говорю, когда лампа нагревается и ярче светит, у нее сопротивление спирали больше. Растет вольтфрам, сопротивление растет, и, соответственно, напряжение на лампочке меняется. В данном случае вот установка эксперимента, если вы включите вот так две лампы, ну, без переключателя даже одновременно, по очереди, напряжение вот на второй лампе будет больше, когда вы ее фольгой покройте, больше. Поэтому она ярче светит. Потому что яркость – это и есть напряженность поля. Ну, соответственно, из этого дальше смотрите, что вытекает. Тоже к Иванчику возвращаюсь. Потому что активность Солнца, активность Солнца уже сто лет мерится этой черной пластиной с 903 года. Она хорошо промеряется. Сейчас ее со спутников мерят, да? И вот этот график активности Солнца. Вы видите, да? Что Солнце имеет вот такой вот чуть-чуть больше 11 лет период активности, когда оно ярче светит и менее ярко. Значит, современные австрофизики и физики считают, когда оно светит ярче, то оно дает больше мощности. Я же говорю, что наоборот меньше оно дает, в пространство меньше. То есть никто не берет, а оно поэтому и ярче светит. Как только его начнут нагружать, оно будет пригасать, пригасать, а если сильно нагрузить, и погаснет. Вот как, если у вас генератор есть, если вы будете нагружать, нагружать, лампочки у вас будут гаснуть, гаснуть. Понятно, да? Физики говорят наоборот. Ну, вот такая есть штука. Я даже... Моя идея в чем заключается? Самая большая нагрузка для пучности Солнца – узел Юпитер. Когда Юпитер подходит к Солнцу, Солнцу должно быть что с ним, с яркостью Солнца происходить? Нагрузка на него возрастает. Пригасать. Он на себя берет энергию. Юпитер отходит. Солнце что должно быть? Ярче светится. Юпитер такой большой, что остальные планеты... Значит, вот здесь вот... Видите колебания? Это четко период колебания планеты Юпитер. Я это тоже показывал Иванчику, говорю, ну вот как так может быть? А Юпитер не может влиять. У Солнца такая большая мощность, что неважно, есть Юпитер или нет. Он бы не смог так влиять. Постой. То есть у них оправдание того, что это... Хотя они знают, что это колебание с Юпитером совпадает. Они говорят, что это не может быть Юпитер. На том простом основании, что мощность Солнца такая... Так померено, так великат, что без разницы он. Подойдет, отойдет, улетит вообще. Поэтому они не рассматривают, что это Юпитер. Из-за Юпитера происходит. Смотрим дальше. Я говорю, что вот это колебание... Я ему говорю, дайте студенту задание. Пусть возьмет апертуры планет. Легко же посчитать. Планета подходит. К квадрату расстояния площадь меняется. Энергии посчитать легко, сколько энергии она больше брать. Пусть он ближе подойдет. Площадь-то уж... Плотность энергии в зависимости от квадрата расстояния меняется. Все планеты сложили, эфемериды взяли. Пусть студент у вас напишет. Ну, зачем мы будем ерундой заниматься? Ни одна планета не влияет на Солнце. Мы это знаем. Это доказано из мощности Солнца. Так вы ее неправильно прочитали. И на этом основании они отказываются верить тому. Ладно. Не хоть... Я сам написал эту программу. Потратил свое время, раз астрофизики не ходят. Взял эфемериды всех планет. Вот это вот Юпитер. Вот он ближе дальше. Вот Сатурн идет. И все остальные синусоиды. Сложил их в фазах. Вот график, который у меня получился. Наложил стопроцентная корреляция. Я по этой программе вам, светимость Солнца, могу на тысячу лет вперед сказать в любой день. Когда некоторым сказал, ну вы вот опубликуйте, если в такой-то день, тогда может быть. Ну если за сто лет стопроцентное совпадение. Почему вы отказываетесь это даже проверять? Почему вы не хотите обсуждить вопрос с инженерами, что вы неправильно померили? Почему? Я не нахожу ответа. А ответ находится в том, что наша научно-религиозная эпоха умирает. И она будет цепляться за свое. Она комиссию сделает. Все что угодно. Лишь бы остаться при своих постулатах. Что вот такая энергия, такое Солнце, планеты тут не нужны. Вот это уже доказательство. Эта программа является доказательством тем, что и даже изгиб этой функции полностью. повторяет наблюдаемые и рассчитываемые эффекты. Значит, активность Солнца связана только с движением планет Солнечной системы. Так, смотрите дальше. Более подробно эту дискуссию. Наверное, не обращали внимания, но ради этого Иванчика и приглашали. Чтобы вот тут... Ну, он рассказывал свое, а на эти вопросы, ни на один вопрос он не стал дискутировать, ответа не дал. Почему ученые не хотят давать ответ? Ответ вам... Я вам сейчас объясню, почему они не хотят. Вот смотрите. Андрей Леонидович Чижевский, да? В 2018 году защитил докторскую, которую весь ученый мир принял. Физические факторы исторического процесса, да? Вот такая книжка в 2024 году вышла за рубежом, а потом и у нас. Эхо солнечных бурь называлась. Ведь Чижевский в своей докторской доказал, что вот эта вот 11-летняя, там чуть побольше период активность Солнца, с ним связаны все социальные явления с жизнью человека. То есть, если больше энергии приходит к нам Солнце, то и у нас и революции, и войны, все более, история движется более активно. А когда Солнце меньше дает энергии, то и вот он за 17-й, 18-й, 19-й век в своей докторской доказал, что активность человеческой цивилизации напрямую связана с количеством энергии, получаемой от Солнца. Когда энергии больше, человечество активнее, происходит больше исторических событий, революций, войн и всего прочего. С этим все ученые согласились. Отсюда смотрите, что получается. А отсюда получается, если принять то, что я сказал, вот программу написал, что активность Солнца зависит от положения Юпитера и Марса, то получается, астрология – это настоящая наука, точная. Так как получается, что все социальные события, революции и войны зависят от положения Юпитера, Венера и Марса. Юпитер от Солнца отошел, на Земле больше энергии, начались по-чижевскому войны и революции. Об этом астрологи уже давно и говорят. А вы их лжеучеными на полосе. Так кто здесь лжеученый-то? Если они сейчас признают мощное Солнце или вот то, что солнечная активность имеет полную корреляцию с движением планет, значит, надо будет признать астрологию, а астрофизику принять лженаукой. А так получается, вы обманываете нас, не хотите на диалог идти, не хотите ответить на вопросы. Ну вот давайте, мощность лампочки определите с помощью черной пластины. Я тогда посыплю голову пеплом, скажу, да, слушайте, я прозевал, всю жизнь работаю, мощность меряю. Как? Как? Как получается? Вот видите, если они сейчас тронут хоть что-нибудь в этой системе, а это основание всей науки, три кита, у них все рухнет. Им тогда перед астрологами, а астрологи, наконец, сразу скажут, а что вы во дворцах за деньги работали, гранты, да? А мы тут бедствуем и с людей деньги берем, а нас потом ловят, что вы там типа шаманы какие-то. Да? А вот если вы подумаете вот по этой вещи, что, ну они как-то пытаются, ведь у ученых нету версии, почему Солнце калибрится. Они считают этот процесс внутри Солнца. Есть только гипотезы. Я, естественно, интересуюсь, эту гипотезу читаю. Так вот, некоторые ученые пишут, что вот это вот колебание, оно не связано с Юпитером, оно связано с тем, что фотоны такой-то энергии, таких-то уровней спинов вот так вот идут, а там вот она затормаживается, они вот это отражаются через слои, и они 11 лет выходят, в результате возникает генерация, и Солнце вот так пульсирует. Здравая мысль. Я смотрю на звезды, они вот вокруг меня с сумасшедшей скоростью носятся, Земля не вертится. Вот, как хотите. Я вот так скажу, астрология точнейшая наука. Позволяет контролировать будущее, положение планет определяет количество энергии, получаемое верхним слоем Земли цивилизации. Все в мире связано, и все синхронизировано. Ну, вот так вот. В научно-религиозной эре знания отдаются только избранным. Возможно, они и знают, что все не так, поэтому не хотят обсуждать. Потому что если мы будем знать все, как на самом деле, будет совсем другое общество, будет космическая эра. В космической эре знания будут даны всем, и никого обманывать не будут. А сейчас вас, вы либо в наш орден жреческий идите, либо в наш университет. Летии недостаточно для того, чтобы мощности определить солнце. В наш поучитесь, мы у вас экзамен примем, двойку поставим, если другое мнение будете иметь. И вы выйдете оттуда и будете говорить, как мы вас научим. Понимаете, да? В чем проблема науки? Вот поэтому наука, так же, как и религия, с начала новой эры перейдет в то, что человек по-другому будет. И сейчас таких людей уже много. Среди вас. И наш клуб такой. И у меня такие идеи. Мне не важно, что ваши авторитеты научные. Мне важно правда и честность. Без обмана берем, считаем. Зачем обманывать-то и говорить, что мы такие, вот у меня звание, идите к нам поучитесь. Не надо. Ну, маленький перерыв будем делать? Вот давай вот это первое. Это на пять минут. Это все обсуждалось уже на Иванчике. Да. Сейчас перерыв на пять минут. Продолжаем. Ну, давайте продолжаем, да? Ну, вот смотрите, из сказанного вступления, что получается, что в нынешней научно-религиозной эре, то есть в нашей эре, в которой мы живем, знания даются только избранным, это понятно. Их дают в университетах, и туда не всех берут, да, в академиях тоже не всех берут. Ну, в религиозных организациях, да, и еще там во всяких, это. То есть, я так понимаю, что так как эта научно-религиозная эра заканчивается, то, скорее всего, будут появляться люди, которые будут понимать, что их обманывают, и, соответственно, доверие, когда доверие к ученым и религии упадет на ноль, они исчезнут в нашем мире. Также исчезнут банки, когда люди наконец-то осознают, что нельзя у них брать деньги в долг, когда к ним никто не придет, не будет на планете ни одного банка. При этом не надо никого там крошить и к стенке ставить, и что-то делать, да. Банки исчезнут сами, и кредиты, и ипотеки, когда люди перестанут пользоваться. То есть, почему-то люди считают, что они от этих банков могут что-то получить для себя. Они могут только отдать. Ну, вот, из сказанного про то, что активность Солнца напрямую зависит от положения планет, в первую очередь Юпитера, ну, для каждой планеты надо считать, это астрологи хорошо считают, может так, что Юпитер отойдет от Солнца, и энергии на Земле будет много, но Венера встанет между Землей и Солнцем, и энергии будет мало. То есть, и Венера может повлиять, и Марс может, и Меркурий, и другие планеты. Каждая планета, соответственно, этой науке астрологии уже много лет, и я просто как бы говорю, что вы можете доверять астрологам. Ну, по крайней мере, я доверяю, но надо доверяй, но проверяй. Как я и сказал, все, что есть, надо подвергать сомнению, если есть хоть тень сомнения. Если вам, конечно, нужна правда. Если вам надо просто впечатление производить или управлять кем-то, то это не нужно. Из вот этого всего следует, что жизнь человека, цивилизации, эпохи очень сильно связана с планетами, Солнцем, Луной, и это все чрезвычайно важно. Важна синхронизация человека с этими процессами. И вот об этом мы будем говорить в следующей части по поводу синхронизации. По поводу синхронизации с Луной. Первое. Лунные календари и трансмутация ядер атомов. Ну, наверное, вы слышали, что лунные календари в первоначальной, ну, более древние эпохи в основном использовались лунные календари. Например, в Риме первый календарь был чисто лунным. Сейчас многие государства до сих пор используют лунные календари. Например, государство Израиль. У них и официальный календарь лунный. Ну, множество других государств, которые пользуются лунными календарями. Они с какой-то целью это все-таки делают, да? Не просто так, не в силу исторических просто событий. И, в общем-то, если вы посмотрите, государство Израиль, в общем-то, не бедствует, используя лунный календарь. Ну, более интересная тема – это трансмутация ядер атомов. То, что я вам говорил, что на Земле происходит уплотнение за счет того, что химические элементы становятся все более тяжелыми. И вот здесь вот есть уже научные доказательства того, что луна влияет на жизнь на Земле. Значит, еще в 18-19 и в начале 20-го века было десятки ученых по всему миру, и в Японии, и в России, и в Европе, которые указывали, что живые организмы могут делать трансмутацию ядер. То есть превращать химические элементы в более тяжелые. То есть производить термоядерный синтез. То есть за счет своей жизнедеятельности повышать плотность Земли, материи. Значит, наиболее интересное здесь, с научной точки зрения, это вот профессор Бранжер. Профессор Бранжер, вот его фотография. Брангер Пьер. Смотрите, 900-го года рождения, в 1971 году умер. Он профессор биохимии, видите, 49-64 год, в Парижской политехнической школе. Представляете, что такое политехническая школа в Париже примерно? Это высшее техническое заведение, которое после французской революции, когда свергли, сказали, мы создадим новое высшее учебное заведение в центре. И это будет главным учебным заведением Франции. Значит, это самая главная инженерная школа Франции до сих пор. Значит, он там, как вы видите, на протяжении чуть менее 20 лет был профессором, доктором биологических наук. Имел лучшую в мире лабораторию, одну из лучших. И он, читая работы 18-19 века по трансмутации, решил доказать, что они ошибались. Стал проводить на свою беду эти опыты. Он провел за 20 лет более тысячи экспериментов и пришел ровно к обратному, что ему не удалось это доказать, а удалось доказать, что трансмутация не то, что существует, но реально есть. Он тогда, чтобы не распыляться на разных, потому что там и куры кальций создают. Если кальция недостаточно, а им же надо кальций, они могут из других, из магния, допустим, делать кальций, когда нет. То есть, там разные были. Но он взял чисто бобовые растения, где из марганца получалось железо. Из марганца 25 получалось железо 26. И вот здесь он 20 лет проводил эти эксперименты, более тысячи экспериментов. В результате он сначала думал, что какие-то условия бывают, что-то неправильно, он уже всяко пытался, просил даже своих коллег найти, ну почему, где-то мы что-то недосматриваем. В результате, не найдя ничего, он решил все-таки написать докторскую по теме трансмутации магния в феру. Потому что такое огромное количество опытов. Но в 1958 году он эту докторскую французскую академию наук в Париже подал. Они сказали, ну, отказались его докторскую рассматривать, на той причине, что она противоречит современной науке. Что на земле и тем более растения не могут трансмутировать ядра атомов. Он тогда сказал, что мне докторская эта не нужна, тем более она у него есть. И в ученом мире он был известный человек. Он просто попросил, давайте сделаем комиссию и на базе Министерства сельского хозяйства, так как это связано с сельским хозяйством, он рассматривал бобовые растения, мы проведем независимые эксперименты и посмотрим просто наличие, что этот эффект есть, не объясняя его физическую суть. То есть не будем говорить, что это там ядерный, не ядерный, но вот это происходит и все. И мы тоже отказали. Тогда вот вопрос к науке, а что такое опыт в науке самое главное? Оказывается, что опыт в науке не самое главное. Самое главное в науке это авторитет. Почему ему отказали? Потому что физики сказали, а зачем мы будем смотреть то, и если у нас получится, и что мы потом с этим будем делать? Мы что, отменим квантовую физику? Или что? То есть ему отказали. Ну, уволить его ничего не могли, он продолжал дальше делать. Ну, ему там указали, что интересно, у него вот в опытах по трансмутации бобовых в Англии там попал под машину. Так закончилось. И его труды отказались публиковать. Ну, его соратники опубликовали эти опыты, книжка есть, ее можно скачать, кто не сможет скачать, я могу прислать эту книжку. Там чисто все его записи, проводимые экспериментом. Это вот единственный ученый, который научно доказал связь Луны с жизнью на Земле. То есть, если от Луны зависит количество трансмутаций в живых организмах, соответственно, связь с Луной огромадна. Он не смог объяснить, на чем это основано. Я попытался, ну, так как у меня более широкий взгляд и более открытый, я так представил это себе. Это мое представление. Игорь, может, конечно, не согласен, как обычно. Я это еще не сказал, прочтю. Хорошо. Я согласен, что у нас поможет. Вот, смотри. Трансмутация у нас, в принципе, известна. У нас, вот, допустим, можно сделать азот из углерода. Известная реакция, да? Если к ядру подлетит нейтрон, но на определенной скорости, на такой скорости, на которой ядро само колеблется, то этот нейтрон может подсоединиться к ядру. Это так называемый медленный тепловой нейтрон. Их мало. И откуда они берутся, немногие знают тепловые нейтроны. Обычно нейтроны очень быстрые, и они пролетают сквозь ядро и не могут зацепиться за ядра. Когда нейтрон подсоединяется к ядру, мы получаем изотоп углерода-13. Ядро начинает колебаться с другой частотой. И оно начинает разваливаться с полупериодом, допустим, миллион лет. То есть этот нейтрон создает нестабильность. В конце концов он распадается на позитрон, и электрон вылетает, становится на орбиту, и рождается азот, более тяжелый элемент. Вот этот и есть нуклеосинтез. По сути дела, у нас на планете, среди растений, животных и на самой планете идет нуклеосинтез. Откуда-то берутся тепловые нейтроны. Откуда, ученые нам не говорят. Мое предположение, что они с Солнца, рождаются на Солнце. Легкие. Там идет деление, Солнце расширяется и посылает нам поток нейтронов. Но он очень быстрый. Сам нейтрон живет всего 880 секунд. Если он на Солнце создастся, то с какой скоростью он должен лететь, чтобы за 880 секунд успеть до Земли? Он пролетает в Землю. Если бы он летел близко к скорости света, то 880 секунд это было бы в поясе астероидов. Я вам говорил тогда на асимметрии, что пояс астероидов, по моей гипотезе, связан с тем, что те нейтроны, которые не попали на планеты, распадаются на протон и электрон и образуют новое вещество. Это и есть граница Солнца. Это ее кожа. Дальше уже нейтроны не могут пролететь, они уже распадаются. И получается тогда роль Луны такая, в моем понимании, что она берет быстрые нейтроны Солнца, которые не могут взаимодействовать с ядром, пролетая его мимо, как-то отражает. И лунный свет обладает потоком именно медленных нейтронов, которые уже имеют способность, большую вероятность подсоединяться к ядрам земных растений, элементов. То есть получается, что Земля уплотняется и меняется на ней, вот трансмутация происходит за счет лунного света, о чем и Брангер доказал в своих опытах. Моя версия, что лунный свет с физической точки зрения попытался объяснить, потому что, может быть, еще какие-то другие есть объяснения, кроме физических. Ну вот тут я и написал, что Луна отражает тепловые нейтроны на Землю, что вызывает увеличение скорости трансмутации ядер. Каким образом она замедляет и отражает нейтроны? Потому что нейтрон отразить и повернуть можно, да, ученые знают, там разные вещества по-разному с нейтронами. Одни поглощают, другие могут отражать, там бериллий, бор в атомной энергетике. Но все ученые, которые я слышал по ядерной физике, утверждают однозначно, что нейтроны от Солнца до нас не долетают. Хотя их-то много вылетает, но не долетают. Ну вот тогда вопрос, откуда берутся эти нейтроны? Ну если бы долетали, они бы мерили, а они не могут измерить поток нейтронов от Солнца, и он очень маленький. Либо они скрывают что-то, я уже склоняюсь к тому, что самые интересные данные скрываются. Либо они просто не знают, либо просто не знают. Ну как с энергией, с мощностью Солнца, просто не знают, как мерить. Ладно, хорошо. И опять же долларов. Ну вот теперь, если посмотреть с этой точки зрения на Землю и на Луну, что Земля является узлом таким, и в нем накапливается плотность, то есть он все плотнее, 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 земля становится, да, за счет того, что ядра все тяжелее, 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 нахватывая этих нейтронов. И вот если вы посмотрите, что вот масштаб событий и пространства, он зависит от плотности. Что значит от плотности? В моем понимании, любое событие есть взаимодействие двух соседних частиц атомов. Но вы понимаете, если в этом пространстве у вас больше атомов, ну то есть если вы за одну секунду с десятью атомами взаимодействовали, у вас десять событий. А если с одним атомом одно событие, и вы понимаете, чем больше плотность вещества, тем у вас больше плотность событий. Соответственно, у вас с плотностью меняется и пространство, и время. То есть если вы попадаете в какой-то мир, где плотность выше, время и пространство там не такие. Ну вот если посмотреть по плотности, допустим, вода имеет плотность один грамм за сантиметр кубический. Это и есть эталон плотности, который у нас принят, да, нашей цивилизации. Земля, по мнению ученых, имеет плотность 5,5 грамм на сантиметрах кубических. Мы это рассматривали, не очень понятно, как это получилось. Ну ладно, благодаря тому, что массу Земли, мне кажется, неправильно посчитали. Ну, просто я такой плотности нигде не наблюдаю на Земле. То есть плотность 5,5 это плотность в два раза выше. Это должно быть чистое вещество там какое-то, я не знаю, там железо или еще что-то. Просто даже руды такой плотности нету. Плотность песка там 1,3, бетона там 1,8. Ну в среднем у нас так на поверхности, здесь мы смотрим, плотность так 1,2, 1,3. 5,5 я такой никогда не встречал. То есть это должно быть чистое вещество. Поэтому ученые сказали, что у нас ядро из железа чистого. Нет, это я физически дан. Это вот это вот то, что из справочников можете посмотреть. Плотность Земли, это в астрономии написано, да, 5,5. Средняя плотность планеты всей. У Солнца плотность меньше, чем у Земли. Вы видите, примерно как у песка. А плотность космоса вокруг Земли, допустим, даже недалеко отлетев, в 3 на 10 в минус 33 степени. Это тот космос, который мы с вами наблюдаем, и в котором плавает Земля. Так вот я вам что хочу сказать. Раз мы находимся в космосе, то вы представьте, что Земля, какое количество атомов оно содержит, если бы эти атомы расширились до плотности космоса. Это надо Землю было увеличить в объеме в 31 степени. Я вам что сказать, она в космосе находится. Но я вам скажу, что вот мы считаем размер Земли, допустим, диаметр 12 тысяч километров. А если посмотреть, попасть в Землю, то до центра Земли просто миллионы парсек до центра Земли. То есть внутри Земля имеет пространство, равное чуть ли не нашей Вселенной. Это не важно, что мы видим. Как люди в черном, да? Отдайте галактику. Не важно, что объект маленький у вас, вы в плотности высокой находите. Но смотрите, если вы стартуете внутрь Земли, и будет, вот самая глубокая скважина, кольская, да, 24 года рыли, 12 километров прошли. За 24 года этот Voyager улетел на сколько? Ну вы понимаете. Соответственно, у вас и скорость другая становится, и это. То есть меняется масштаб. Масштаб событий и масштаб пространства. Просто нельзя подходить к Земле, что вам кажется, что ну а что там такое 6 тысяч километров, сейчас пробурим и все. Нет, это миллионы километров. То есть вы столько молекул, атомов на своем пути встретите, до края Вселенной только долетев. Сколько вы их встретите, идя к центру Земли. Представляете? То есть это одинаковое количество событий произойдет. Соответственно, вы поймите, что и время, и пространство зависит от плотности, в которой оно находится. Так как там большая плотность, то отсюда мы смотрим, там и событий в единицу времени происходит больше. Вот почему, когда мы копаем римскую эпоху, мы увидим фрагментарно. Чтобы увидеть это не фрагментарно, мы должны попасть в ту скорость. Тогда, может быть, мы увидим полностью эти слои и прошлое. И отсюда, вот что можно сказать, что Земля внутри очень имеет большой размер. Ну вот это частично у меня было в асимметрии, где я вам рассказывал про единичное сознание и про то, что эпохи у нас идут линейно, но между собой они октавно связаны. И вот с точки зрения того, кто был первый в нашей вселенной, сейчас идет всего 33-я октава. То есть первому человеку, который был рожден в этой вселенной, сейчас всего идет 34-й год. С его точки зрения. Это чтобы, вот смотрите ту лекцию, да. И отсюда у нас коллизии такие возникают, что вот Адам жил 900 лет. Вот в пересчете, если учитывать, что он жил не в нашу эпоху, а в предыдущую, а время там было не такое плотное и это, то Адаму всего 112 лет должно было, его годами считать. Ну и вот по отношению плотности событий. Вы представляете, чтобы понять масштаб Земли и сколько она накопила уже, надо ее в объеме увеличить в 10-33. Это существенно превосвысит размер нашей Солнечной системы. Вот столько событий там она уже собрала. И это когда-нибудь станет звездой, и эта звезда начнет расширяться, как Солнце, и превратиться в космическое пространство, разлетится на такую плотность, и события разойдутся. Если вот так вот рассматривать это явление, что у нас внутри Земли пространство миллионы километров до центра, то тогда, в принципе, легко понять силу тяжести. Смотрите, что получается. Раз узлы сжимаются, и туда несколько миллионов парсек до центра, то мы испытываем силу тяжести из-за того, что, находясь на поверхности, мы движемся внутрь Земли, сжимаясь, да, и тормозимся. Когда у вас машина тормозится, вы куда двигаетесь? Вперед, правильно? Машина тормозится, вот и мы все, находясь на Земле, тормозимся с ускорением 9,8 метров в секунду в квадрате. Вот как бы вы вопрос не задавали на физике, а я не задавал своему учителю, а как же так? Ведь это вот реально 9,8 метров в секунду, а до центра-то Земли там всего 6 тысяч километров. Если бы я так быстро тормозился, мы бы уже там все должны быть. Чего же мы до сих пор туда не попадаем-то? Ну скорость-то реально в метрах в секунду померена, значит, вот каждую секунду мы с вами ускоряемся внутрь планеты. Вот, значит, наша скорость увеличилась за секунду на 10 метров, на 9,8, да? А какая она сейчас есть? С какой скоростью мы туда падаем? Мы же не можем туда падать со скоростью там тысячи километров в секунду. Там же всего нам говорят, там всего 6 тысяч километров до центра Земли. Так получается, там не 6 тысяч километров, там парцеки. И мы реально туда летим. Просто там сплотнилось время по-другому. Чтобы правильно посчитать, надо к одной плотности привести. Приводите Землю к одной плотности и сразу вычислите, с какой скоростью мы туда падаем и сколько еще будет продолжаться это падение. И это объясняет силу тяжести. На Солнце смотрим другое. На Солнце все наоборот. Там пространство, там пучность, все расширяется, энергия уходит. И если вы находитесь на поверхности Солнца, вас с ускорением от центра двигает вперед. Когда машина ускоряется, куда вас прижимает? К спинке, назад. Соответственно, сила тяжести на Солнце к центру направлена. То есть сила тяжести и в сжимающемся объекте, тормозящем, и в ускоряющемся направлена к центру вот этой узла и пучности. И тогда, ну вот это как вариант объяснения силы тяжести. Понимаете, да? Что оно и на Солнце будет внутрь, и это. И оно связано с тем, что мы реально просто двигаемся внутрь узла, а у Солнца из-за того, что мы ускоряемся от центра пучности. Вот применяя такую методику, по крайней мере, можно назвать не только ускорение свободного падения, что нам в физике называют, но с какой скоростью мы в данный момент, с абсолютной сейчас падаем. У нас же не может быть ускорения быть, а скорости не быть. Такого не бывает, что скорость ноль, а ускорение у нас всё время ускоряется. Странно как-то. Вот надо объяснять, каким образом это происходит. Это всё понятно, а как при торможении мы летим в сторону Земли? Смотри, при торможении мы летим в сторону Земли, но тормозимся, нас слои не пускают туда, и нам приходится их преодолевать. Наше падение идёт с затормаживанием. Какие слои у нас тормозят? Которые перед нами. Греко-римская эпоха нас тормозит. А, эпоха. Да, а перед ней Вавилона Египетская. Это слои Земли, слои Земли. Мы скоро в этот с тобой слой сами врежемся, и вот космическая эра, мы их будем тормозить. И все друг друга тормозят, а потом вывернутся, и будем разлетаться в том порядке, в котором натормозились. То есть эпохи нас тормозят временными потоками, а мы это ощущаем телом как... Нет, здесь чисто физически, я говорю, физически мы двигаемся, потому что пространство внутри Земли не равно 12 тысяч километров. Оно равно, допустим, триллиону парсеков. А с какой скоростью двигаемся мы, потому что мы уже 4 тысячи лет ускоряемся туда. То есть это можно вычислить, как я подумал. Мы что-то ускоряемся, ну-ка еще раз повтори фразу. Ты что-то сказал не то. Мы ускоряемся, получается, замедляясь, возвращаясь назад, не должно быть. Ускоряется, замедляясь, это одно и то же, как это каламбур. Я тебе говорю, мы двигаемся с какой-то скоростью туда, в центр Земли. Идет сжатие. Мы туда двигаемся. Скорость это не ускорение. А вот ее производная является ускорение. Ее нам физические справочники дают. 9,8 метров каждую секунду наша скорость увеличивается в направлении центра Земли. Значит, наша скорость становится меньше, меньше каждую секунду на 9,8. Правильно? Это мы тормозимся. Тормодясь? Да. Получается так. Да. Каким-то образом скорость сравниваешься к оптиме? Ну, хорошо. Это же я тебе говорю, это как вариант гипотезы. Я тебе предлагаю, что силу тяжести, вот отсюда можно, по крайней мере, что-то сказать про скорость, про сжатие и растяжение. Ну, не будем это, как бы, это, скажем, не теория какая-то, что оно так есть. Это вот в качестве я подумал. Хоть какое-то объяснение есть, что мы тормозимся, и поэтому туда нас и влетаем. То есть... Стандартные теории, которые присутствуют, это все... Да, Игорь. Ладно, давай, дискуссии пока перенесем. Ну, то есть, это, я не говорю, что так оно и есть, но такое объяснение у меня вот пришло, я его вам сказал. Пускай оно там может быть глупое, но оно моё какое-то, как кто-то его может воспримет, кто-то покритикует, и за что спасибо. Может быть, какая-то ценная мысль придёт. Критиковать надо, напрягаем своё. Не, ну, критиковать надо, когда диспути у нас будет. А вопрос-то когда будет? А когда? Когда вы хотите? Когда вы хотите? Когда вы хотите? Когда лекция? Попсичь. Нет, давайте, давайте. Так, ну, мы сейчас, давайте, да. Ну, вот это я про пространство, это сейчас немножко про будущее и прошлое. Если это вот по этому вопросу, ну, как... Просто мы сейчас тогда завязнем. Сейчас точно не надо. Не надо вопросу, да? Тогда у нас пойдёт сейчас свалка. Хорошо. Вот если представить этот сфероид Земли, как я вам говорю, что он имеет фрагментарность прошлого, но я понял, что в этом сфероиде Земли есть ещё и вариантность прошлого. В чём заключается вариантность прошлого? Вот я справа его показал, как выглядит вариантность прошлого и будущего. То есть мы живём вот сейчас, вот если посмотреть, представить этот сфероид как дерево, на поверхности, где это дерево растёт. Есть серединка вот здесь, да, поверхность, лужайка. Мы видим вперёд ствол растящий, это будущее. И он нам видится, как единым с чем-то, да, идущим. И наше прошлое тоже на определённой глубину идёт как бы стволом. Но вот наше будущее с какого-то момента, у нас есть варианты, возникают, да. Мы там, может, туда-то поедем, станем тем-то, война там случится. Ну, понимаете, да? Вы все понимаете, что у нас варианты будущего. Мы даже не можем сейчас точно сказать, какое конкретно веточка пойдёт. То есть, но вы можете точно сказать, что завтра солнце взойдёт. Это зависит от глубины ваших знаний, насколько далеко вы можете сказать. Можете даже с кем-то поспорить на большую сумму, что вы можете будущее предсказывать в течение суток. В частности, восход солнца. Просто вы обладаетесь знаниями. Поспорьте скоротом. Также из прошлого, имея, в общем-то, какую-то глубину знаний, вы до какого-то глубины знаете корешок, по которому идёт. Но с какого-то момента вы про своё будущее уже есть варианты. Также и с прошлым есть варианты. Потому что с какого-то момента вы не можете с достоверной точностью сказать, а какая была история, она могла идти так и так за счёт того, что у вас есть фрагментарность только. Но вы покопали, откопали там какую-то часть Римской империи. Ну и два учёных, три разных вывода. И, соответственно, у одних пошла история сюда, у других сюда, у третьих сюда. Четвёртые приняли закон, что вот это вот правильно, вот сюда, а этих не считать. Защитим. Но если так вот посмотреться, то будущее это будет одно. И прошлое одно было. Вот эта вот линия была. Но, к сожалению, вот из реальности мы увидим будущее не полностью. Чтобы его увидеть полностью, мы должны полностью знать своё прошлое. Тот, кто знает полностью своё прошлое, тот и знает полностью своё будущее. Оно рассчитывается. Потому что смерть и рождение это события одной точки, сингулярной. То есть человек рождается, умирается одновременно. Ну это вот можете у Шмелёва посмотреть, Игоря Шмелёва. Опять же, к асимметрии отправляю, да? Так что в этом плане смерть и рождение появились одновременно. И мы просто двигаем, они двигаются по отношению к нам, а не мы к ним. Ну вот я хочу про прошлое сказать. Потому что с помощью прошлого можно влиять на будущее. Если вы хотите пойти по какой-то ветке будущего, вы соответствующий корень должны. Вот пример яркий. У нас же, ну вот Украина-то на лице, да? То есть за 30 лет поставили инородного правителя, и за 30 лет им сказали, что у вас история не такая, что вы не русские вообще были, что вы там такого-то рода. И через 30 лет выпустилось три раза со школы дети, и теперь кровные родственники, кровные враги убивают друг друга. А инородец сидит и радуется, смотрит там. Вот смотрите, а потому что они свое будущее увидели в другом. Им историю просто за 30 променяли, да? Вот и все. И сказали, что вот этот корешок верен, что Бандера – герой, терра-терра, вот это же там, вот оттуда. Все будущее управляется только через прошлое. Только через прошлое. Будущим нельзя управлять сейчас. Сейчас мы уже, то, что мы сейчас имеем, это те, кто управляли до этого. Это мы уже имеем. Если мы хотим управлять будущим, мы должны простроить свою историю, защитить ее вот от той части, что вот превратили, да, людей вот наших родственников, превратили в кровных врагов. И это очень серьезный момент. И надо понимать, что это все понимают, и поэтому законы приняты о защите исторической правды. Но какой смысл мы будем защищать здесь наш корешок, да, а в соседней там Беларуси или есть там Казахстане, прорисуют другой корешочек. И так же все на нас в будущем будут управлять. Надо переходить к глобальной истории. А как переходить к глобальной истории? Чтобы управлять далеким будущим, надо знать далекое прошлое. И вот сейчас, в 20 веке, в научно-религиозную эпоху идет битва за прошлое. Целая битва за прошлое идет. Она заключается в том, что нужны истинные факты, которыми можно построить в прошлом. А эти факты лежат в чем? В слоях вот этих. Их надо выкопать, достать, показать, зафиксировать и всем показывать. Вот здесь русские жили, тут это. Но надо землю фиксировать. У нас таких две фиксации было очень сильных. Это кольская скважина. Ее 24 года наши геологи бурили. Точно не просто пробурить, как американцы, и вымыть все оттуда. Бурят, стерженек достают, с 10 километров подымают, все трубки раскручивают, ложат в ящичек, опять опускают, опять бурят, достают. И за 12 километров, вот таких несколько тысяч ящичков, которые говорят, не то, что там римская какая-то эпоха, а что было на Земле там миллиард лет назад. Там все, в этих слоях все есть. Они плотные, но плотность можно раскрыть до каждого атома. Да, и сказать, где эти терны, это такое богатство, где они, скажите. Да, в 91-м году приехали американцы, и все эти ящички отвезли к себе. И если вы по Кольской скважине почитаете научную литературу, я вот сколько искал, даже температурный градиент не объявляется, какой шел, ни плотности, ничего, никаких первичных данных нигде нет, ни в нашей стране, ни за рубежом. Все данные, что добыли, увезены гегемону. Значит, это опять пишет, значит, нету данных первичных, а есть вторичные данные. Я про это сейчас и хотел сказать, про вторичные данные. То же самое с Антарктидой. Мы поехали на озеро Восток и добываем керны. Там же во льду находится атмосфера, которая была того года. 440 тысяч лет пробурили. Там идут слои каждую зиму, лето, они различаются. Первые 25 тысяч различаются по месяцам. Мы можем каждый месяц сказать, вот разрезали лед, смотрят, сколько там, допустим, кислорода, изотоп-18. Столько-то. Изотоп-18 образуется от активности солнца. Чем его больше, тем больше изотопов. Значит, можно построить график температуры. Другие изотопы, сколько пыльцы, какие там микроорганизмы, какие бактерии были. Ну, то есть, лед растапливается, это наше прошлое. И мы можем знать, что было на нашей планете. Ладоге вот удалось двух, наиболее, ну, вот Лукин Валерий Владимирович. Это наиболее известный у нас ученый, это Институт Арктики и Антарктики, те, кто и бурили, да, и в основные экспедиции все он возглавлял и руководил, в основном, всеми исследованиями на Антарктиде. Мы его посмотрите еще раз. Мало просмотров в 2018 году. Ради вот этого мы его и звали, чтобы задать вопрос по этой скважине. Значит, смотрите как. Мы бурили, а все вот эти льдинки собирали в ящики и отвозили в Париж. А из Парижа Вашингтон. Когда спрашиваем, а как нам-то-то, данные есть, Лукин мне там на лекции говорит, да, конечно, они опубликованы. А вы дайте, где эти первичные данные, сколько изотопа в таком слое, в таком слое. Нету таких данных. Я говорю, а у вас в институте есть? Да. Я говорю, я вам напишу, вы мне пришлите, я даже их нигде публиковать не буду. Это же открытые данные. Да. Написал, не ответили. Потом, ну, там же не один Лукин, у нас есть другие, там, кто с Артикой, Антарктикой, не будем называть. Тоже люди известны. У них спрашивают, а можно эти данные? Да, я выясню. Раз, нету данных никаких. Нету данных никаких. Потом и вот Екайкина Алексей Анатольевич, это молодой кандидат. Он конкретно просто каждый год летает на эту скважину, добывает этот лед и отсылает его по Францию. И вот он нам показывал про глобальное потепление, вот эти графики все. А я смотрю, там все на французском написано. Я говорю, а почему у вас на французском-то? А это я взял картинки с официального сайта Ассоциации глобального потепления. Там-то, там-то. То есть вот эти графики, хотя он и ученый, составили где-то в этом институте в Америке и в Швейцарии, используя наши данные. А вот я говорю, а вы сами-то лед топили, а у нас нет оборудования там определять эти изотопы, у нас нет лаборатории, мы только добывать можем. А тогда какую научную роль вы несете, показывая? И он рассказывает, что нет, мир идет по этим графикам. А почему мы должны в это верить, не имея первичных данных? Значит, вы поймите, что американцы нам могут рассказывать про глобальное потепление, а сами знать, что похолодание будет. У них же есть первичные данные, они знают прошлое, значит, они знают будущее Земли. А мы верим тому, что нам показывают, как Игорь говорит, вот он в интернете глянул, вот есть график по скользкой скважине. Вот. А они в этом институте опубликовали. С Лукиным вообще вот спасибо Валерию Владимировичу. Может быть, как бы негативно получается, но я этим людям очень благодарен, потому что они пришли в Ладогу и не побоялись. А Владимир, Валерий Владимирович... Вы не знали, что здесь у вас Владимирович? Нет, не в этом дело. Дело, ну вот там эта запись-то же осталась. Мы же его потом, он же уже на пенсии. Мы его спрашиваем, а вы как считаете, похолодание или потепление? Он говорит, а ну это доказано, что потепление. Мы говорим, мы не спрашиваем, как доказано, как лично вы. Ну, большинство ученых, он говорит, считает, что да. Мы не спрашиваем, как большинство. Как вы лично? И вот он не сдержался, сказал, я лично считаю похолодание. Это он лично? Он лично считает. Его личное мнение. Главного специалиста в этой области, который этим 20 лет занимался. Но он уже на пенсию вышел, он себе это... Когда мы такой же вопрос Екайкин, он говорит, да нет, такое потепление, это мое мнение, это доказано, и даже я в этом не сомневаюсь. А это надо быть полным идиотом, недоразвенным вандалом, если утверждать иначе. Я хотел бы ему сказать, а Лукин вот там сказал, что он недоразв... получается, по-вашему, недоразвитый вандал? Ну... Не в том, что сводить. То есть битва за прошлое заключается в том, что надо как можно больше получить достоверных фактов по глубине слоя, слоев. А эти факты у нас забирают. Забирают. Мы их добываем, а их забирают. Мы что, вот добыть это сложнее. Это надо... В Антарктиде 20 лет было на морозе туда людей. А вот сделать лабораторию три прибора купить? Денег не хватило. Ну как это объяснить? Вы можете это. Никак. Значит, получается, гегемон нас посылал туда копать и бурить, как бесплатную рабочую силу у наших ученых. А данных нету. Ну вот они это... На Востоке они вот так бурили, этот лед вынимали, я вам показываю. Вот в 89-м начали, в 12-м докопались. Да? Озеро. И сейчас нам это представят, хотят в России, как достижение, что это тем более воду с озера там, из-за этого. Главное, вынутые керны. Они колоссальной ценностью обладают. Это наша история. А та там, что в озере там, это уже... А у нас сейчас представлено так, как будто мы бурили для того, чтобы в озеро попасть. Да бросьте. Чтобы в озеро попасть, мы бы пробурились за один этот, буровой бы прошел. Лед, как по маслу. Надо было вынуть керны, все достать их, распилить слои, промаркировать, отправить во Францию, в Америку самолетами. А озеро-то, кому это озеро там, что от него, от этого озера-то? Да ничего. И в результате, вот что мы имеем про наше официальное, сейчас у нас есть прошлое. Это прошлое нам дали американцы. Из нашей скважины. Вот я вам... то, что мне удалось найти. Они в интернете выложили эти данные, которые я просил у Лукина. Он говорил, что есть. Выложили только американцы. Они выложили шагом в 300 лет. Температуру, это изотоп кислорода 18-й, углекислый газ, да, по слоям. Ну и запыленность они выложили. Ну, хорошо. Вот отсюда я увидел запыленность. Вот то, что я вам говорил, потоп начался, запыленность, значит, упала, так как 150 дней шел дождь и пыль прибила, да. Но опять, я вот, понимаете, беру и пользую то, что мне дали не первичные данные, а те, кто владеют этими данными, нарисовали вот так. А там, может, совсем не так. Я уже вот выводы делаю такие, какие им надо. А мне ничего не остается. Либо ехать самому бурить и брать приборы, получить кроме... Значит, на ученых надежды нет. Я вас всех людей призываю самим бурить, добывать, брать приборы, мерить энергию солнца и самим делать своим разумом выводы. Не верить им никак нельзя. Никак. Не доверяйте им. Вот отсюда... И ничего с этим не сделать, понимаете. Вот есть... И вот получается, вот видите, как... Ну, зато интересно, здесь каждые 150 тысяч лет, это же 440 тысяч лет назад, всплески температуры. Мы сейчас живем вот здесь слева, да? И даже здесь слева видно, что идет понижение температуры, потому что вот были вот всплески, что земля становилась теплее, льды на Антарктиде. Таяли. Ну, колоссальнейшая информация. Она настолько мне была интересна, но меня поражало, что эту информацию добыл наш институт Арктики и Антарктики, а эти графики я смог найти только в Википедии, и они даны американцами какими-то. А у нас приходит в Ладогу главный научный этот и данных не дает. Хотя говорит, что они открытые и доступные, потому что по договору об Антарктиде все научные данные являются всеобщим достоянием. Но их нет. И с тем, у нас у Ладоги много там в этом Арктике, не один сказал, что эти данные достать даже его, просто их нет в самом институте нету данных. Так что, потому что если эти данные, Россия сможет точно понять, что будет холодание, потепление. А сейчас они придумали потепление, и все страны заставляют платить им. Америка, а на Гегемон? Америка, она гегемон. Все платят гегемону. Ну, про что вы? Это гегемон научно-религиозной эпохи в нашей. Ну, вот, соответственно, вот так выглядела Кольская скважина. Получается, что и Советский Союз играл в эти игры гегемона. То есть, эту скважину мы делали для американцев и для западной цивилизации. Они попросили, мы для них делали. Их интересовал этот участок. И они потом пришли и все забрали. А почему вы сами не заинтересовались? А мы кто такие? А кто вы такие? Низия. Нет, ну. Вы тогда свою историю узнаете вдруг. А узнаете историю, узнаете будущее. Ну, вот это еще я закончил по поводу вот того, что будущее у нас находится в этих слоях. И за ним надо самим. Пока вы сами не начнете добывать данные. Я вот энергию Солнца померил. Я знаю, сколько энергии Солнца сейчас. В абсолютных джоулях. И могу назвать и посчитать. Ну, это никто... Кому надо? Вы пользуетесь? Я могу. Хорошо, пришлю. Сейчас вот не буду просто эти... Но я скажу, что она от этой цифры, что они дали, на 14 порядков меньше получилось. Ну, потому что легко посчитать энергию Солнца, которую она отдает в пространство. Когда Юпитер приближается, Солнце пригасает. Они же сами меряют. Они померили и нам это дали. Я знаю, что когда Юпитер приблизился, я же апертуру-то знаю, он больше, больше площадь берет. А сколько падает на поверхность энергии, я знаю. Соответственно, я знаю, на какую часть своей энергии Юпитер больше стал забирать от Солнца. Насколько оно погасло, видно из этой постоянной Солнечной. Соответственно, зная энергию на Земле или на Юпитеру, сразу понимаешь, какова энергия Солнца. Она равна ровно количеству энергии, которую потребляет каждая планета. Все. Там баланс, как вот в этой стоячей волне идет. Сколько... Вот если планет нет, то она бы вообще ничего не выделяла Солнцу. Светилась бы ярко-ярко, но перегорела бы, наверное. Ну, теперь вот к синхронизации. К синхронизации. Давайте уже вернемся к эпохам. Ну, чтобы было понятно, наверное, сейчас такие школьные вещи вам просто рассказывать буду. Ну, примерно так выглядит наша Солнечная система. И Земля, я вот показал, что она вращается вот это по центру Солнца. Если смотреть с северной стороны, где мы живем, на нашу Солнечную систему, вот так будет выглядеть эта картинка. Земля вращается против часовой стрелки, и вращаясь вокруг Солнца, тоже против часовой стрелки. А сама прицессия оси, которая у ученых 25776 лет, она по часовой стрелке прицессия. Прицессия – это наклон оси, который меняется за полный круг зодиака. Ну, у древних почему-то прицессия была, цикл посчитан 25-920, а у современных 25-776. Но я больше древним верю. Когда я считаю, я по древним. Всегда считаю, значит, прицессию по древним. 25-920 лет. Полный цикл. Что значит? Вот сейчас у нас планета своей северной осью смотрит на полярную звезду, да? И угол отклонения получается от нормали 23,5 градусов примерно. Что вызывает у нас зиму и лето в северном и южном полушарии. И только на экваторе, значит, там нету зимы и лета. Это очень хорошо, что у нас есть прицессия, так как более равномерный климат получается, да? Причем Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите. Есть два фокуса. В одном из фокусов стоит Солнце. Дальняя точка слева удалена на 152 миллиона километров, называется Афилий. И ее Земля проходит 4 июля. А ближняя точка 147 миллионов километров перигелий. Проходим мы 3 января. И нам повезло в северном полушарии, опять повезло, нам постоянно везет, что мы проходим ее в перигелии, потому что мы зимой получаемся ближе к Солнцу почти на 5 миллионов километров. А вот в южном полушарии, там наоборот, там зима, и они еще и дальше от Солнца. И там зимы более суровые. Вот в Антарктиде зима более суровая, чем на Северном полюсе. Соответственно, Антарктидчики это знают, что южная зима, но там практически нет континентов. Все континенты как-то больше к северу. Ну, и есть две точки весеннего и осеннего равноденствия, от которых и происходит человеческая синхронизация. Синхронизация человеческой жизни, человеческой цивилизации происходит в основном по весеннему равноденствию. При том, так как движение Земли неравномерно, так как эллиптическое, Земля к перигелию подлетает с большей скоростью. И сутки становятся зимой длиннее, примерно на 8 секунд. Солнечные сутки. Это сутки между полднем. У нас астрономы считают, кстати, астрономический день считается по полдню. От полдня к полдню. Только гражданский почему-то от 12, от полночи до полночи. Полночь нечем померить вообще. Можно померить полдень. Ставите палочку, смотрите тень, полдень. В следующий раз Солнце сутки прошло, опять прошло эту точку, отметили сутки. Четко мерится, это день. Соответственно, если так палочками мерить, зимой дни более длинные, на 8 секунд длиннее. А летом более короткие, примерно на 8 секунд. Короче получается. То есть сутки идут у нас, как бы получается, несинхронно. Есть некоторая разница. И только во времена равноденствия сутки равны тому, чему они были приняты в качестве эталона. А в качестве эталона они были приняты в далекой древности, что солнечные сутки между двумя полуднями равны 86 400 секундам. И здесь основной смысл синхронизации. Вот солнечное время, если сравнивать с механическими часами, это уже давно было замечено, в течение года вы включили хронометр, то видите, в начале года солнечное время отстает от среднего, потом вот так колеблется, и потом опережает. Но за год и астрономы используют такое понятие среднесуточные солнечные сутки. То есть это берут все солнечные сутки, что они вот так померили за весь год, и среднее вычисляют. И оно приравнивается к 86 400 секундам, как к эталону. И у нас всегда был такой эталон секунда, который от этого шел. Но теперь вот к прецессии вернемся. Прецессия заключается, как я вам сказал, в том, что в какое-то время планета начала иметь, наклон оси изменила. Появилась прецессия, что говорит о том, что она уже довольно взрослая планета, принимает эллипсоидную форму и будет стремиться стать Тором. И вот зодиакальный круг в соответствии за 25 920 лет ось Земли проходит полный круг. Сейчас мы находимся вот здесь, на 2012 год, и наша северная полуось Земли смотрит на полярную звезду, которую в древних называлась звезда Тара. А ее ноты сейчас до диез этой звезды. Ну, про ноты это я так вперед вам сказал, потом я... Ну и вот я вам написал все планеты, то есть звезды, как они называются, и привязал их к нотам. Как вы понимаете, 12 у нас нот и 12 звезд, которым будет... И начинается это с пик Геркулеса, соль. Там будут три звезды Геркулеса. Соответственно, вот когда была в римскую эпоху у нас полярная звезда была Кахаб, в египетскую эпоху вавилонскую Турбан, до этого была Йота Дракона. Это период мегалитической истории. Сейчас у нас полярная звезда, и мы постепенно в течение 2160 лет, в 4172 году пройдем эру Водолея. Мы вошли в 12-м году в эру Водолея, и у нас будет полярной звездой Аль-Рай. Звезда Аль-Рай. И это будет нота Ре. Потом Ре-Диез, соответственно, Ми, Фа и Фа-Диез. Ну и, как я вам говорил, по гармонию Соль рождение, Соль-Диез, ну, приближение, потом будет Од, между Соль и Ля будет отделение, потом Ля, Ля-Диез, Си, До, до доминанта, после доминанта развития уже не будет, вот, До, До-Диез, после До, то есть в музыке До-Диез, и дальше, когда развился, уже будет Ре-Работа, Ми-Богатство, Чудеса, Фа-Мудрость, и переходим в следующий цикл, нас выворачивает, мы превращаемся в звезду, и начинаем учить других. Вот так красиво это вот я вам составил, здесь есть года, есть звезды, и есть ноты, которые можно сюда приложить, их тоже 12, как созвездий. Вот теперь смотрим на этом зодиакальном круге нашу цивилизацию, в которой мы сейчас живем, и эпохи которой. Наша цивилизация родилась, как я вам сказал, вот потоп я вычислил, из американского графика, вот из этого, да, в основном, но там 300 лет шаг, вот точно сюда года другим способом. Там у меня есть, как я вычислял, в другой работе, можете посмотреть. Вот получается, это была тогда пик Геркулес, это нота соль. То есть, во время потопа наша цивилизация только зародилась, то есть, это ребенок, который еще в теле матери был. Вот, потом соль диез, и вот примерно отделение произошло нашей цивилизации, это нота от, это было в созвездии Рака. И вот у Рака интересная такая картинка, да, нарисована. Вот это и есть отделение было. Вот здесь вот наша цивилизация отделилась от предыдущей, от богов, в созвездии Рака. И вот уже ноля мы вышли в близнецы. То есть, родился близнец того, от чего было. Да? И вот здесь находится дата 5509 год до нашей эры, от сотворения мира в звездном храме, в славяно-арийском календаре, это эра близнецов. Здесь же находится 4713 год, 1 января до нашей эры, это юлианская дата. Это астрономы считают все астрономические события от юлианской даты. Это 4713 год до нашей эры, 1 января, полдень, понедельник, на Мириадеане, Александрии. Вот от этой даты и от этого положения в то время все события, которые происходят, метеоры, луна, все астрономы считают вот от этой точки. Называется это юлианская дата. Они ее вычислили, да? Это был понедельник, 1 января, 4713 год до нашей эры. 12, полдень, 12 часов. У них начался, начало, это был нулевой день, начался первый день. И 2 января в полдень, астрономически у них начался второй день. То есть у них даты в полдень переходят. У астрономов всегда так. Ну и далее вот мы входили в Нату-ля. Это детство. Наше детство это и было вот золотое время. Вы видите, Ната-си, ля, рассвет. Вот основание Рима, куда приходится. Она приходила на Овена. Если вы помните скульптуру вот этой египетской Овены, да, божественные. Сначала была Турбана, Тура, которого сменили потом Овены. Вот потом 45-й год, Юлианский календарь до нашей эры. Юлий Цезарь вел Юлианский календарь. Это было под звездой Кохаб. И мы вошли в доминанту. Римская империя была доминантой развития. То есть уже взрослыми цивилизация становится взрослым. Значит, вот до диез все. После до диез человек не развивается. Это взрослый человек стал. Он уже не может расти, улучшать свою структуру или еще что-то. Дальше только будет Ре работа. Взрослый человек может только работать и добыть себе Ми богатство и потом стать Фа мудрым и создать новую этот. То есть вот мы дошли до 2012 года, дальше наша цивилизация уже развиваться не будет в плане развития. Мы дошли в взрослой жизни. Дальше будет одно царство, взрослое царство. Пятое царство я его называю. Это взрослые жизни. Дальше мы будем вот такими, как выросли. Ну и так же мы в жизни. Вы понимаете, вы выросли все взрослыми, вы уже после ноты до не меняетесь, точнее до диез. И вот здесь нам вводят Григорианский календарь, вам точку отмечаю. Мы сейчас находимся в Эре Водолея. И вот я вам теперь предыдущие эпохи. Смотрите, я вам на этот, как оно все ложится. Значит, вот когда мы отделились в эпоху раков, еще при богах, была эра, или сейчас мы ее называем эпоха богов. От нее нам остались пирамиды, сфинксы, вот эти все энергетические сооружения, которые без батареек работали. Это вот эпоха, я ее называю, богов. Тех, кто родили нашу цивилизацию. Они тогда жили вместе с нами. И это было примерно в созвездии рака. И тогда было вот эти три звезды Геркулеса, они назывались. Соль, Соль, Диес и Ля. Вот я эти звезды сюда перенес, чтобы они тоже здесь присутствовали. И вот когда уже произошло отделение и ушли, была мегалитическая эра, родовая, близнецов. И она характерна, она была каменной. Это были сейды, дольмены. И я вам читал, что вот в этих устройствах было заложено очень интересное генно-модуляционные свойства. По сути дела, в это время человека генетически создавали. Ну, так вот вот эти остались как шкарлупа от этого. И боги вот здесь уже уходили в эпоху близнецов. Но вот эти сооружения, дольмены и прочего, они строили. Это не те люди, не наши люди, не мы. Нам их помогали строить, мудрицы какие-то. А вот уже когда сами мы немножко начали, это вот эпоха Тельца, Золотой Телец. Это Вавилоно-Египетская эра, это была детская эра. Там главным металлом было золото. Все было в золоте. Вот этот золотой Телец, вот этот вот культ Асписа, коровы Ио, которая вот с золотом на голове. Эта эра Вавилоно-Египетская, она перешла постепенно в греко-римскую, в эру Ована. И там появились вот эти вот уже изображения не Тельцов, а Ованов. Вы много в археологии посмотрите, Ован довольно распространенная скульптура, вот я вам показал. И эта эпоха греко-римская была медная уже, медная. Когда эта эпоха закончилась падением Рима, падением Рима, то началась эпоха рыб. Если ты как-то открыл, на меня тут просто дует. Ты тут с меня решил это, чтоб я охрип диверсию сделать. Понятно. Вот смотрите, греко-римская это уже была школа наша. вот это детство египетское это мы в детском саду делали, что хотели, золотое детство, то школа это медная, это классовое общество, это уже по классам мы пошли, медь, а медь это учеба, 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 греко-римская эра, сплошная учеба, это медная. И дальше мы перешли в научно-религиозную, я ее назвал вот, эрбино-иудейская эра, да, как вначале я вам говорил, в эру рыб, и вы знаете Христос это рыбы, у него как бы Христоса двумя рыбками обозначают, это его символ, это символ эры рыб, она началась в 148 году до нашей эры, как вы видите, в первом году Христос родился, и оттуда мы читаем это, и это уже примерно на институт, это уже научная религиозная школа, либо вы идете в семинарию, либо в университет, уже в общей школе по классам не учимся, разделение идет, и вот это разделение в нашей цивилизации четко государева богу богу, значит вы не суетесь в монастыри, а мы не суемся в вашей академии, да, и на мир смотрим, вот там разделение, мы наблюдаем в научно-религиозную эпоху, значит, вот пятая эпоха, которая начинается, космическая эра, она началась, это вот мы уже дошли до до диез водолея, и все, мы станем взрослым, мы окончим институт, дальше мы будем только работать, никакого развития в космическую эру мы дальше уже не получим, вот сейчас все доработали, дальше все это будем использовать и реализовывать, и это получается наступает Пятое Царство, Пятое Царство, если посмотреть это название по пророку Даниилу, христиане очень любят пророка Даниила комментировать, потому что они считают, что пророк Даниил сказал именно про христианство, что оно Пятое Царство, но оно четвертое, четвертое, крест, пятая звезда, они немножко обсчитались, потому что они рубагов почитали, раз, два, три, четыре, пять, космическая пятая, а так как они это любили, они это очень много пропагандировали, вот я, давайте, кто такой пророк Даниил, которого любит религия, а это пророк, который жил в Вавилоне, то есть золотое детство наше, вот когда телец был, и который худоносору предсказал будущее, он вообще был пророком, это был шестой век до нашей эры, то есть это еще за 600 лет до христианства, и когда его этот великий царь, владелец мира всего в то время спросил, что нас ждет, он ему так вот сказал, ты на вуху худоносор, это золотая голова, первое царство, после тебя восстанет другое царство ниже твоего, еще третье царство, медное, ну он имеет ниже его, это египетское, а потом третье царство, медное, это будет греко-ремское, которое будет владычисовать над всей землей, а четвертое царство будет крепко как железо, и научно-религиозная вера наша сейчас, это железо у нас, железо, стали у нас основной металл, а до этого было медь, а до этого золото, четвертое, да, железо, и как железо разбивается и раздробляет все, так и оно подобно всесокрушающему железу будет раздроблять и сокрушать, Бог небесный, воздвигнет царство пятое, которое во веки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. ну, если мы посмотрим поэты, что научно-религиозное и железное это одно и то же, а соответственно пятое царство получается то, которое началось с полета Юрия Гагарина, и она у нас будет кремниевая, а не железная, она уже и сейчас кремниевая в основном, основные наши изделия, компьютеры, смартфоны, и многие, многие, многие вещи будут из кремния, железо будет уходить. А Даниил это еще сказал, когда была золотая эра. То есть получается, что мы стали взрослыми и уже дальше сами не сможем развиваться, мы сможем развивать искусственный интеллект, создавать роботов, которые смогут летать в космос, или создать другую жизнь, которую мы будем создателями. Но сами мы уже развития не получаем. И это получается, пророк Даниил говорил, про нас, ну, про космическую эру. И в таком вот понимании я вам бы хотел показать, что ну, вот такие картинки, что Пятое Царство-то, оно будет в России. Четвертое Царство, это было научно-религиозно, а вот пятиконечная звезда, это и символ Пятого Царства. Он и выражен именно вот такими символами. И вы знаете, где эти символы находятся. Они находятся именно там, где будет центр космической эры. Он сейчас уже там и есть. Вот об этом интересно Андрей Пылинин рассказывал, да, по поводу, как это архитектурно, битва крестов и звезд у нас тут проявляется. А крест это четвертое, это христианство, научно-христианская вера, да. Ну, и теперь вот что интересно, давайте я бы хотел рассказать, ну, раз это биологическая жизнь, наша цивилизация, то у нее должно быть имя. И я задумался, если этот ребенок родился вот тогда в эту эпоху, да, далекую, ему же кто-то дал имя, вот как имя этого человека, который родился 9000 лет назад, ну, 6000 лет, да, у него уже есть имя, и я попытался узнать его имя. Я понял, что его имя Иван, либо Иоан, либо Иоан, Иоан, либо Иоан. Почему я-то, я вот свои мысли, как я. Ну, вот так я представил это вот у нас Александр Златокрылин Ладогу от Ладоги ездил в этом году на Зигелевские чтения, картинка из его, это космический человек, как бы вот наша цивилизация можно представить как человека, потому что она похожа на человека, соответственно, и имеет, каждый человек имеет имя, как и планета каждая имеет имя. И почему я решил Иоану? Ну, вот, допустим, если брать начало Рима, вот это вот картинка, это Виасакра, главная улица, лунная дорога, которую построили в начале основания Рима, да, Виасакру. Первый храм, который был построен, это был храм Иоануса. У нас его ученые этих называют Януса, но если пишут они его через букву И, Иоанус, и он был, у них четырехликий, там было четверо ворот, потому что Янус не двухликий, Януса называют двухликим, только по римским монетам, потому что на некоторых монетах четыре лица не изобразить, изображали два лица. А вообще это и четырехликий Иоанн, смотрящий во все стороны. И вот, если вы посмотрите, вот, Курии Рима, это из лекции по диаскурам, да, вот, когда Рим образовался, вот, вот на стороне той Тибра, где жили эти русские, этрусские, да, ихняя курия называлась Иваникусу, Иваникулус, Иваникулус, Иванами, то есть, за рекой Тибром жили Иваны, а храм вот этот вот, он был этрусским, посвящен Ивану, или Иовану. Ну, вот, что касается монет, вот так двухликого Януса рисуют, и детям сейчас рассказывают в энциклопедиях всяких, что Янус двухликий. Нет, он четырехликий. На некоторых монетах, видите, более талантливый мастер изобразил три лица, потому что четвертое, как бы там, не могут изобразить четыре. Четырехликий он. И это не Янус, а Иванус, Ианус. Вот так вот, Ианус. На латыни и пишется Ианус. Просто это очень сильно связано с русским, и поэтому на Западе не любят, когда трактуются, что по-русски. Поэтому Янами начали называть, Янами, типа Яны. Но вот эта четырехликость, она же идет от всевидящей, от всеокости. Вот Брахма, он тоже четырехликий был. Это и есть Иван в представлении индусов, Иван это Брахма. Четырьмя лицами он смотрел, смотрящий очами во все стороны очарованный. Вот и есть, это и есть Брахма. Смотрящий очами во все стороны очарованный. То есть, очами ровно во все стороны, ровно во все стороны очарованный. Это в переводе Брахма. Вот у нас первое заседание в этом году было послание Хамбаламбы Итигилова, Итигилова, извините. Вот эти слова я Васильевой задавал и удивительно. Кто такой очардарь лама? Да? Помните ответы? А нету ответов. Не смогли, да, Васильева тоже так сказала. Ну, там, и нигде в интернете я не смог найти, что значит очардарь лама. А что Итигилов так говорит? Итигилов говорит такие изумительные слова, обращаясь к своему народу. Он же говорит, этими словами довожу учения для напоминания и сохранения, чтобы вы сохраняли память. Что есть три способа познать этот мир. Это первое. Если вы нашедшего человеческую драгоценную свободу, трудно найти. То есть, есть люди, которые имеют драгоценную свободу, то есть, имеют свое мнение об этом мире. могут его воспринимать, изучать и говорить, какой он есть, а не пользоваться чужими мыслями. Этим людям дарована свобода. И найти таких людей, Итигилов говорит, как? Трудно. То есть, вы можете поискать и найдете человека, который открыт миру и знает о мире. Все. Ему дарована свобода. Но его трудно найти. Но они есть, говорит Итигилов. Второе. Встретившего драгоценное учение Будды трудно встретить. То есть, если вы не можете найти человека, которому открыт мир, забегая вперед, говорю, что таких людей у нас сейчас много, их становится все больше и больше и больше, так как мы ходим в космическую эру, и многие из нас становятся открытыми. Вот там же Наталья Овсиенко выступала, вот она открылась миру и смогла в ледяной воде с китами плавать. Как же так? Это же наука говорила невозможно. Это что, погибнешь сразу. Вот второе, он говорит, это найти того, кто познал драгоценное учение Будды. Но того трудно встретить. То есть, еще найти буддиста, который все познал. Ну, Итигилов сам буддист, поэтому, как бы, говорит, что второй путь познания. А третье, он говорит, к хозяину здешнему о чердаре ламе трудно попасть и пообщаться. Он называет, что здесь, есть на земле, есть хозяин, который называется очердаре лама, но к нему трудно попасть и пообщаться с ним. Но трудно, это не значит, невозможно. И, ну, вот, есть комментарии к этому посланию на сайте института Итигиловых, но там вот это не комментируется о чердаре лама. Васильева тоже не смогла сказать, и в интернете ничего. Но, когда я что-то недопонимаю, я просто обращаюсь к родному языку. С родного языка очердаре обозначает очами дарящий. Очердаре, очами дарящий. Значит, это Иван. Значит, это Брахма. А по славяно-арийскому это сварок. Сварок. Ну, вар, вар. Вар – это наша вселенная, которую сварок варит. Он творит, ну, варит новый мир. Отсюда и вар. Это в противоположность Ра. Ра – начальная энергия. А ар – это уже молодой, растущий. Мы как… Основной моего принцип. Гласное слева – растущая, гласное справа – уже сформировавшая. То есть, вар – это говорит про ар, что это растущий мир. Вар. Его варят. Отсюда сварок – это тот, кто варит этот мир. И у него вот, вы тоже вот видите, четыре стороны вращаются у сварока. Потому что он варит вар. Он с варом идет. Ну, и отсюда главный месяц, это самый почитаемый месяц. И в честь Ивана его и назвали Иваном варящий мир. И римляне назвали, назвали его Иоанн вар. Иван варящий. То есть, Иван сварок. И первый храм в Риме был Иоанна. Иоанн. То есть, Ивана варящего мир. И Юлий Цезарь ввел первый, что год стал называться Ивана. А у них каждый год, каждый месяц, то есть, вот это, дальше у них пошел март. Они, это, ну, славянская богиня Мара. Да. Дальше у них апрель. Это богиня весны капель, а мая богиня весны, юна богиня лета юная. И дальше у них не было. У них дальше цифрами шли. Пятый, шестой, седьмой начало года. Ну, вот я вам смотрю, что они январь обозначают Иоанну Саварящего. И если вы подумаете, вот эпоху научно-религиозную, ведь Христа направлено направил на его путь Иоанн, он его благословил, крестил, Иван Христа направил. То есть он и есть Иван. Это вот у Леонарда да Винчи так изобразил Иоанна Крестителя. Он крестил Иисуса Креста и он его направил. Вот этот Иван, а в римляне его Иоанн Иоанну сам называли и месяц в честь с ним этого Иоанна. А в религии его Иоанном Крестителем назвали. И если вы знаете, что мощи Иоанна Крестителя всегда были в Петербурге, ну не всегда, а были привезены сюда Мальтийским орденом, предпавлены и подарены, и были у нас украдены, вывезены в Европу во время революции. И сейчас находится в Черногории. Его Десница и еще там какая-то часть, да? Ну, Православная Церковь их обратно не требует, как бы это общее достояние, туда даже из России пускай без билетов, бесплатно вот в этот монастырь, кто хочет посмотреть. Но я вам скажу, что эта мощь должна быть возвращена, потому что Иоанн отсюда, вот здесь вот мы и реализуемся в Пятую эпоху, в Космическую Эру. Кроме того, было такое поверье «Белый царь Иван над царями царь». Это сказание монгольских и тюркских народов. Вот это интересная вещь, сказание монгольских и тюркских народов «Белый царь Иван над царями царь». Интересно у Марка Пола в его дневниках, когда они пришли в Каракарум и обращаются к хану, что «О, великий владыка мира, мы тебе пришли там с запада». Он их останавливает, речь говорит «Я не великий владыка мира, я подданный царя Ивана, живущего на севере». И для них это была неожиданность. А у них в сказаниях монгольских народов «Это царь Иван, белый царь». Этот белый царь и у нас в наших народах. Вот, допустим, на монетах Ивана, ось Ивана, Пугачева. Пугачева. Вот пугачевские монеты. Вот видите, он пишет «БМ» «Божией милостью, белый царь» Петр Третий. Почему он себя назвал белым царем? А потому что это владелец нашей цивилизации. Белый царь, он же Иоанн, Иван. Ну, это вот я свои мысли высказал, что если цивилизации нашей дать имя, то по моему мнению, это лично мое мнение, какие факты на это место подвигли, я вам показал, что это имя Иван. И что месяц январь, это и есть упоминание этого, что это Иван Варящий, Иван Сварок. Ну, вот на этом еще некоторые. Это и дальше я буду говорить уже другую немножко тему, синхронизация времени и землячайка. Если хотите перерыв, не хотите дальше. Сколько у нас времени, это же не знаю. На 17-е мы переходим? Я не знаю. Нет, наверное. Сейчас 20. Сейчас 20. Сколько еще есть, у нас времени-то? Много. Вопрос-то можно... Ну, вот как... Давай, давайте. Да, да. Давайте Лена будет командовать. Вопрос 1. Володь, ты сейчас задаешь. Даем 15 минут перерыв на покушать и дальше продолжаем. Вопросы тогда после обеда, пожалуйста, следующие. Участник клуба Владимир. Владимиру вопрос не в первый раз. И он такой не сейчас ответить, да, но все-таки поразмышлять. Я согласен с выводом Владимира о том, что у нас кризис в классической физике. Это очевидно, это сегодня заявляют все. Однако, вот Владимир озвучил фундаментальные понятия пространства, время. И как релятивисты искажает пространство, искажает время, как будто сущность материальная. Вот мне все-таки хотелось, чтобы Владимир внимательно вот в этот вопрос как-то более обширно разобрал философский, потому что пространство не может никак искажаться. Пространство это понятие абстрактное. Есть пространство, в которое включает все материальное, что нас окружает. И время, как философское понятие, еще до сих пор никто не мог ответить. Хотелось бы более тоже подробно, что такое время в том понятии, которое вот у нас озвучивает сегодня докладчик Владимир. Спасибо. Ну, я в общем-то и ко времени пространства часто обращался, особенно в асимметрии есть, это я же было. И сегодня вам это, по-моему, говорил, в моем понимании пространство, оно у нас, вселенная, ограничено, постоянно, и не может меняться. Меняется материя. Она может сжиматься, разжиматься, расширяться, сужаться, динамически двигаться, при этом пространство остается снаружи. Ну, это очень про асимметрию много. Там же я и про время говорил, что в ограниченном участке пространства и времени можно организовать бесконечно текущую во времени жизнь. Так, еще один вопрос сейчас до обеда попросили. Благодарю. Вначале подхалимское эмоциональное высказание. Как хорошо, что существует клуб Ладога. Ваш доклад навел меня на неожиданное предположение. Гагарин и Хамба-Ламба Этигелов родились в России. Гагарин вознесся в пространстве, а Этигелов во времени. То, что он до сих он опустился в прошлое и вернулся обратно. Можно ли Этигелова считать провозвестником новой эры. Эры вознесения в пространстве и времени. Разница в 30-40 лет для таких циклов это, в общем-то, почти мгновенно. Эра не только русская, она российская. Потому что Россия это многонациональная нация. российская, назовем так. Все, спасибо. Потому что римская, вот как мы говорим, римская, это же не то же там. Рим состоял из разных национальностей. Греко-римская, да? Ну, будем, просто в моем мозгу российская и русская это одно и то же. Без национальности. Просто понятие русского, мне кажется, это просто оно в 18-м году, ведь национальность русскую, русские создали в 18-м году, не было русских в 18-м году. Был русский народ, он и сейчас есть, и было три национальности, великорусы, малорусы и белорусы, да? То есть, ну тут вот это вот нам инородцы они напортили, а сейчас нас еще и воевать заставили друг с другом. Так, какой-то вопрос? Да, это вот событие входит в масштаб эпохального вот такого, что да, такие события, как вознесение, ну, просто мне раньше мысль не проходила, что у него вознесение было в другую сторону просто, то есть, он ушел вглубь и обратно вернулся, да? Потому что все как бы наоборот вверх и возвращались. Ну, вот для меня какая-то новость, но это событие тоже, мне кажется, эпохального масштаба. Кроме того же, эти дела все считают воплощением Будды в данный момент в России. Так, вопросы есть или сейчас тогда на 15 минут прерываемся и потом вопросы задаем? А, пожалуйста, пожалуйста, соображения, да? По поводу национальности русской, национальности русской нету. в советское время пытались организовать новую общность народов, советский народ. Так вот, это фактически перепев русского народа, потому что русские, это много племен, объединенных в одно целое, в основном территориальной общиной. Что означает слово Русь? то, что в названии, так сказать, моего канала, тавтология, рус, свет, это свет, нетварный, божественный свет. Поэтому это не национальность, это способ жизни, способ мышления, способ объединения, можно назвать так, да? это как раз-то самая новая общность, которая объединила многие племена, и не только родственные между собой, но и другие, там и тюркские племена, и все, кто жили на данной территории. Вот, что я хотел добавить. Вот, хорошее дополнение, я что хочу, уже начинаю хрипнуть, ладно, дополнение то, что в новой космической эры все станут русскими, в широком хорошем понимании этого слова изменится, будет такое отношение, вот про что Володя и сказал, неважно, здесь национальность не имеет значения, это новое свойство человека будет, новое ощущение реальности, люди по-другому реальность будут ощущать, будут ощущать реальность так, как ощущают ее русские люди, то есть люди всех национальностей, которые открыты к миру, и хотят, чтобы и планета, и все вокруг жили хорошо. Владимир, я бы хотел немного поправить вас, где вы пишете про эпохи, вы пишете космическую, вы показываете эпохи, космическое начало, я думаю, что это не полет Гагарина будет, а быстрее где-то 30-е годы после Первой мировой войны, потому что когда был заключен Версальский мир, германии запретили иметь вооружение, тогда Вернерфон Браун стал создавать ракеты. Именно только после этого в 57-м году, когда были созданы первые ракеты, Королев запускает в космос первую ракету, вот тогда начинается космическая эра. До этого были спутники с животными, с крысами, но Гагарин уже начинает летать только после всех полных испытаний в 60-м. Я понимаю, да, это вы говорите про технику, но то, что я рассказывал, я связывал вознесение Христа, понимаете, там люди важны, каждая эпоха открывается конкретным человеком. А то, что там ракету послали, ну и что, может быть, при Иисусе Христе там какой-то крест вверх в небо поднимали. Нет, это не так. Дело в том, что... Ну, вот то, что вы говорите, просто в справочниках, космическая эра у нас считается от запуска первого спутника. Это так считается. Это одна. Я считаю, это относится к людям, а не к технике. Да, но полетел-то человек, никак нельзя считать начало мэра там полет какой-то ракеты. Нет. Полетел человек на ракете. Но, да, была запущена в космос. Другие ракеты с биологическими организмами, следовательно, надо считать от того момента, когда... Мы рассматриваем человеческую цивилизацию. То есть, первый космонавт среди собак была стрелка. Первый космонавт среди черепах была черепаха. Да. А первый космонавт среди людей был Юрий Алексеевич Гагарин. А я могу поспорить? Может быть, американцы запускали... Я говорю, за нашу космическую эру, а не за эру кошек, собак и черепах. Да, но космическую эру открывает что? Эти собаки и черепашки никакого отношения к нашим эрам не имеют. Нет, но космическую эру что открывает? Запуск биологического объекта в космос. Космическую эру в космосе. Да. А до этого? А обезьянка или... Минуту. А до этого? А до этого были эксперименты. А до этого запуск. Вполне возможно, и в средние века запускали обезьянок пушками вверх. Это не о чем. Может быть, но я не знаю. Декард летал, да. Не знаю. Это формализм. Подход, что просто взлет. Уточнение. Это не формализм, это уточнение. Не, ну я рассказываю про человеческую цивилизацию. Да, пожалуйста. когда-нибудь цивилизация собак разобьется лучше человека, они докажут, что первые в космос летали собаки, а не человек. А люди они использовали в своих целях. Но это будет другая история. У нас уже переводчики есть с собачьего языка на человеческий. Продаются. Да? Здорово. Так что, продюсер, Сергей, мне о них говорили. Пожалуйста. Дополнение сделаю. Вот возник вопрос о пространстве времени, да, и прозвучало, что время это некая такая условная координата, незыблемая. И смею напомнить, что в свое время член-корреспондент Академии НОК Беларуси Вейник Альберт Езефович в этом направлении много думал, и вот в его, в частности, в последней книге «Термодинамика реальных процессов» определено, что время это вид энергии. Он даже назвал хрональное поле, он так его назвал, и что можно этот вид энергии аккумулировать, тем самым, меняя пространство, продлевая, в частности, жизнь человека, омолаживая и так далее, и так далее. Рекомендую посмотреть эта книга в открытом доступе. А до него еще, по-моему, Герловин эту тему тоже поднимал, и описал, так называемую, единую теорию поля. Вот рекомендую эти книги. Спасибо. Вейника «Термодинамика реальных процессов». Это его последний такой, так сказать, монографический труд. Там есть определение полей, в том числе, хрональное поле. Ну, он его так обозвал. Хрональный вид энергии, который можно аккумулировать, и предложил для аккумулирования определенные, так сказать, вещества, передавать и так далее. Спасибо. Об этом мы много говорили. На какой-то лекции, я уж не помню, да, у нас про Вейника. Было, было, было. Было, да. Ведь его книгу сжигали несколько раз в Академии наук. Прямо во дворе Белорусской Академии наук изымали. Я с ним очень хорошо лично был знаком. Да, вот я когда узнал, что вы лично знакомы, меня это поразило, потому что Вейник, в общем, такой человек был. А фотографии сохранились в РЖД, нет? Да, это не отрицается. Вейник сам об этом пишет. Учебники, просто они не читали, когда они прочитали его учебники по термодинамике, их изъяли из библиотек и из вузов. Привезли в Академию, он же Белорусская Академия наук, и там что с ними сделать? Их сожгли просто во дворе. Потому что они признали, что эти книжки антинаучны. Куда их девать было? Владимир, это не первый случай такой. Я хотел спросить, знаете ли, Владимир, в 60-е годы у американцев был маленький скандал. А в чем дело? Дело в том, что когда американцы запустили программу продажи участков Луны под дачное строительство, помните кто-нибудь, нет? 60-е годы. То народы, планеты, некоторые, сразу сделали им протест. Имеется в виду с Ближнего Востока и даже индейцы Америки сказали, что мы выходцы с этой планеты и торговать там и все такое, мы как бы не совсем согласны. Спасибо. Вопрос-то в чем? Это просто было. Это просто дополнение было? Да. Все. Значит, на этом сейчас делаем перерыв. Ну, давайте. Следующая часть посвящена синхронизации времени Земли и человека. Вот это, наверное, очень такая важная часть заключается в том, чтобы вот, когда эпоха и земля, и человек, и государство, все должно быть синхронизировано. и все действия должны происходить одновременно везде и была возможность событием управляться. То есть, ни одна система не может работать без синхронизации. И в данном случае давайте я вам покажу, ну, какая, с моей точки зрения, синхронизация Земли и человека у нас существует, какая была и какая она сейчас стала в научно-религиозную эпоху. Ну, вот, синхронизация времени, как вы видите, я вам показал от секунды до Платонова года. Платонов год определяется прицессией Земли, вот, 25920 лет. Это, ну, как я вам сказал, полуось северная обходит все звезды Зодиака. Ну, я вот здесь красным вам выделил, что главная синхронизация, которая у нас существовала и существует по сегодняшний день и ничего другого пока что нету, это синхронизация суточная. Суточная. А что означает синхронизация солнечная? Потому что сутки у нас определены движением Земли вокруг своей оси и движением Земли вокруг Солнца. По сути дела, это есть солнечная синхронизация. Основным источником синхронизации является Солнце, так как солнечные сутки превращения именно вызваны Солнцем. В древности неизвестно насколько древности и кто и когда у меня данных нету, но очень издалека уже было введено вот это вот число 86 тысяч 400 секунд. У меня есть только некоторые версии почему именно такое. об этом дальше будем говорить. Ну самое первое я вам сразу назову, что такое количество среднее количество ударов сердца делает сердце человека в течение суток. То есть от полдня одного до полдня другого человеческое сердце делает примерно 86 тысяч 400 ударов. Поэтому из суток вытекает синхронизация с человеком. Дальше когда мы сутки разделили на количество ударов сердца человека мы синхронизовали что ритм человека с ритмом солнца. Буквально солнечным днем. Ну и у человека основном так как все-таки человек это верхний творческий слой нашей планеты для него солнечная активность является основным ритмом. Существует еще годовая солнечная активность вот то что я вам показывал то что ученые посчитали активность солнца каждых 11-4 десятых годов с периодом. Ну отсюда основным эталоном все равно являются сутки. Сутки делятся пополам на день ночь. Дальше каждая из этих частей день ночь ну примерно делится на части раньше называлось а сейчас а сейчас это называется часами. На 12 часов опять же мы наблюдаем гармонию. Такая же гармония значит рассвет соль полдень до закат фа понимаете да также можно и ночь и день расписать в гармонии то есть в октаве в нотной грамотности. В дальнейшем час древние разбивали на такую понятие как минута минута в понятии древних всегда была 60 часть 60 часть части ну либо часа с названием секунды разные есть мнения одно из мнений опять же что дальше минуту древние мудрецы делили еще на одну минуту еще на 60 частей и они первую минуту часа называли прима минута а вторая секонд минута вторая минута ну и последствия пришли к сокращению что минуту стали называть минутой а вторую минуту секонд оставили только секонд ну есть еще другое определение секунды секунда это временной интервал между первым и вторым ударом сердца поэтому секунда секонд вторая первый отмеряем второй замеряем секонд каждая вторая секунда это измеренный интервал кстати человеческое сердце было одним из первых хронометров даже я вам скажу в средние века когда с часами еще было напряженно извините а на часах не было секундных стрелок тогда применялось измерение и пульсом сердца вот галерея у галереи свои опыты ставил измерял свой пульс и соответственно как временной интервал времени использовал секунду как свой пульс ну вот что следует из названий то есть секунда обозначает второе минута с нашего языка родного обозначает внутреннее потому что мин внутри ин исток внутренний исток ну как в родном языке английский тоже родной язык мин шах минерал то что внутри я еще когда-то дольмены читал говорил что у древних были разные камни камин и камень камень тот что снаружи камень тот что под землей да солнечный камень и подземный камень ну вот минута происходит от того что само слово говорит что это внутренняя часть та то что имеет начальную поверхность дальше от суток идут четкая синхронизация неделя неделя которая состоит из 7 из 7 суток вот это очень важная вещь оказалась синхронизация по дням недели потому что у нас настолько часто менялись календарные системы и поправки делались что сейчас иногда сложно восстановить исторические события вот допустим еврейский календарь лунный он столько раз это что трудно установить допустим там 14 нисана 33 года нашей эры когда христос родился читая у них там их только раз они сами толком не знают к григорианскому как отнести а с неделей получается так чтобы какой календарь мы не брали люди то пальцы загибать умели во всех календарях юлианские и григорианские перешли одни недели так и продолжались их не прерывали вот когда папа григорий 13 10 дней выкинул это был же четверг по моему 4 октября а стало 15 октября пятница то есть дни недели сохранились они не могли поменяться и благодаря вот этой вот синхронизации что недели жестко привязаны к суткам многие исторические события можно четко установить зная в какой день недели они происходили иногда понятие в какой день недели произошло событие нет больше информации чем какое число и какой год дальше у нас есть синхронизация с луной она связана с месяцем вот наши месяцы это чисто синхронизация с луной ну и в славяно арийском и родном языке месяц это обозначается луна то есть в древнерусском луна называется месяцем и месяцы есть синхронизация с луной то есть первые наши календари использовали не только синхронизацию солнечную сутки недели синхронизацию с человеком час минута секунда но и синхронизацию с луной мы видим что человека привязывали не только к солнцу но и к луне так как лунные события во первых праздновались а во вторых зарплату допустим по месяцам платили не только у нас но и в древнем Риме два раза по луне смоли вот луна подходит деньги давай надо давать уже не скажешь что куда луна положено отсюда у них долговая книга календа по коленам луны в долг дал да сколько колен луны вот сколько колен луны прошло все ты отдавай луна свидетель вот это очень важная синхронизация лунная и до этого я вам показал Брангера Пьера да который доказал что луна имеет колоссальное значение на жизнь на земле и на ее развитие и вот лунная дорожка Виасакра в том же Риме почему они вот именно к луне дорожку писали да это вот сейчас все у нас как бы подзабыто а иногда кое-где и подзакрыто связь с луной ну или вот год и лето ну это имеет четкая синхронизация с солнцем и с прецессией земли потому что год мы меряем неполный оборот вокруг солнца это не год наш год это расстояние между двумя равноденствиями весеннего именно год считается это временной интервал между двумя соседними весенними равноденствиями и он на 20 минут короче чем оборот земли за счет прецессии доворачиваемся мы не доходим каждый раз чуть-чуть до равноденствия оно смещается за 25 тысяч лет земля делает дополнительно еще один год так как прецессия у нас двигается по часовой стрелке в отличие как вращается соответственно здесь у нас сутки удлиняет поворот земли по солнцам а тут уменьшает то есть каждый год у нас не равен полному обороту то есть мы используем так называемый солнечный либо тропический год он четко определяется полднем по весеннему равноденствию по этой точке ну и это получается задействовано в этом годе получается не только земля но и прецессия да так как она сдвигает равновесие равноденствия и в год мы вписываем 12 месяцев то есть мы еще туда встраиваем лунный цикл внутри солнечного у нас находится лунный цикл по месяцам ну и дальше у нас есть период так понимать синхронизации больший век который равен 100 годам да эпоха равная 2160 лет ну про что мы сегодня и говорим космическая эра эпоха она связана с зодиакальным кругом то что за 25 920 лет как вычислили древние и называли его платонов год все события на земле полностью повторяются и наклон оси и день недели и день этого и равноденствия за вот этот вот период на земле обязательно повторится любое событие то есть если был день 1 апреля в субботу с такой-то луной то раз 25 920 дней это событие все равно повторится либо несколько раз повторится например есть великий эдиктон это пасхальный цикл он 532 года повторяется то есть пасха каждых 532 года повторяется по дате и по дню недели не по дню неделю а по дате и по ну по весеннему равноденствию где неделя у них пасха всегда воскресенье да то есть она может то есть повторяется по дате 532 года у них цикл ну и вот все эти события которые вошли в наш язык и в нашу жизнь в виде отрезков вы понимаете они все связаны с астрономическими явлениями с физическими телами с вращением земли луны с ударами сердца человека и все это синхронизировано все это работает и благодаря этому мы уже миллиарды лет существуем и давайте вот здесь вот теперь рассмотрим как это немножко развивалось в первую очередь давайте про календарь посмотрим ну давайте я вам начну с лунно-солнечного календаря римского календаря вот рим образовался 21 августа 754 года до нашей эры когда ромулу дали землю в районе тибра да и он организовал там свою курью и вот первый римский календарь он известен как он был он был разработан жрецами неизвестно как их в общем-то именно неизвестно но известно что они назывались белые братья и что они приехали и предложили ромулу да свои услуги не только по календарю но и по генетике пшеницы и то есть там урожайности были большие в риме календарь у них был солнечно-лунный и состоял всего из 10 месяцев и у нас сейчас это осталось от этого напоминания допустим декабрь у них был децембр 10 новембр 9 октябрь ну понимаете то есть это римский счет он у них просто считался 1 2 3 4 5 но первых они потом присвоили вот имена боков мартиус априллиус майус юнус вот квинтилиус пятый потом квинтилиусом ромул когда вас в 716 году на небо вознесет квинтилиусом его богом назовут смотрите как они синхронизовались у них лунный месяц его период сейчас известен средний довольно точно вот он написан 29 суток запятая 54 но тут вот 500 812 мы знаем почти до 8 10 знака средний солнечный лунный промежуток что позволяет производить довольно высокоточные вычисления положения луны в прошлом используя юлианскую дату астрономами у них главным событием было конечно полнолуние они считали полнолунием это появление богини а приход начинался с новолуния ну и соответственно как вы скажете у них год то был всего 304 дня но при этом равноденствие весеннее у них все время было 22 марта вы скажете как такое возможно имея год 304 да чтобы равноденствие не сдвигалось а они просто до декабря жили а дальше вот там у них было безвременье они никак не измеряли время и они просто ждали когда жрецы вычислят когда будет равноденствие да и от него 1 марта начало нового года было у них 1 марта то есть они имели почти 2 месяца срока который время они не считали ни луну ни солнца дожидались равноденствия и перед равноденствием 1 марта они начали и у них идеально было все согласовано и каждый месяц начинался с новолуния и равноденствие всегда было точно но календарь был совершенно непригоден для каких-то расчетов потому что у них был промежуток времени который ничем не датировался если вы родились в этот промежуток времени непонятно было вообще как они тогда или тогда у них не рожались по какой-то причине может быть они как медведи зимовали тогда в берлогах в каких-то зимой же медвежат не рожают наверное медведи спят вот может быть спали как-то я не знаю но почему-то 10 месяцев было но вот никаких проблем синхронизации вообще не было было идеально все согласовано как вы видите месяц они брали 31-30 дней ну так чтобы держать этот свой лунный цикл после ромула следующий эре и рима был нумопомпий нумопомпий считается что он был этруском он пришел значит после того как вознесся ромул и он модернизировал римский календарь превратив его добавив туда до 12 месяцев то есть закрыв этот промежуток и по сути дела мы вот пользуемся этим календарем нашим гражданским до сих пор он был придуман ну введен по крайней мере кем придуман неизвестно но введен нумопомпий он также оставил 10 месяцев но добавил 11 месяц Ивана Ивана да и 12 месяц фибруарис посвященный богине фебры то есть богине зимы и у них год стал 355 дней то есть примерно на 10 дней короче нормального года и у них равноденствие начало плавать год начинался с 1 марта у них у него не было дней по 30 видите вообще не было было 31 29 ну потому что лунный месяц 29 с половиной да они в один день месяц скомпенсировали эту половину в другую добавляли и могли удерживать всегда начало месяца с новолунием вот новолуние это черное когда нет луны в результате у них более-менее держалось а когда у них все-таки расползалось уходило равноденствие это уходило за каждый год на 10 дней они там раз в 3 года добавляли 13 месяц и обратно равноденствие возвращали на место и получалось что они могли в принципе удерживать равноденствие в пределах 20 дней если первый римский календарь удерживался с точностью до 1 дня но он был не как не мог иметь постоянного сигнала в радиотехнике вот в радиосвязи это называется когерентность когерентность сигнала говорит о том что он непрерывен и постоянен вот синусоида идет она не прерывается ее можно мерить каждый счетчик поставить и мерить если у вас что-то прервалось дальше счетчик не знает что считать и дальше бессмысленно или вы линейкой меряете вот у вас рулетка потом у вас оборвалась линейка и другой кусок все вы уже мерите как у вас то есть с точки зрения метрологии Мома Помпи сделал когерентный сигнал который можно было хотя бы мерить более длительные периоды чем в течение только одного года то есть календарь был циклический и непрерывный единственное что там добавлялся 13 месяц для компенсации равноденствия весеннего ну и вот я вам как показал вот так вот фазы луны выглядят месяц начинается с новолуния потом идет ранняя луна ну наверное с детства всех научили ранняю луну определяют палочку вниз если это буква R то это ранняя а если выглядит вот как S то это старая луна ну и вот я вам показал солнце и примерно они добивали что весеннее равноденствие где-то вот в пределах вот этих трех фаз полнолуния и вот этих двух четвертей давайте поговорим про римский календарь очень вещь интересная римский календарь долго им пользовалось человечество а так как все-таки мне кажется что этот календарь больше русский чем римский ну хорошо для начала общее устройство как они называли календаря вот я вам месяц май взял давайте рассмотрим месяц май как римский календарь месяц май он у нас от 1 по 31 мая у них дни кален календы назывались причем первого у них числа вообще не было никогда первое число вот здесь я вам фазы нарисовал как это новолуние и они это называли календаря календаря при этом сами римляне сейчас которые итальянцы не знают что это значит календаря по народному языке это обозначает календарь я вот вам написал с родного языка календаря календарь календарь если вы посмотрите википедии там напишут что это календаря обозначает что это была календарь прошла от календарь это книги в которые записывали долговые книги римлян так долговые книги римлян записывались от колен дней, от луны, чтобы знать, когда выдавать. То есть у них все перепутано опять. До сих пор итальянцы это не знают, что календай, это родное наше слово, дни колен. И дни колен называются именно дни перелома фаз, когда идет на полную луну. Вот каждая черная луна, это колено дней. И каждый первый месяц любой у них называется, допустим, май называется колендис май. Колендис май. Видите? колендис май. То есть это 1 мая, колендис май. Они говорят, пришло колено дней мая. То есть колено дней богини мая. И дальше они считают, не как мы, 2, 3, 4, они начинают говорить в обратном счете, что вот появилась первая фаза, ранняя луна, это нос богини мая. Они говорят так, 6 дней до носа мая. Видишь? но, но нас май. Анте, де, секстум, но нас, но нас май. Вот но нас, я вам, русский язык, помните, мы про слово нос когда говорили? Что вот русские люди почему-то не понимают, что значит слово нос. Посмотрите родную речь, потому что, когда вы поймете разницу между но и он, сразу становится понятно, что такое нос. Почему он именно носом называется, а не как по-другому. Значит, что они говорят? Ну, они говорят, что осталось 8 дней до носа мая, 5 дней до носа мая, 3 дня. И вот второй день, они уже говорят, при дэ носа мая, то есть, приход носа мая. Они видят нос мая, нос богини. Вот этот нос уже, видите, он появился. Богиня сунула свой нос в дверь, потому что но в нашем родном языке, и в русском в том числе, но обозначает пространство снаружи. Но, но нас, а ас внутри, то есть, получается, но нас по родному языку обозначает пространство для носа, пространство, в которое можно всунуть нос. Вот они и говорят, придет приход носа мая, и дальше нони с маяс, они увидели нос мая. Это вот эта фаза, предшествующая полнолунию. Все, вот это у них в римском календаре называется ноны. Они всегда идут перед началом луны и являются нонами, либо носами прихода мая. И дальше у них идет сама мая, она уже появилась, она свой нос просунула, и дальше они считают количество дней до прихода самой богини. Вот восьмое мая у них. Видите, они пишут восемь анте диам октаум идус мая. Восемь дней до идущей мая. Идус обозначает идущая. Идти ид ус ну, совместно идущая к нам. Мая идет к нам. То есть, вот восемь дней мая идет к нам, пять дней мая идет к нам, шесть дней мая идет к нам, пять дней, три дня и остался один день до полнолуния. Они говорят придай иду с мая то есть, уже придай. Отсюда у нас слово предыдущее, приходящее, приход, придай. Ну, вот преддверие буквально. Преддверие, преддверие идущие мая. А там было преддверие носа мая. Ну, и вот пятнадцатого мая у них всегда идибус мая. То есть, мая идет вместе с нами. Идибус обозначает иди быть с нами. То есть, идущая прям с нами. Пятнадцатого мая полная луна и она идет в этот день мы с ней идем вместе. Вот мы ее видим. И дальше прошла мая и они начинают считать опять до следующего колена. И дальше они говорят осталось 17 дней до колена дней следующей богини юной. И вот считают в обратном порядке. 16 дней осталось, там 10 дней осталось, до 5 дней. И опять 31-е у них получается будет прида. То есть, на следующий день придет колено дней июня. Ну, вот мы сейчас прямой счет такой считаем просто от первого, там второго, третьего, четвертого. А они считали по фазам луны. Видите, насколько луна у них была связана, потому что 15-го у них был праздник. И Дебусмай, то есть богиня шла вместе с ними в этот день, и им надо было не работать, а как-то праздновать каждый месяц, что богиня каждый... А потом следующая богиня идет, тоже надо. И надо знать, когда она... А что знать-то? Смотрите, какой хороший эталон. Глаза поднял, и видишь, что богиня идет, и не надо там, когда праздник переносить, не переносить, четко, понятно, видно, и не обманешь никого. Все, богиня пришла, празднуем в этот день, выходной, или как там было, уж я не знаю. Вот такой календарь у них был, они ими пользовались там довольно долго, там, не знаю, столетиями. Ну и вот я вам... Как на родной язык я бы перевел вот ноносе, ноносе, пространство для носа, идус, идущий к нам, идебус, идущий вместе с нами, и календае, колено дней. То есть практически все слова в римском календаре это наши родные слова. При этом сами итальянцы этого не знают, что календарь это колено дней. Я об этом вам когда говорил про родной язык, я вот просто ну один кадр оттуда взял, посмотрите, вот помните у славянских с номером богов был ди и дый, день и ночь. Ди и дый, да, это сутки. То есть календы это вот когда они вместе, ды, ды, ды и дый. Дый, ночь, ди, дый был день. И отсюда календы это значит вот колено дней. Ну и соответственно ихний календарь вот представлял из себя, у них были месяцы длинные 31, месяцы короткие 29, месяцев по 30 у них не было. И был единственный февраль 28 у них. Оттуда еще идет 28 дней. Ну и соответственно у них первый день всегда называется календы, календы. он так и называется без числа, календы май, календы юнь. Дальше идут ноны. Они разное количество могут быть, 6 нон, когда 31 день, 4 ноны, если месяц 29, и 4 ноны. соответственно, нос богини появлялся на седьмое в длинном, на пятое в коротком. Иды всегда у них были одинаковые, то есть богини всегда на одном, у них видите 8 ид, и всегда на 15, всегда 15 число любого месяца у них праздник богини. Ну и календы соответственно тоже зависели, они вот для февраля были на одну календу. То есть если вот переводить из римского календаря, допустим, в юлианский, то вот просто можете пользоваться такой простой табличкой. Иды это у них середина, 8 дней в середине, ноны это у них либо 6, либо 4 дня перед богиней. Ну а календ может быть либо 17, либо 16, в зависимости от месяца. Ну вот давайте посмотрим синхронизацию. Я себе вот такую, когда стал римский календарь, думаю смотреть, давай посмотрю, как у них удерживается, ну равноденствие, так как удерживается у них. Ну и тут хвой равноденствие. Ну я вот так вот тут не увеличить мне. 12 месяцев выписал, да, вот тут померил в масштабе сделал 30 интервалов, вот фазы Луны, с 1 марта они выровняли. Ну и вот я вам показываю, как у них каждый месяц, видите, все-таки новолуние сдвигается. и вот к концу года, а конец года у них был получается февраль, раз 1 марта у них был новый год, он сдвигался, тут вот, так, увеличение у нас есть, так, ну вот тут на двое суток, 2,1 вот у меня в периоде, да. То есть видите, за год вот все-таки уходило, равноденствие соответственно за год уходило на 10 дней. И вот я 3 года прорисовал, как оно у них шло, видите, сдвигается, 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 и потом на третий год, они 13 месяц, видите, он у них называется Мерцедоний, бабах, добавили, и все обратно вернули. И равноденствие, и фазы Луны. Опять фазы Луны уже на 4-й год, опять они умудрялись удерживать равноденствие в интервале 20 дней, а фазу Луны умудрялись удерживать в интервале плюс-минус 3-4 дня. То есть им это удалось, в общем-то, ну хоть календарь получился сложный, но он был лунно-солнечным, он позволял удерживать равноденствие в пределах марта-апреля, и, соответственно, но вот этот Мерцедоний, он у них был нестабилен, его вводили римские жрецы, они сами считали, и он у них мог быть, ну сегодня, если там смотреть, как сегодня ученые представляют римский календарь, они как бы говорят, что у них, в принципе, был 24-летний цикл к весеннему родноденству, который равнялся, вот у них года были стандартные по 355 дней, и были года, которые с Мерцедонием, но в Мерцедонии были разные, там, количество дней, в месяц Мерцедонии особый был, и всего у них получался год 365 на 25, так же, как в юлианском календаре, то есть, получается, чуть-чуть длиннее солнечного года, потому что солнечный год у нас 242 на конце, да, то есть, римский календарь по точности соответствовал юлианскому, но удерживал равноденствие, ну вот я тут программку сделал, чтобы себе посчитать, вот это вот, по оси от нуля, насколько уходит равноденствие, вот смотрите, они запустились, а внизу года, вот за 24 года, вот видите, в первый год на 20 дней равноденствие ушло, потом оно вот так вот колебли, ну, в зависимости, как они эти Мерцедонии 2 добавляли, они обратно возвращались на равноденствие, и вот так вот дальше у них вот такой цикличностью, в принципе, смещение у них, ну, с учетом того, что у них год 365-20, 25 сотых, то у них на каждые 128 лет еще один день набегал, получается. Значит, вот эту реформу римского календаря решил поменять Юлий Цезарь в 45-м году до нашей эры. Его не устраивало, что его не устраивало в римском календаре? В первую очередь влияние жрецов на время. Этот Мерцедоний они назначали сами, когда хотели, и количество дней тоже они сколько хотели назначали, 13-й месяц. И этим стали пользоваться. Ну, то есть, когда у власти была демократическая партия, они добавляли Мерцедоний, и они на целый месяц у них был больший срок. А когда приходили противники, они специально не вставляли, и жрецы к той, какой там же время были политические партии, соответственно, начали использовать время как бы в политических целях. И с этим не знали, как бороться. И Юлий Цезарь решил этому положить конец и сделать календарь, который бы не зависел от жрецов. И чтобы его разработать, он пригласил из Александрии астрономов во главе с Азигеном. И они создали тот календарь, в котором мы сейчас живем, Юлианский. Потому что Григорианский, который сейчас есть, это и есть Юлианский календарь, просто немножко сдвинутый, измененный. А само устройство календаря Юлианского и Григорианского одинаково. Эта реформа вводилась не сразу, они готовились много лет, заранее. Ее сдвиг, как вы видите, солнечный год в Юлианском такой же, как в Римском был, 365-25. Что еще сделал Юлий Цезарь, что он сделал год с 1 января. И получился у них, что Бог Иван самым главным стал. До этого у них была Мара, глава Марта. Это тоже были некоторые протесты в Риме, как так всегда мы с 1 марта. Да, кстати, наш славянский календарь с 1 марта был, в начале потом сентября был. Но в Риме просто когда у них еще 10 месяцев было, у них когда декабрь приходил, они назначали новых правителей на каждый год, дежурных по корпусу своему Риму, что вот когда придет месяц Марта, они уже будут готовы управлять. И в декабре уже назначали консулов. Соответственно, с 1 марта консулы, когда у них время начиналось, когда 10 месяцев было, эти консулы начали действовать. Но в результате получается, что их в январе назначали консулов. И Юлий Цезарь в принципе так и решил, раз назначают консулов в январе, то и год в январе. Назначили и сразу правь. Сейчас уже нет этого, без времени нет. Что ждать до марта? Ну и соответственно Сазиген Александрийский и сделал другую раскладку по дням. Появились месяцы по 30 дней. В основном 30, видите, 31, 31 и 28 февраль. Ну и в римском календаре был год 355 дней обычный и два высокосных были, 277 и 278 дней, в зависимости мерцедонии какой длины. А здесь один высокосный день, один высокосный год, 29 февраля прибавлялось и получалось, его вставляли раз в 4 года. Ну вот я вам нарисовал на этом программка графика, как стал выглядеть юлианский и римский календарь. Ну видите, более стабильно удерживал равновесие с небольшой амплитудой, но это же не просто так, юлианский календарь потерял связь с Луной, он никак не синхронизирован и в юлианском календаре фазы Луны не компенсировались, они постепенно уходят, уходят и юлианский календарь потерял синхронизацию с Луной. Хоть он и стал таким вот хорошим и равноденствие держит, но связи с Луной не было. В результате те, кто пользуются юлианским и григорианским календарем, теперь вынуждены лунный календарь приобретать отдельно. Связь с Луной была потеряна, она только осталась в названии месяца, чтобы календарь сделать еще и лунным, нужен был 13-й месяц и без него никак не обойтись, то есть вводить 13-й месяц надо было. Но, тем не менее, Юлий Цезарь, несмотря на тысячелетние, ну, на столетние традиции Рима, решил все-таки ввести солнечный календарь, избавиться от солнечно-лунного римского календаря. Это очень серьезное, вы понимаете, это мог только очень сильный лидер сделать, но на тот момент Юлий Цезарь обладал абсолютным авторитетом, но это вызвало большие недовольства, особенно джерецов, потому что ведь тот календарь, все они считали. Ну, вот я вам показываю, Юлианский теперь мы смотрим, я вам просто вот красным показываю по Луне, вот видите, за год как уходит, почти до полнолуния, следующий год, и оно вот так вот идет, то есть, ну, никак не синхронизировано. Вот за 12 месяцев он ушел почти на полмесяца, и дальше, дальше уходит, и, ну, и вот реформу календаря проводили в 45-м году до нашей эры. В 46-м году они предварительно выровняли равноденствие на 22 марта, ввели в свой календарь дополнительно еще 67 дней, 67 дней, значит, у них была сдвижка относительно равноденствия на тот момент, почти 67 дней, они выровняли, и вот как это математически выглядит, опять же, вот это по оси, это отклонение, ноль это равноденствие на 22 мая, вверх это вперед уходит вниз, вот они эту точку выровняли в юлианском календаре ровно на 22 марта, и запустили вот этот вот, в общем-то, солнечный юлианский календарь, который имеет довольно высокую метрологическую ценность, потому что имеет малый шум, видите, какой шумный был этот, и вот на сегодняшний, день 22-й год, а от равноденствия этот календарь ушел на плюс 15 дней, юлианский, ну на старый календарь, сейчас мы используем григорианский, да, ну, видно здесь что-нибудь хотя бы, значит, вот смотрите, здесь я нарисовал, вот здесь вот Юлий Цезарь и старый календарь вот по эту сторону, вот, его вводили в 45-м году, этот год был высокосный, с 1-го января ввели юлианский календарь, и дальше были, должны поменяться, идти каждый четвертый год высокосный, но случилась большая беда, что-то, что Юлий Цезарь время поменял, значит, его, что получается, 15-го марта в среду убили в Сенате, и началась гражданская война в 44-м году, он успел только вести первый год, началась гражданская война, в завещании он оставил вместо себя Октавиана Августа, в завещании, и с этого момента, 44-го года, с марта, начинает, считается эпохой Октавиана, раньше календарь считали по императорам, вот, это был первый год Октавиана Августа, но он тогда еще был, была гражданская война, он вступил в противоборство, чтобы делить наследие империи, да, и победил в 27-м году, Октавиан окончательно пришел, и к тому, пока они воевали, Сазиген уехал обратно в Египет, и реформу проводили римские жрецы, и они почему-то напутали, и не каждый четвертый, а как раньше в Риме, каждый третий год стали делать высокосно, и календарь сбился, календарь сбился, это обнаружили только после гражданской войны, думали, что с этим делать, вот я вам показал, как бы, графики, видите, 45-й начался, здесь должен был 42-й год быть, да, вот, вот 45-й, 44-й, 43-й, 42-й, вот 41-й, высокосный, а они вот каждых три года, и у них накопилась ошибка уже в три дня, и получается в 10-м году нашей эры Актовиан издал указ, чтобы исправить эту ошибку, исправить эту ошибку, вот смотрите, с 9-го года он отменяет три высокосных года, которых накопились лишние, и с 9-го года, ну, 9-го, да, вот это 9-й год, посередине меня, вот начало его, вот конец, он был высокосный 9-й год, да, вот убрали 5-й год высокосный, 1-й год до нашей эры и 4-й год нашей эры, и вот здесь три года убирались, и уже после 4-го года календарь опять пошел как задумывалось, и надо было такому случиться, что именно в этот промежуток времени и наша эра началась, именно когда правили календарь, из-за этого в дальнейшем произошли многие казусы, о котором я вам сейчас расскажу интересные вещи. Значит, нашу эру примерно начали считать от Рождества Христова, первый предложил Дионисий Младший в 525-м году до нашей эры, вот он предложил сделать от Рождества Христова, это была эра Диокталиана, и он написал своим братьям-христианам, что мы считаем от Диокталиана, он был язычником, уничтожал христиан, давайте считать от рождения Иисуса Христа, и вычислил вот это вот Рождество Христово, от которого и начался считаться новая эра. На тот момент это шел 753-й год от сотворения Рима, ну, от основания Рима этот год, он так определил, Диокталиан, что Христос родился в 753-м году после основания Рима. Ну, вот такое вот начало нашего календаря было, был в нем сбой. Ну, вот как выглядит программно этот июлянский солнечный год, вот внизу года, если запустить, то видно, что на 128 году получается на одни сутки равноденствие уходит вверх. А вот эти вот периоды, это каждых 4 года на сутки опускается вниз, 29 февраля, да? Ну, и получается такая равномерная линия, очень метрологически хорошая линия, но за счет того, что неточный период. И исправить это решил Папа Григорий XIII. Ну, вы понимаете, что в XIII он просто так не назовут. Многие вещи я только разобрался, готовясь к лекции, что же сделал Папа Григорий XIII. Реформа календаря. 5 октября 1582 года, четверг становится 15 октября, пятница, то есть он вводит Григорианский календарь, вот, где вводится еще, ну, выравнивается длительность к тропическому году. Он из каждые 400 лет по юлианскому календарю 100 лет высокостных, да? Ну, вот я вам 400 лет. В юлианском календаре каждый четвертый год высокостный на 400 100. Они убирают три высокостных года, ну, чтобы уменьшить периодичность, да? И получают 242,5. Теперь равноденствие только за 3,5 тысячи лет будет уходить на сутки. Ну, вот если совместить с началом календаря, с началом координат, мы видим, что первые 100 лет календари полностью совпадут, да? А потом, соответственно, вот так вот будет здесь каждые 100 лет отключаться, кроме 400 года он не отключается. Ну, и вот такое правило, оно у нас сейчас и действует. Каждые 400 лет невысокосный, 200-й невысокосный, 300-й невысокосный и 400-й высокосный, да? То есть, наоборот, выкидывают 3, 300-й, 200-й, 300-й выкидывают, считают их простыми. В результате, вот видите, равноденствие он держит хорошо, очень хорошо держит равноденствие. Я не знаю, почему Сазиген не сделал сразу так. Я думаю, в тот момент у них вычислить, ну, они знали продолжительность сгода, почему они оставили его как в римском, 365-25, да? Наш григорианский календарь стал 24-25, видите, 242, он очень близок к тропическому году, я говорю, там больше 3000 лет расхождения в один день. Ну, в общем-то, все хорошо, но что сделал папа Григорий, не очень понятно. Я стал вспоминать, а что говорили в школе, вот когда я учился, зачем вообще вот григорианский календарь ввели? Я стал рыть учебник, но ничего не нашел, как нам это объясняли. В энциклопедии объясняется, что, ну, типа, ушло равноденствие, и папа Григорий решил его восстановить. Вот вы все тоже так думаете, да? Или нет? Для чего это сделали? Чтобы весеннее равноденствие не уходило, да? в конечном итоге, вот оно вот держится, да? Я тоже все время так думал, но вы вот смотрите, если совместить юлианский календарь и григорианский, и вы поймете, что вот совместили, получается, у них сдвиги, 1500, было 12 дней, ушел календарь бы, а папа Григорий 13-й сдвинул на 10 дней. Он не додвинул два дня. И никто это не объясняет, почему. Вот я не знаю, вот кто-нибудь какие-то версии знаете, нет? В школе никто не говорил. Я нашел учебники, там написано, ну, для того, чтобы равноденствие было правильно и не уходило. Ну, получается, он не восстановил равноденствие на два дня. Он сместил на 10 дней. И сейчас календарь выглядит так. Вот минус 45 у меня это начало Юлианского. Вы видите, вот Юлианский календарь пошел ровненько. Григорианский пересекается с Юлианским в районе 1 января 200 года, а дальше расходится. И в результате этого расхождения смотрите, что получается. Равноденствие вместо 22 марта сейчас 20 марта на два дня раньше. Рождество Христово вместо 25 декабря стало 23 по-григорианскому. А начало нашей эры в григорианском и юлианском календаре разошлись. То есть, если мы используем старый календарь, то начало нашей эры 1 января первого года. А 1 января, а это является 30 декабря до нашей эры по-григорианскому. То есть, только григорианская эпоха через два дня начнется. У нас получается по этим календарям количество дней в эпохе разное. Как так может быть? Мы живем как бы в этой эпохе, имеем точку одну от нее отсчета, а в григорианском календаре эпоха на два дня короче. И как бы вот почему православная церковь и многие другие организации не перешли на григорианский календарь? А вот во-первых, то, что два лишних дня непонятно в эпохе образовались раз. Во-вторых, папа Григорий выбросил 10 дней, получился разрыв, и когда вы мерите-мерите, а у вас потом бах, ничего нету. Как это считать? 10 дней куда делись-то? Поэтому вот православная церковь до сих пор и в общем-то я с этим солидарен. Они даже предлагают вернуться обратно на юлианский календарь. Ну, тогда нас ожидает, что в конце концов мы Новый год будем отправлять летом, потому что на детстве это смещается в юлианском календаре. Но с григорианским календарем получилось вот такая, что никто не объяснил, почему папа Григорий сдвинул на 10 дней. Вот сдвинутые графики вам тогда да, вот когда они сошлись отсюда 10 дней. Так как кто-то это должен был заметить, он же там не дурак был, папа Григорий 13-й всякая, у него ученые же в то время довольно прекрасно Я нашел единственное объяснение в Википедии, что он хотел совместить календарь с Никейским собором, чтобы дни были так, как они были, когда христианство образовалось при Никейском соборе. Но это тоже объяснение очень такое, не очень хорошее, потому что Никейский собор с Григорианским на один день расходятся. Совмещается 200-й год, 1 января 200-го года. Какое событие было 1 января 200-го года, что Папа Римский хотел совместить календарь с этим событием? Уж если совмещать, то с Рождеством Христовым, согласитесь. Зачем совмещать с 200-м годом? Что такого было 1 января? Я так не нашел. Никаких событий тогда не было. Официальная версия папских ученых, что якобы это было с Никейским собором сделано, но тогда надо было дожимать 11 дней. Тогда Никейский собор здесь расхождение в 1 день. Вот оно здесь. С 200-го по 300-й они почти вместе шли. Короче, вот образовалась загадка, которую пришлось разгадывать самому. А почему Папа Григорий решил на 10 дней и внес такой сумбур во всю календарную систему нашей эпохи? Вот теперь я вам расскажу, что же являлось причиной, ну, зачем он это сделал. То есть, то, что нам в школе говорили, что он хотел просто равноденствия, это он не хотел равноденствия, потому что оно не выровнялось на 2 дня. Что он хотел более, чтобы год ровный был, но он и так бы был ровный, с чем-то совмещал, совмещал-то с чем. То есть, идеально, в моем понимании, надо было совместить с началом юлианского календаря, и все бы даты совпали. Ну, и вот так вот выглядит григорианский календарь, и вообще вся наша календарная система, начиная с древних времен, вот был римский календарь, потом скачок в 67 дней, юлианский календарь пошел, да, выровняли на 22 марта, потом папа Григорий вниз опустил на 10, два дня не дожал, на 20 марта, а должно быть 22, и сейчас вот он пошел, и у нас сейчас в 22 году плюс два дня к весеннему равноденствию, как его отправляли раньше древние, 22 марта, в том числе у нас смещенное равноденствие благодаря папе Григорию 13. Ну, еще что хочу сказать про григорианский, вот про некоторые метрологические аспекты, которые нам в дальнейшем понадобятся по времени, что такое метрологический сигнал, вот если взять два прибора, один вот я нарисовал генератор, который вот дает какой-то сигнал периодичный, видите, и мы его измеряем частотомером, допустим, да, у которого есть тоже опорный генератор в одну секунду, то есть мы каждую секунду меряем, сколько количество колебаний выходит из генератора, вот видите, да, вот время, секунда, секунда, частотомер считает вот эти вот года, секунды, да, в данном случае импульсы, вот эта вот сама толщина называется у нас шумом, шумом, вот это, да, и чем он меньше, тем лучше, тем более метрологический чистотый, а вот это вот расстояние, что он поднимается вверх, дрейфом, и вот этот шум, это есть коротковременное изменение частоты, а дрейф, это вот долговременное изменение частоты, ну, и отсюда как бы можно понять, что вот у григорианского календаря с метрологической точки зрения большая зашумленность, вот я за 200 тысяч лет вам нарисовал, вот так юлианский выиграет, так григорианский, то есть измерять какие-то события григорианским календарем практически сложно, он очень как бы имеет широкий, ну, маленькую, ну, вот колебание широкое, секундное, да, вот это вот что касается секунды, вот я работаю на заводе, где как раз этим и занимаются, делают опорные источники частоты и времени, главное сейчас для человечества получить секунду как-то более-менее точную, да, и главный параметр любого генератора любых часов называется вариация Аллана за одну секунду, что такое вариация Аллана? Это среднеквадратичное отклонение каждой секунды от предыдущей, то есть из генератора выходит сигнал, сколько-то импульсов, обычно это 10 мегагерц, 10 миллионов импульсов в секунду, мы частотомерами меряем, секунды нарезаем, что ровно, вот если вышло ровно 10 миллионов, значит секунда, на одну секунду больше, значит длиннее секунды, и оцениваем вот этот вот источник времени, генератор, да, оценивается, главная оценка, там много параметров, кроме этого есть, главная оценка это среднеквадратичное отклонение каждой секунды, отличается от предыдущей, понимаете, да, получается дрейф здесь не очень интересует, что вот он уходит от среднего значения секунды, но важно, насколько стабильно держится эта секунда, то есть, насколько сутки, следующие от других суток, вот этот параметр, он наиболее целен, и качество любого опорного сигнала в основном определяется этим параметром, насколько любой, любые часы или генератор с какой точностью может выдерживать секунду, и вот здесь вот, когда мы дальше будем про время говорить, очень важную роль, я сейчас заранее вам просто говорю, что григорианский календарь в этом отношении хуже юлианского, он хуже держит интервалы, соответственно, кроме православной церкви григорианский календарь не признает астрономы, они пользуются юлианским календарем, как я вам сказал, они считают свои события по юлианскому календарю, ввели понятие юлианской даты, это 7713 год, как я вам сказал, полдень, понедельник, 1 января по меридиану Александрии, потому что основные древние каталоги звезд именно от этого меридиана рисовались, и каждый день они считают, не считая месяцами, а просто юлианским днем, то есть полдень 1 января начался, 2 января полдень был первый день, и они записывают такой параметр ЮДН, то есть юлианских дней от этого события, ну вот следующий год у них был, 366 год, это значит 366 дней от того года прошло, и соответственно на все вот это время у них на любое событие есть юлианская дата, то есть сколько дней произошло, а если им надо точнее, то и какая часть суток после запятой, значит полночь по юлианской дате, это будет запятая 5, ну если полдень это 0 у них, полночь у них еще 0,5, и отсюда вот смотрите, что можно сказать, наша эра по юлианской дате, это произошло, там вот 17 миллионов, 214 тысяч, ну вот видите, сколько-то этих дней, эта же дата используется в компьютерах, системы ЮНИКС, они тоже используют юлианскую дату и считают эти дни, и отсюда все календари, вот астрономы вывели такой вот интересный период, юлианский период, от которого периодичность всех событий, они считают, повторяется, он состоит из трех эдиктонов, из трех множителей, солнечного цикла, вот первый, 28 дней, лунный цикл и эдикты, и это получается 7 980 лет, солнечный цикл у нас синхронизует с Солнцем, лунный с луной, а эдикты с гражданскими событиями, ну, грубо говоря, 15 числа, вы знаете, как бы там зарплату выдают, луна полная, и вот строят такие эти, они показывают в астрономии, в астрологии, что все события вот укладываются, их повторяемость укладывается в 7 960 год, 980 лет, ну, вот события, 7 980 лет, да, в частности, к примеру, великий диктон состоит из трех цифр, 28, 19, 1, это 532 года цикл Пасхи, то есть Пасха каждых 232 года повторяется, если Пасха 9 апреля, прошлый раз, она была 9 апреля, ровно 232 года назад, понимаете, ну, соответственно, вот, теперь вот вернемся от календарей, другое событие, по поводу вознесения и начала эры, вот я вам картинку привожу, люди и звери наблюдают полет царя Этана, Шумеры, 3000 лет назад, и что написано в царском списке на глиняной табличке, Этана, пастух, тот, кто вознесся на небеса, тот, кто объединялся, все страны, стал царем и царствовал 1560 лет. Вот вознесение Иисуса Христа, которое открыло эру научно-религиозную, да, и вот здесь давайте рассмотрим это событие, связанное, в первую очередь, с рождением и с воскрешением Иисуса Христа. Это довольно интересная вещь в том плане, что нету четкой у нас даты, когда воскрес Иисус Христос и когда Он родился. Ну, мы знаем, что воскрес, Он в воскресенье, а родился, вроде бы, за первый год до нашей эры. Традиционно, вот так и считается. Первый год до нашей эры родился, а потом в 33-м году его распяли, да? Ну, это вот я вам из Википедии. А вот дальше есть вторая дата, называется астрономическая. Пятый год до нашей эры родился, а 30-й год воскрес, то есть уже неоднозначность. Кроме того, если вы обратите внимание, то в этих датах он в одном году 32 ему было года, когда его воскрес, а в другом 33. Ну, это, можно сказать, погрешности Википедии, может быть. То есть, ну, не может быть так, тогда надо, получается, здесь 31-й год. Но правильно второй, потому что, что здесь он воскрес, ему было 32 года, а у Иоанна богослова, ну, у Иоанна в Евангелии написано, что Иисус Христос начал проповедовать, когда исполнилось ему 30 лет, и проповедовал полных ну, три года. И казнили, получается, когда ему был 34-й должен быть в декабре. Меня это заинтересовало, потому что, ну, нужно было выяснить дату. Чтобы синхронизовать нашу эпоху, надо знать, когда родился. Мы же от этого пляшем. Ну, я стал выяснять. Ну, тут вот я вам показал, возраст Христа 33 полных года, соответственно, не может быть традиционно, то, что они пишут, уже не так. Чтобы есть множество, кстати, оказывается, это такая спорная вещь, когда родился Христос, что есть несколько вариантов. Ну, я вам сейчас свой просто подход покажу. Существует множество источников, но самые из них, вот, главные раз, два, три, четыре, пять. Точнее, три. Это в 211 году Ипполит Римский в Риме. Один из ученых, толкователь книги пророка Даниила, в ней он указывает, что Иисус Христос родился в среду 25 декабря в 42 год Октавиана. Вот это наиболее, как бы, потому что здесь среда, где неделя указана, видите, 25 декабря и год Октавиана известен. Дальше, секст Юлия Африкан в Иерусалиме в своей хронологии указал, что Христос родился 25 декабря. Есть археологическая находка хронографа римского на 354 год. Там написано, что Христос родился в пятницу 25 декабря первого года нашей эры. Ну, то, что сейчас он у нас считается первого года нашей эры, это Дионисий Малый в 525 году вычислил, что он вроде бы родился в 753 году от основания Рима. Нынешние, кто с этим не согласны, в основном приводят то условие, что он не мог родиться в первом году до нашей эры, потому что Ирод Великий, его дата смерти известна, он умер в четвертом году до нашей эры. А он как бы там событий участник избиения младенцев, когда он родился в Вифлеемских или как там. Вот так. Другие астрономы говорят, что Вифлеемская звезда связывает ее с кометой Галлея, она была в 12-м году до нашей эры. И соответственно дата рождения Христа у физиков и астрономов сдвигается чуть ли не на 12-й год, ну а у христиан и католиков они вот спорят вот здесь вот за эти дни. Ну я сразу скажу, что те, кто по ироду великому его сдвинулись, я посмотрел, это не такой надежный опорный источник, хотя в Библии идет ирод, просто после ирода все остальные тоже были ироды, цари иерусалимские, но они уже были подчинены Риму, единственное, что если ирод великий еще независимый был, так что в Библии, ну в Евангелии может быть написано, что это ироды были, ну они были все равно и в Иудии, царями. Ну а с кометой Галлея я предлагаю, ну скажем, и вифлеемскую звезду не сравнивать, потому что иначе все сбивается. Вот из того, что есть, наиболее ценное является и политримский, и хронограф, потому что указан день недели, как я вам сказал, и мы можем восстановить последовательность событий. И вот я вам, я для себя ее вот так восстанавливал. Допустим, взял, я вот этот вот, показываю вам, Октавианский год, да, вот Юлия Цезаря убила и пошел первый год Октавиана, я считаю, что 42-й год эпохи Октавиана это был третий год до нашей эры. Понятно, да, что за дата. Это была среда 25 декабря, это пишет Ипполит Римский. В хронограф это такая найдена была запись, уж не знаю, на каких она табличках, на пергаменте была сделана богатому римскому какому-то жителю Рима, Валентину, где расписаны были там императоры, консулы, в том числе указывается дата рождения Христа. И там указывается, что при консулах Гай, Цезарь и Эмилии Павла, которые были консулами в первом году нашей эры, родился на 8-й день январских календ, до январских календ, то есть на 8-й день до, как мы говорили, январских календ, то есть до новолуния, до 1-го января, в пятницу 15-й луны, что соответствует 25-му декабря первого года. Ну, если мы открываем Юлианский календарь, который на тот день действовал, мы видим, да, 25-е декабря было воскресенье, а не пятница, да, и все правильно, 8-я календа до января. То есть несовпадение мы видим, что не может быть 25-е пятницы, потому что это было воскресенье. Смотрим дальше. Так получилось, что вот Христос родился как раз, когда меняли календарь. Смотрите, что происходило. Ведь Юлианский календарь уже действовал, и из него изъяли 4 высококосных года, значит, дни сдвигались. Вот здесь движка была 2 дня, 1 день и 0 дней. Соответственно, у них даты были сдвинуты, хотя дни недели шли одни и те же. И вот я построил такую табличку, вот здесь год. Первый год нашей эры, первый год до нашей эры, второй год до нашей эры и третий год до нашей эры. Вот как Юлианский календарь 25-е декабря, вот истинный, как Юлий Цезарь вводил, вот исправленный, как они жили реально тогда, вот сдвиг, какой был, а вот год Октавиана августа. И мы видим, что 25-е декабря, среда или пятница могли быть только в третьем году до нашей эры. Во всех остальных годах не было такого дня недели. 25-е декабря и в сдвинутом, и в нормальном, только 25-го. Кажется, конечно, странным, как может быть в один год два раза 25-е декабря и в разный день недели. Ну, это понятно, почему так, Потому что вот так шел Юлианский календарь, у него 25-я была среда, а у них сдвинутых, у них среда была 23-е декабря, да? И у них два дня сдвижки, и у них 25-го, реально, в Риме 25-го декабря была пятница, в третьем году до нашей эры. Пятница. Отсюда, Христос мог родиться только в третьем году. Потому что день недели нам помог синхронизоваться. Никакие другие по две недели не подходят. Поэтому я для себя принял, что правильно будет считать год рождения Иисуса Христа третий год до нашей эры. И он родился 25-го декабря по Юлианскому календарю. В пятницу или в среду, в зависимости от того, пользуетесь ли вы исправленным или каким календарем. Ну, и для проверки этого открываем григорианский календарь 25-го декабря 3-го года и ура! Пятница! Нынешний григорианский календарь дает третий год 25-го декабря ровно пятницу. Значит, Папа Григорий 13-й сдвинул на 10 дней не для того, чтобы там равноденствие убрать, а чтобы у него попал день рождения Христа на пятницу 25-го декабря. Окей, а в это время по юлианскому календарю было 27-е декабря, либо 27-е, видите? А по юлианскому календарю, как и полит римский, что он родился в среду 25-го, получается, что Папа Римский, католическую церковь, подстроил под римский хронограф. Он хотел, чтобы прозвучала пятница 25-го, а она была только, она реально была в то время, ну, людей сдвинуто же было, пятница была, была пятница, и была 25-го в третьем году. А православные и полит римские, они считают по нормальному календарю, это среда. Вот и весь ответ, что сделал Папа Римский ни в одной энциклопедии, ни в одной книжке, даже у самих Пап, нету того, почему он сдвинул на 10 дней, а не на 12, как положено было, чтобы равноденствие ввести. Он хотел совместить Рождество Христово с пятницей и совместил с пятницей 25-го декабря. И поэтому католики празднуют 25-го декабря, вот так, потому что в третьем году до нашей эры Христос родился, но тогда был исправленный календарь. Потом его как бы прошло, уже с четвертого шел. Ну, и если же взять Юлианский календарь, как православный, то 25-е декабря это среда и соответствует политу римскому. А тогда по Григорианскому это 23-е декабря. И отсюда вот важное, как бы я для себя сделал четко, что по Юлианскому календарю Иисус Христос родился в среду 25-го декабря 3-го года до нашей эры. Что соответствовало по Григорианскому календарю пятница 25-го 3-го года. И вот здесь уже синхронизация нашей эры. Понятно, что ее надо не от 1-го года, а от 3-го года до нашей эры считать. Более сложная задача, когда Христос воскрес. Ну, она как бы там больше данных, и знают, что это было перед Пасхой, накануне Пасхи, поэтому там есть четкая привязка. Но нету года. Традиционно считается 33-й год нашей эры, но он не подходит под годы Христа, 32 года. Так как я дату определил 3-й год, то у меня получается в 30-м году его должны были. Ну, и соответственно, не полагаясь на еврейский календарь, потому что им невозможно вычислить Пасху на те годы, я просто астрономически стал считать, как было положение Луны на 30-й год, 31-й, 32-й и 34-й. Я сам стал считать, не какой-то программы, сам писал там всю программу, потому что доверять никому нельзя, все надо проверять самому. Вот я нашел первое полнолуние после 22-го марта на 30-й день, через юлианскую дату. В качестве опорной точки я взял вот 21-й год по-юлианскому, 15 января в 19-17 была полная Луна, вот ее полная юлианская координата, и начало отсчитывать 24 623 полных Луны назад. И пришел, чтобы полнолуние было вот в такую-то юлианскую дату. Ну и так же, как в прошлом этом, я себе составил вот так вот. Пасхи и полнолуния на 30-й и 33-й год. Значит, смотрите, что получается. 30-й год полнолуния по юлианскому календарю было 7-го в пятницу апреля, Пасха была 9-го апреля. По Григорианскому, а вот здесь по Григорианскому календарю это чему соответствует, да? 31-й год, и отсюда только 32-й год является воскресением. И 32-й год совпадает как раз с 3-м годом, вот здесь ему 33 года. Вот я говорю, если он родился в 3-м году до нашей эры, значит, его казнили в 32-м году. И вот здесь тоже все совпало, что получается воскрес Христос по юлианскому календарю 13-го апреля воскресенья 32-го года нашей эры, и Пасха была 13-го апреля. Те другие считают, некоторые считают, что он 1-го апреля воскрес, некоторые считают, да? И поэтому, мол, некоторые материалисты 1-го апреля сделали днем смеха. Вот так тоже говорят. Но официально считается 30-го, 33-й год, 5-го апреля. Но вот, исходя из моих соображений, главное, из-за того, что я точно смог определить, когда он родился, получается, воскрес он 13-го апреля. И вот я вам пишу, что воскресенье Христова по юлианскому календарю, который был на тот, было 13-го апреля. А это 13-го апреля на тот день по-григорианскому было 11-ое апреля. Иисусу было 33-е года. Почему 35? Если ты от 33-го будешь считать, то... Нет, нет, неправильно. Вот и... Значит, 30... Не 32. Так, Володя, придется считать. Значит, ты сейчас всех заблудишь. Так, вот смотри. Вот смотри, как они считают. Вернись. Вот смотри, вот видишь, он родился в первый год до нашей эры, допустим. Первый год ему было что? Один год. Во второй два, правильно? В 33-й сколько ему было? 33, в декабре, а его распяли весной. Значит, ему было 32, получается, да? Если бы он родился в первом, согласен? Значит, если бы он родился в первом, распять его должны были бы в 34-м, чтобы 33 было. то есть, ему 33 уже должно исполниться было. Правильно? Ну, считай, вот смотри, первый год до нашей эры родился. В декабре 25-го, первого года нашей эры ему был год. Значит, в декабре 34-го ему было бы сколько? Нулевого нету ни в том, ни в другом календаре. Нулевого нету. Соответственно, как пишут в Викопедии вот от 5-го числа, если бы было, то ему, если бы он в 5-м родился, то в 30-м, если в 3-м, то в 32-м. Вот поэтому я и взял 32-й, это если в 3-м, то 32-й получается. Ему 33 года было бы на момент этого. Здесь все четко, у меня проверено, нулевого года нету. Ни в Юлианском, ни в Глебе. Да, вот смотри, в результате вот, ну, вам ничего тут это не кажется странным, еще очень интересным совпадением. А вот именно в это время Юрий Гагарин полетел в космос. Между 11-м и 13-м апреля Гагарин полетел в космос. То есть, он полетел в день, когда Иисус Христос воскрес. Это вот главный вывод. Причем в 61-м году, когда он полетел, Пасха была 9-го апреля. Была пасхальная неделя, он полетел. Но Иисус Христос воскрес 13-го апреля по юлианскому календарю. А по астрономическому календарю, потому что астрономы считают отполным, Христос воскрес 12-го. То есть, Юрий Гагарин полетел. Вот смотрите, я взял дату астрономического календаря, как все считается и полной луны. Вот точная дата юлианская старта корабля «Восток-1». По гражданскому календарю это было 61-й год, 4-го апреля, 6 утра, 7 минут по международному времени. 12-го. Да, 12-го, 4-го, я тут читаю, это 0-4-го, 12-го, то есть 12-го апреля в 6 утра, 7 минут. По астрономическому календарю этот же период, это был 61-й год, 11-е апреля, но они изменяют в части суток, да, у них 12-е апреля начнется только с полдня. То есть астрономическая дата вот эта вот говорит, что Гагарин полетел в 11-го апреля, только в 12-е часов у них сменится дня. Отсюда получается, что Юрий Гагарин полетел в космос ровно в астрономический день, когда Христос воскрес. Вот это главная особенность, для чего я вам показал все вычисления Рождества и воскрешения, чтобы понять, насколько синхронизированы события эпох, что Юрий Гагарин не просто так в этот день взял и полетел, что эпохи не бывают просто так. Он полетел именно в этот же день. Это не подгаданно? Это не подгаданно? Да, они это планировали. Полет именно, может быть, даже и время синхронизовали. Ну, значит, у тех, кто его посылал, было время, когда еще Христос воскрес. Но это один и тот же день. Понимаете, насколько вот этот вывод получается важен. И вот здесь вот это для меня наибольшее впечатление произвело, потому что вот оно не подогнано, оно все вот так и получается. Я поначалу даже этого не знал. Поначалу я знал, что он на пасхальной неделе получит. Я посмотрел, что 9 апреля была Пасха. А потом я задумался о Пасхе, когда Христос воскрес. Когда было? А потом стал считать, оказывается, в науке нету даты. 30-е, там как-то невольно, там их много дат, каждый послон, никаких объяснений. И пока точно не выяснешь, когда он родился, а родился он точно 25-го, ну вот вы понимаете, получается 3-й год. Если 3-й, то 32-й, а если 32-й, значит, это было вот так вот. И вот Юрий Алексеевич Гагарин, соответственно, получается, он же Иисус Христос. Кстати, он и прожил 34 года и погиб потом в небе. Да? Ну где, он же там в самолете? Да? А может, он не разбился? Улетел, может? Ну я этого не выяснял. Те, кто говорят, их надо проверять. Вот когда-нибудь я дойду, это надо проверять, то, что они говорят. Нашли? Ну я не занимался этим. Я этим вопросом не занимался, может, кто-то доклад сделает, но это надо изучать и проверять, потому что нам могут сделать выводы не те, которые есть в действительности. Ну там очень много говорят. кто-то попадет в действительность, кто-то, он кто-то но согласитесь, то, что я вам сказал по поводу синхронизации дат его, это очень и для христиан очень важный момент, что Гагарин полетел в день воскрешения Иисуса Христа 12 апреля. Значит, дальше будем говорить про главную синхронизацию, про эталон, про эталон, про сутки, 84, это же в качестве эталона нашего времени было взяты сутки. Смотрите, вот это 86-400, я вам показываю гармоники этого числа, что это такое. В свое время я вам там писал и рассказывал про фрактально согласованный с солнечными сутками музыкальный ряд, да, просто берешь это число, начинаешь находить все гармоники и получаешь 12 рядов, 12 нот. И потом я обнаружил у Элера в письме, в седьмом письме к принцессе оказывается тоже такое. И вот я вам показываю это число, каждое число, и это доказано математической теоремой, что давно может быть представлено множителями простых чисел, только в одном единственном виде. Ну вот, в частности, число 86-400, это представлено 7 двоек, 3 тройки и 2 пятерки, да, вот это много, то есть есть только 2, 3 и 5 числа. Вот эти числа и составляют основу нашей музыки и доре, ми, фасоль, оси все. Вот эти все 128 гармоник, соответственно, этот музыкальный ряд является идеально гармоничным к солнечным суткам, и он должен использоваться в музыке. Сейчас этот ряд не используют, сейчас они используют равномерно тамперированный. Камертон этого ряда, если посмотрите, он получился какой, смотрим, ля, ля, да, смотрим, 432 Гц, его камертон. Что интересно, но это я ответ не нашел, что когда раскладываешь на гармонике этот ряд, вот, доре, ми, фасоль, оси, ему обратная сторона просвечивает, ноти до соответствует фа, ноти соль соответствует ля, ля диез, ну вот, ну как бы, вот смотрите, когда я начинаю делить, ища гармоники, вот 86400 я делю один раз, получаю 86400, правильно? На два получаю 43, дальше, на 128 раз разделил, 625, это все нота до, нота до, потому что 16 Гц у нас, 16 колебаний в секунду, это есть первая нота нашего музыкального субконтраоктавы, нота до. Дальше идет нота соль, которая у нас является 24 Гц субконтраоктавы, понимаете, да? Но, ряд обратно симметричный, вы посмотрите, что вот матрица получается симметрична, и, допустим, почему ноти ля соответствует соль, диез, я не знаю. Потом, после этого, когда я нашел письмо Эйлера, я до этого его не знал, я вам уже рассказывал о 12 нотах клавесина, это работа Эйлера «Письма к немецкой принцессе о разных физических и философских материях», издательство «Наука», да? Он написал это в 18 веке. Вот он пишет, смотрите как, о 12 тонах. Теперь октава имеет 12 тонов, точно соответствующие принятым в музыке. Все эти тоны происходят от трех чисел, двойки, тройки и пятерки. Причем число 2 удваивается столько раз, сколько это требуется октавы. Что же касается числа 3, то его повторяют только три раза, а число 5 только два раза. Ниже следует таблица, где даны тонны первой октавы выраженными числами и где видно, каким образом складывается каждый из чисел. И мы наблюдаем, что тут максимально двойка, да? И если вы посмотрите, да? Эйлер ничего не пишет про солнечные сутки. Солнечные сутки состоят из двоек, троек и пятерок. Он это объясняет, что эта музыка является гармоничной, потому что человеческое сознание легко делить на 2, на 3 и на 5, на маленькие числа, чем на большие. То есть мы легко в уме можем звук поделить на 2 или что, чем поделить на 7 там. Но по сути дела вот он не сообщает о том, что это связано с солнцем нигде в этом письме. Обращаю ваше внимание, что такого музыкального ряда нет в музыке. А он пишет, что он был у них. Получается, что вот его и надо вернуть, потому что он когда-то у музыкантов, если брать Вьердиев строй, Пифагорийский строй, равномерно все использованы, полностью, чтобы повторял, вот как у Элера написано, нету ни одного. Либо нота фа отличается, либо нота ля, ну не ля, там еще какая-то, ми. Вот я когда солнечное рассчитал, я же двойка, тройку, пятерку и не знал, не использовал. Я просто тупо делил. Мне надо было, чтобы была такая музыка, чтобы если я ее бзиньк, количество полупериодов, в сутках было всегда целое число, чтобы отразилось и обратно дальше, ну фрактальность получилась. И я понял, что только в таком сочетании каждая нота будет целое число раз повторяться. В современных музыкальных строях есть ноты, которые не целое число раз, не могут повториться. Отсюда получаются диссонансы, называются волчьими квинтами, когда свисты это получаются, потому что у них получается несогласованность. То есть согласованный с солнечными сутками ряд есть только один, Элеровский, и его надо в музыке использовать. А уйти от Ромерна темперировано, он вообще никак не согласован. Ну, он просто цифровое подобие. Нету до конца, надо, чтобы резонанс зашел. Ну, давайте вернемся к секунде. Ну, опять же, это из Википедии. Большая часть написана, что Роджер Беконт упоминает секунду в 1200 году. Это в своей книжке первое упоминание секунды было. Тихия Барг и Иоганн Кеплер используют секунду в астрономических расчетах своих, уже упоминают в 1500 году. В 1862 Карл Гаус, немецкий математик и астроном, и физик, предложил систему единиц, где секунда равна 1,864 среднесолнечных суток. Как я вам говорил, берется за весь год солнечные сутки, вычисляется средняя, и делится на 86400, это секунда. Но это было еще до Гаусса. Просто ввели это в международную систему единиц. То есть, человечество создало секунду, которая была синхронизована Землей с Солнцем солнечными сутками. Потому что солнечные сутки это и Солнце, и Земля, и прецессия, все туда задействовано. Ну, вот измерение секунды. Давайте, как у нас человечество начало мерить. Первая длительность интервала между первым и вторым ударом сердца, как я говорил. У нас пульс примерно 60 ударов в секунду соответствует эталону нашему. Одному герцу, да, одной секунды. 60 ударов в минуту, да. Ну, это один удар в секунду. Это один герц наш эталон сейчас. Эталон секунда. Потому что секунда это есть один герц. Понимаете, да, что частота в герцах это обратная величина, обратно пропорциональная величина секунды. Точность метрологическая такого секундомера, ну, будет где-то среднеквадратичная в 10-1 степени. Ну, так как, вот я посчитал 50 герц и 100, ну, 50 ударов и 100 ударов в секунду, частота будет 0,8 герца и 1,6 герца, да. Ну, вот такая метрологическая ценность, но вполне приличная для каких-то измерений. Вот капельные часы потом появились, у них среднеквадратичное отклонение одной секунды, а другой, что я вам говорил, вариация Аллана, будет 10-3, то есть до третьего знака можно определить. Это капельные часы. И потом маятниковые часы, когда сделали, их точность была примерно ну, маятники, не маятники, часы, а маятники, 10 в четвертый, то есть до четвертого знака, что делали? Они брали маятник, начинали его качать, ну и считали, допустим, сутки, как он качается. Правда, такой маятник трудно сделать, чтобы он сутки качался. От полдня до полдня, да? Если он качается 86 раз, 86 тысяч 2400, то это у тебя секунда. Ну, эталон можно было воспроизвести секунды где угодно. С двумя полуднями делать такое число колебаний, значит, у вас есть эталонная величина. В этом плане французы после революции очень интересную вещь сделали, упростили. В 1789 году Шарль Морис де Тайлеран Перегор предложил в качестве мерилы пространства метр, ту единицу, которую мы сейчас измеряем. Ее раньше не было, ее предложили французы. И он предложил очень гениальную, я считаю, вещь. Он сказал, что давайте считать метром длину нити маятника, которая делает колебания в одну сторону одну секунду и в другую сторону еще секунду, то есть совершает 43 тысячи 200 раз в сутки, измеренное на широте в 45 градусов по широте Земли. То есть они, смотрите, что сделали французы, они синхронизацию времени привязали к пространству. Теперь пространство и время связаны. Вы приходите, берете маятник, пустили его, посчитали, сколько там колебаний в секунду он сделал, не обязательно в сутки, но в сутки, если у вас часов нету. 45-ю это можно поправку сделать, у них была таблица поправочная, потому что сила тяжести в разных широтах разная, они обнаружили. И вы получили метр. Идеальные эталоны, есть секунда, есть метр, вы можете мерить время и пространство. При этом не нужна ни метрологическая комиссия, ни эталоны, где-то хранящиеся в Париже еще где-то. В любом месте вы берете ниточку, грузик, начинаете качать, посчитали, что у вас за сутки вот столько-то колебаний. Отрегулировали, да, долго придется, отрегулировали, но вы получили метр. И это можно сделать было везде и всюду, это был настоящий эталон, причем он был синхронен времени и пространству. Сделать, посчитать вы везде могли, а то, что погрешность будет всегда и везде, это очевидно, где бы вы не делали на любой широте и даже без широты. Ну, в данном случае они эталон ввели, что на широте 45 градусов эталон, но были поправочные таблицы, если на другой, там просто пересчет, формула была. То есть, эталон, они сразу даже не выяснили, они сначала сделали же эталон времени, секунду, у них был маятник, а потом поехали в Бразилию и там оказалось, что он, сделали замеры, не соответствует. Стали ездить и поняли, что маятники колеблются не везде одинаково, это было еще до метра. Потом, когда они привязали метр, вот это самая идеальная вещь, потому что дальше вот эта точка 18 век, самое развитие, конец 18, начало 19, самое развитие, это доминанта развития научно-религиозной эры. Самые умные ученые были в это время. Вот то, что они сделали, это было колоссально. Они сумели добиться синхронизации времени, пространства, секунды, Земли, Солнца, Луны, всего. Простым, идеально понятным способом, который мы воспроизводим. Дальше будет все только хуже и хуже. Понимаете? Дальше вот как стало хуже? Дальше, ну что там каждый может мерить? Давайте, они сказали, мы вот во Франции, в Париже, метр-то сделали, маятник у нас есть, мы посчитали, и мы эту ниточку вынесем, и на набережной Франции, в Париже, они вот две латунных пластинки вбили и написали, видите, метр. Каждый теперь, кто хочет знать, что такое метр, свою линейку, приедет в Париж, приложил, черкнул, у тебя метр повез к себе в Африку. Но для этого надо ехать уже куда-то. С маятничком не надо никуда ехать, на месте может каждый организовать, сам лично проверить, что такое. А здесь на веру тех, кто вбил эти клинышки. Что они вбили, то вы метром и будете считать. Там погрешность просто другая будет, а все равно синхронизация останется, потому что синхронизация это колебание твое. Нет, они страшны нисколько. Я просто тебе говорю, что в отличие от того, что в воспроизводимости, что мы примерно с какой-то ошибкой получим одинаковую величину. Здесь же предлагают одинаковую величину приехать к ним. Правильно предлагаю. приехать к ним. Дальше они ее с набережной уберут и спрячут, сделают цилиндрик. Цилиндрик. И теперь не просто приехать, а записаться и заплатить, чтобы к их цилиндрику предложиться. И этот цилиндрик ни с сутками, ни с солнечными никак не согласован вообще никак. Потому что маятник-то он колеблется от Солнца и Земли. И мы видим полдень, черточки ставим от вращения. Все, а эта штука ими кем-то нарезана, натерта там. И она никак, если ее поставить и вот так вот сутки ложить, ложить, вот этот маятник будет все время совпадать, а это у них разойдется. Какая бы она точно ни была. Потому что маятник каждый раз будет отслеживать истинные сутки солнечные. Они плавают, они то короче, то длиннее, а метр все время постоянный. Метр постоянный, понимаешь? А раз мы синхронизированы относительно суток, я вам сказал, что эталон человека, сутки, это вращение. Мы должны жить, не важно, что метр, значит, непостоянен метр относительно наших суток. Потому что, да, потому что если я стою в сутках, живу, для меня важно в сутках жить. А если твой метр или секундомер тебе говорит, а у тебя сейчас полдень, я смотрю, а у меня полночь. Вот так вот случилось с механическими, с атомными, с часами. Они неправильно время показывают. Неправильно относительно солнечных, да? Ты знаешь, что атомные часы каждый в год два раза корректируют. Потому что никому не нужны, кому-нибудь из вас нужны сутки, которые в 23 часа 58 секунд заканчиваются. И вы вообще не можете назвать ни один день ни вперед, ни назад, когда он закончился. А потом у вас разбежится так, что у вас сутки будут вообще на несколько, потому что сутки гуляют, земля ближе идет, сутки сжимаются, разжимаются, но мы останемся в синхронизме. А эталон берут, который не привязан к этому. И приходится вычислять. Я только четко могу померить, без всякого эталона зная, что я нахожусь в сутках. Что сейчас, если мне надо определить полдень, я поставил палочку и знаю, что полдень. Приходит Игорь, говорит, да это не полдень, вот по моим атомным часам полдень. Я смотрю, да ты обманываешь меня? Вот тень, меня же сутки интересует, полдень. Меня не интересует полдень, который не полдень. Да, вот возьмешь эталон и будешь по поправочным таблицам в каждой местности вычислять, где же истинный полдень. Не надо ничего. Полдень определяется одной палочкой, воткнутой в землю. И ничего не надо больше. И так же сутки ты считаешь. Так. Вот смотрите дальше, измерение секунды, 15 век. Появились механические маятниковые часы. Ну вот я про маятники вам сказал, да? У них 10 в минус 4 среднеквадратичное отклонение каждой секунды было. Маятников часов в принципе то же самое, потому что маятник остался. Значит, в 30-е годы 20 века изобрели кварцевые часы. И вот у них уже стабильность среднеквадратичное отклонение одной секунды от другой примерно было 10 в минус 6. То есть 6 знак уже секунды мы могли определить. То есть вы видите в 100 раз точнее, чем механические часы. Естественно, кварцевые часы являются основой колебания. вот этого, значит, когда в 30-е годы братья Кюри открыли пьезоэффект в кварце и в других минералах, поняли, что это наиболее добротные системы, гораздо более добротные, чем механический маятник, за счет того, что кристалл очень упругий и обладает пьезоэффектом. Из него можно создать колебательную систему, которая будет очень высокой добротности. Ее можно качнуть, и она миллион раз будет качаться. То есть, ударив по кристаллу, он будет миллион раз колебаться. Сложно мерить было маятником сутки, представляете, 86 тысяч. Вы попробуйте создать маятник, который вообще сможет 86 тысяч колебаний совершить. Его добротность должна быть 86 тысяч 400. Значит, это надо убрать воздух, вакуумную эту сделать, подвеску, не растягивающую, как-то это. Может быть, и сможет. Я не видел, честно говоря, маятников, которые могут совершить 100 тысяч колебаний и не остановиться. Соответственно, у кристаллов кварцев добротность была в миллион и выше. Поэтому в 30-е годы с этим эффектом стали создаваться кварцевые часы и кварцевые генераторы, в первую очередь. Это были засекреченные вещи. У нас здесь в 30-е годы на заводе Козицкого 12-й цех, который занимался кварцевыми генераторами, был не совершенно секретный, а крайне секретный. Такое дали определение, которого даже не было. Крайне секретный, то есть это выше, чем совершенно секретный. Насколько это все влияло. Нужны были чистые кварцы, потому что высокая добротность возникает, когда кварц очень плотный и у него правильная структура. Правильная структура, он должен быть альфа-кварцем, а не бетом. У него может быть разные сингонии. Он соответственно у нас идет с правой спиралью, а может быть с левой. Не должен быть двойником, но и в нем не должно быть примесей. Чем чище такие кристаллы, очень дорого стоили, их искали по всей стране, чистые кристаллы, чтобы из них получить вот такие высокодобротные маятники. Вот я вам показываю самый большой кристалл, который был найден в Советском Союзе в 50-е годы весом в 70 тонн, правильной огранки. Видите? Его вот очищают длиной он 7,5 метров. В Казахстане его нашли. Судьба его неизвестна, и мне не удалось ничего выяснить. Он есть только вот на фотографии в музее. Такие вещи настолько дорогие и настолько ценны, что они исчезают от нашей цивилизации бесследно. Кристаллы такого размера, сколько их по земле не было, все исчезли. Никто не может сказать ни их судьбу, нигде они находятся сейчас, или их распилили. Даже тот, который был в Советском Союзе, который мы говорим, там, все для народа, для там. То есть вот единственная фотография и воспоминания. И из тех воспоминаний, сколько я не пытался расследовать, никаких следов про этот кристалл до сих пор нет. Ну, конечно, было бы большим счастьем когда-нибудь увидеть что-то подобное. Ну, вот когда мы смотрели пирамиду Уварова, помните, рассказывали, он за кристаллом в 300 килограмм, цену он, по-моему, не назвал, ездил в Бразилию, где миллиардер, который ставил в пирамиду кристалл, заплатил, он не сказал, сколько за этот кристалл. 300-килограммовый натуральный кристалл, выращенный в Бразилию. Я тогда спросил, он у нас левосторонний или правый, потому что в Бразилии левосторонние растут, у нас правосторонние закрутки осей кристаллов. Конечно, бы хотелось увидеть. Если кто-то, обращаясь, раз в эфире будем, кто-то, может быть, все-таки что-то знает про судьбу этого кристалла, куда он все-таки делся из Казахстана потом, ведь люди-то жили, наверное, все-таки, или людей, которые его очищали и доставали, тоже исчезли. Вполне возможно. Значит, так как эти кристаллы были важны для получения точной секунды, попытались, а природных достать было сложно, потому что большинство природных кристаллов дефектные, с примесями, с трещинами, попытались синтезировать, получить искусственно выращенные кристаллы. Долго не получалось, 20 лет, и первые кристаллы стали появляться у гегемона и у нас примерно в 50-х годах в одно время у нас в Академии наук в Институте кристаллографии Штенберг в 51-м году вырастил кристалл в 70 грамм и примерно в это время американцы вырастили этот кристалл. И после этого в 50-х годах был создан у нас, я считаю, один уникальнейший институт, Всесоюзный научно-исследовательский институт синтезов искусственного минералогического сырья в городе Александров Владимирской области. Задачей главной его целью была синтезировать кристалл, который можно использовать в кварцевых генераторах. И они этого добились, они научились выращивать кристаллы нужной частоты, плюс пытались их выращивать в космосе, в данном случае из газеты фотография «Космическая продукция», то есть они посылали на спутники и там пытались растить кристаллы. К сожалению, в 1991 году в НИИМС распался вместе с Советским Союзом. Земли распродали, здания распродали. Он, кроме кристаллов, коварца делал искусственные алмазы, рубины, практически все кристаллы, которые нужны были, и обладал самыми уникальными знаниями в этой области в Советском Союзе. Но полностью распался. Единственное, что нам повезло, они в 1962 году сумели построить завод по производству искусственных кристаллов кварцев. Это в Южноуральске, Челябинская область, Южноуральск, улица Береговая. Там выращивают искусственные кварцевые кристаллы гидротермальным способом. Примерно выращивают их за полгода. Ну вот мы на заводе покупаем, они примерно такого размера, эти кристаллы. И этот завод обеспечивает 30% мирового производства кристаллов кварцев мира. То есть есть еще два завода в мире, которые это. То есть это завод всемирный, он не распался только потому в 1991 году, что его продукцией пользовались многие страны, в том числе и Гегемон. мы сейчас не про это говорим. Ну вот мы покупаем всю продукцию естественно здесь, американцы тоже там. Ну многие у него покупают, потому что у них вот ВИМС реально создали хорошие кварцы. Вот эти их блоки пьезокварца выращены по хорошей родовой затравке. Дело в том, что есть разные заводы, но вы поймите, что кристалл невозможно вырастить из искусственного кварца. Чтобы вырастить кристалл затравка должна быть природная. То есть надо найти природный кристалл, из него вырастить искусственный. Если вы из искусственного отрежете кусочек и обратно в автоклав, ваш следующий будет хуже, у вас начнет деградация и вы не сможете. Были в Советском Союзе много экспедиций, где нашли очень качественные кристаллы. Из них сделали затравки и из этих затравок вырастили. Значит, каждая затравка имеет родословную генетическую. На этой затравке кристаллы, на этой они разные. Вот все дефекты генетики природного кристалла кварца всегда отражаются, когда он наращивается, повторяются, всегда повторяются. Но поколение ухудшается, потому что затравка остается внутри, что если потом, вы понимаете, так как производство не обладает очень высокой технологической частотой, попадают другие атомы, натрия, они же в щелочи горячие, 400 атмосфер растят их, попадают примеси, и кристалл кварца становится хуже. Потом, если вы его нарежете, все, что туда попало, дислокацию нескольких атомов поменяет и, соответственно, передастся по наследству. Поэтому, ну, а на природных нельзя, затравки природные быстро кончились у них на заводе, и они создали отдельное производство особой чистоты для выращивания именно затравок. Отдельно затравку выращивают из природных так, чтобы там, во-первых, от скорости процесса качество кварца меняется, они растят примерно 6 месяцев, ну, можно быстро растить, но, соответственно, кварц будет менее плотный, и структура у него будет отличаться. То есть, вы поймите, что каждая такая пластина имеет свою генетику. И связано это с добротностью в первую очередь, да, вот, добротность пьезокварца. Низкодобротный кварц это 10 в пятой степени, то есть 100 тысяч. Южноуральский завод Кристалл выращивает кварцы добротностью 1,8 на 10 в шестой. То есть, почти 2 миллиона колебаний, если по нему ударить, он будет колебаться. Очень качественным считается, если больше 2 миллионов. А некоторые природные кварцы имеют добротность до 20 миллионов. Вырастить такие кварцы никогда не удастся. Они растут миллионы лет в особо чистых условиях. Это, я не знаю, если только нанотехнологии будущего смогут создать. Соответственно, точность часов зависит от точности колебаний, от добротности. Соответственно, у кого есть добротные кварцы, у тех есть точные часы. У кого нет добротных кварцев, у тех нет точных часов. Те должны покупать у тех, у кого они есть. Ну, вот, основное производство точных кварцев и часов происходит, конечно, в Санкт-Петербурге, как в столице радиотехники. Мы знаем, в 30-х годах на заводе имени Козицкого 12-й цех крайней секретности начал выпускать первые кварцевые резонаторы. В 41-м году его эвакуировали в Омск и там создали завод номер 210, который до сих пор там есть, и он тоже называется завод Марион, как тот завод, на котором я работаю сейчас. В 45-м году он вернулся обратно в Ленинград и назывался он на Васильевском острове проспект Кима 13А. Он был секретным заводом, назывался 616-м. В 55-м году его переименовали в номер 823, в 71-м году с него сняли секретность и он называется с тех пор завод Марион. Марион это кристалл кварца черного цвета. Ну, я на этом заводе работаю уже 11 лет разработчиком кварцевых генераторов. Вот как выглядят кварцевые генераторы, то есть эти резонаторы. я вам даже принес, чтобы его держать. Ну, как тут здесь все будет видно. в подарок. Ну, вот, давайте я вам сначала покажу, а потом это пущу по рядам, пока я буду рассказывать, вы посмотрите. на картинке то, что я вам сфотографировал, видите, вот такой он 80-го года выпуска, там стоит кварцевая пластинка искусственная с Южноуральска, на него нанесены хромированные, видите, на особо прецизионные наносят только золотое покрытие электродов, оттуда выкачан воздух, и вот его добротность не хуже, чем 2 миллиона колебаний в секунду он может давать этот маятник. его вставят в состав генератора и, соответственно, получают ну, ну, вот так тоже еще, видите, вот тут уже золотое, используется ну, золото высокой пробы, то есть там наносятся никакие не смеси, не 500 пробы, а чистое, абсолютно чистое золото химически, потому что вот на золоте добротность повышается. Ну, сейчас частоты там до 500 до ну, вот этот на 1 мегагерц, вот это 1 миллион колебаний в секунду, 1 мегагерц, вот это вот, 1 мегагерц, причем на первой гармонике. ты пойми, что ты если делаешь на первой гармонике, у тебя, соответственно, все точнее колебается, чем на маленькой, ну, больше расход материала, ты можешь, понимаешь, на пятой гармонике заколебаться, ну, как струна, у тебя есть гитарная басовая струна, я тебе говорю, ну, ты ее сделай там поменьше, ну, не будет у тебя бас, но та же нота. Нет, ну, в зависимости от частоты, да, вот здесь, скорее всего, на первой гармонике. Там еще разные формы холебания же бывают сдвиговые, крутильные, продольные, поперечные. Так, ладно, ну, вот эти кварцы потом помещаются в генератор, обычно. Внутри вот колба такая, допустим, есть, ну, вот, как здесь на картинке, я ее вот показываю, то, что я сфотографировал. Внутри есть нагревательный элемент, иногда прям на пластину кварца, и его в этой колбе в вакууме поддерживают постоянную температуру, потому что размер пластины меняется, частота меняется, он же колеблется механически. Очень важно, чтобы застабилизировать, нужно иметь одинаковую температуру. И обычно уже измерительные системы, генераторы, делают ну, хотя бы с одним термостатом, который находится внутри самой колбы. Вот в данном случае вот это вот, ну, стандартное изделие с одним термостатом, там внутри колбы находится кварц, и там находится термостат. Есть варианты, где просто подогревается снизу транзисторами пластины, либо прямо на кварц нанесены. Есть схема управления, поддерживающая температуру в специальной точке, где перегиб характеристики, где частота не влияет на температуру. Ну, там сложно, не буду вас это, как там делать, там довольно интересное производство. Ну, понимаете, вот этот баллон на 90 градусов, держится внутри 90 градусов постоянно, чтобы размеры кварца не менялись. И, соответственно, генератор может работать только до 90 градусов, потому что, если дальше, термостат уже не работает. так, когда нужно получить прецензионный, супер, лучший эти, делают двойной термостат. Берут вот такой кварцевый внутри, уже в нем температура 90 регулируется, ставят его внутрь еще одной коробочки и с этой стороны начинают греть еще второй термостат. То есть, здесь 90 держим, а здесь сверху еще 100 градусов, допустим, держим. дважды термин, потому что основная проблема это температура, потому что от температуры уходит размер кварца и уходит частота. Ну, вот я вам покажу, допустим, какого года, видите, эталон написано, эталон, 64-го года выпуска. Вот такая карболит, если кто помнит, открутить, и там раньше вот пластины кварцев была зажата вот прям туда вставлена, механически винчиками прикручен. Вот я эту коробочку даю Игорю, и там дальше, пока я рассказываю, можете там партию смотреть. Я на партию, да? Вот это на. Золотом сюда побольше. На. Убирай. Ну, вот давайте я вам рассказал, что вот с этой секундой так хорошо получилось. вот смотрите, наш завод выпускает, я вам, самый лучший прецензионный, малошумящий кварцевый генератор, который есть на данный момент, который вы можете купить. Ну, любой может купить. Так как он продается, это ГК 336-й ТС, дважды термостатированный. Вот я вам говорил, помните, девиацию Аллана, запомните, для чего я вам давал, да? Что каждая секунда насколько отличается. Вот этот генератор, у него каждая секунда от следующей вышедшей из него отличается на полтора, на 10 в минус тринадцатой степени. То есть в тринадцатом знаке только. На сегодняшний день это самые точные измерительные системы на Земле, которые могут мерить тринадцатый, четырнадцатый знак. Штангель-циркуль у нас меряет пятый знак, микрометр, шестой знак. И только радиотехнические системы кварцевые позволяют создавать метрологические системы, измеряющие тринадцатый, четырнадцатый знак. Никто больше не может мерить. Это на сегодняшний день самые точные в мире измерения. Если вам кто-то когда-нибудь скажет, что секунду можно измерить в пятнадцатой степени, в двадцатой, это неправда. В основном это люди будут пытаться вас вести в заблуждение. Разными хитрыми способами мы вводим в заблуждение, указывая не те параметры, которые нужно знать. Главный параметр, какой нужно знать для каждого генератора, называется девиация Аллана за одну секунду. Либо она называется еще, видите, кратковременная нестабильность частоты за одну секунду. Это среднеквадратичное отклонение каждой вышедшей секунды от следующей на бесконечном этапе времени. Если вы купили такой генератор, вам гарантируют, что каждая последующая секунда не изменится больше, чем в тринадцатом знаке. Представляете, да? Вторым параметром, важным, я вам тоже показывал, это дрейф. Он составляет в год, видите, единицу на десять минус восьмой. Гораздо хуже. Ну, то есть, получается, если генератор десять мегагерц дает, десять миллионов колебаний в секунду, она у вас может уходить. И вот это наиболее проблемная часть для кварцевых генераторов, что у них есть дрейф. Ну, вот это лучший генератор, что выпускает на сегодняшний день на завод. Полтора на десять в тринадцатом. Теперь наш конкурент, смотрим, американская фирма Стэнфорд. Значит, она тоже выпускает такой же двойной термостат. Смотрим, у них вариация Аллана за секунду два на десять минус двенадцатый. А у нас полтора десять минус тринадцатый. Получается, наш генератор более не в тысячу, но в десять раз. В десять. В десять минус двенадцатый, а там полтора в тринадцатый. В десять, да, почти в пятнадцать раз гигиемон не может сделать кварцевый генератор, который делаем мы здесь в Ленинграде. Дело в том, что вот эти генераторы, они, видите, цену показывают, 350 долларов у них на сайте, что если Стэнфордовские откроют, они по всему миру торгуют. Дело в том, что свои измерительные системы они покупают на нашем заводе. Значит, и космическая связь, и все системы стабилизации, спектрографы, анализаторы спектров, особенно прецензионные. В основном используют Марионовские генераторы, их покупают все. Ну, не может гигемон. не может. Не может гигемон. Не может. Почему? Потому что тут еще ведь генетика завязана. Генетика кварцевого производства уральского завода, да, нужна затравка, нужны чистые кварцы. И это, а вот то, что ты говоришь, там вот маленький этот, который китайцы делают за три копейки, там просто выращивают дешевый кварц, который выращивают за месяц, нарезают на станке и у него 10 минус пятый, редко в шестой, а здесь в тринадцатой. Поэтому все прецизионные системы, то есть вот видите, гегемона мы делаем. Их не... А? Там не только затравку. Это и сам генератор, и сама культура, а главное у гегемона... ладно, поговорим про это еще. Почему? Они вот почему не могут 180-й двигатель РД у нас повторить, покупают? Мы продали сами двигатели, всю документацию, специалистов, а повторить не могут. Все дали. Что еще надо дать, чтобы они смогли повторить? Надо дать свои мозги им, что ли, или как? Нет, у них руки без того места. Руки? Надо перестать. Но они же покупают специалистов любого ранга. Почему они не могут сделать? У меня есть ответ на этот вопрос, но некоторые вещи я бы не хотел бы озвучивать, чтобы не помогать им, гегемону. Но в данном случае вот я вам показываю. Стэнфорд это ведущая фирма, на которую все продают буквально больше всех. Все покупают в Стэнфорде, у нас покупают только избранные. Ну вот то, что я вам говорил, мы ставим генератор, который мы сделали, и он пошел давать нам секунду. Да, секунда уходит от 100 МГц потихонечку, но это даже не столько важно, насколько важно, чтобы каждая секунда была стабильна. Смотрите, когда я такую систему строю, я же частотомер подключаю, и мне надо, чтобы вот этот генератор, который мне секунды-то наряжает, был не хуже вот этого. Иначе я измерю, и вот если я вот здесь 13-ю степень поставлю, а здесь 5-ю, я 5-ю измерю. То есть, если что-то, чтобы померить что-то, оно должно быть опорный сигнал точнее того, чего вы меряете. Вот это важная вещь. Значит, давайте дальше про кварцевые генераторы. У них есть такая одна необъяснимая вещь у кварцевых кристаллов, она называется старение кварца. Так как мы начинаем работать на степени 33, то мы начинаем замечать, ну, процессы замечать, которые очень медленные, но мы их уже видим. Вот как мы не видим старение человека, только встретим, о, а он постарел. А здесь мы меряем так точно, что видим старение на глазах, потому что можем мерить тринадцатый знак. вот я вам программку, допустим, я вот включил генератор, видите, он, начальная частота, вот у него девять, ну, десятка была, но она не ровна, видите, 868 на конце, а вот это вот справа, это частота относительная, в PPB, в PPB это минус девятая, миллиардная часть. Значит, вот десять тысяч PPB, это значит, вот эта полосочка десять в пятой степени, пятый знак. Вот мы генератор включили, его частота стала расти и поменялась почти на пятый знак. То есть, когда мы делаем генератор, мы же, вот этот тепловой уход, заранее все высчитывается, да, его надо прогреться. Вот он прогрелся и стал ровненько-ровненько. Но если мы через сутки возьмем этой же программой и уже не десять тысяч PPB, а по одному PPB, то есть, эта клеточка уже десять минус девятая идет, частота. А внизу это у меня идет в секундах. Ну, не в секундах, по две секунды я тут снимаю. То есть, у меня стоит частотомер, ну, грубо говоря, каждую секунду снимает частоту, и я смотрю, сколько она от начальной уходит. И мы видим, что через сутки этот же генератор, который они выключали, у него совсем неровная линия, а его частота растет примерно, ну, вот за пятьсот секунд на PPB, да, на 1D. Потом через год я включаю этот генератор. И, о чудо, через год этот генератор вообще никуда не ползет. Он работает, как рубидивый стандарт. Нет ни одного прибора, который мог бы обнаружить столь маленькие изменения. То есть, если я высокостабильный, вот этот кварцевый с двумя термостатами поставлю, через год он у меня становится, дрейф пропадает. Но если я его случайно выключу, все по-новому. Вот придется ждать. Он упадет. Потом мы его включим, и частота у него будет повыше, чем при первом включении. Но он опять будет набирать. Скорее всего, и здесь происходит рост, но мы уже не видим. Видите, я тут уже поднял это 10 в 10-м знаке. У меня вот это оперто на 336-й генератор с 13-м знаком, а это я использую с одним термостатом, 197-й генератор. Я вам просто показываю. А вот как частота колеблется. Видите, вот она вот колеблется. То есть, она не постоянно. И вот это 3600 раз я измерил, получил такую картинку. То есть, вот со старением кварцевых резонаторов наука до сих пор не отдала ответа, почему кристаллы кварца стареют обычно с повышением частоты. Подожди. Дело в том, что старение, вот этот вот рост, он для генераторов может быть разным, потому что стареет же не только, и ёмкость стареет. Если ёмкость усохла, стала меньшего размера, у неё больше получается ёмкость, да, потому что ближе эти. Сами контакты, которые держат. То есть, может так получиться, что со временем, наоборот, частота падает. Но обычно у генераторов она растёт. Но у самих кварцевых элементов, если их вынуть, у них всегда повышается. Это приводит к тому, что старение происходит в момент, когда он долго не эксплуатируется? Всегда. Даже когда он лежит. Значит, если положить кварц, померив его, положить, это через год взять, он не будет на той частоте. Если он постоянно пойдёт, он тоже стареет. Нам надо плавно чему-то подойти. Сколько осталось? Зачем надо остановить. Зачем надо заканчивать. Что, заканчиваем, да? Ну, вопросы ещё будут. Ну, ладно. Короче, давайте тогда я побыстрее, без вопросов. Смотрите, старение кварцевых резонаторов, я объясняю тем, вот сжатием земли, что я вам говорил. Это примерно 2,2 на 10-18 степени, мы его и наблюдаем. Балыш, мне надо тарапиться, чтобы до какой-то логичи... Ты время, скажи мне, сколько мне говорить тебе? Время. Что-то вы как-то... А сколько время сейчас? Сейчас 6. 6 уже? Ох... Без двух, 6. Да, поэтому мы до какой-то логичи... Можно было провести его другой день. Хорошо, хорошо. Да, и мы ещё обязательно вернёмся. Не надо полгать. Ладно, ладно. Ну, давайте хотя бы эту тему немножко до конца. Моя идея, что это сжатие земли мы видим, старение кварцев. Второе, ну вот максимально точный кварц, который удалось получить у нас в условиях земли у нас в СССР. Смагин занимался в 75-м году. Это гелевый кварцевый генератор, который он сделал в виде бруска. Электроды он не напылял, а на расстоянии от бруска на нейлоновых нитях подвесил, пробурил скважину, 40 метров опустил в землю и залил это всё жидким гелием. И он получил вот такую стабильность с 4 на 10 в 14 степени. То есть выше этого уже не получить ничего пока что. Ну и на этом, наверное, тогда что? Дальше. Дальше у меня про рубидевые стандарты, про атомные часы, потому что мы их тоже делаем, три вида атомных часов. Я их вам принёс в разобранном виде. Ну, в принципе, если вот так дальше, можно на 17-е это перенести. Конечно. Давайте. Не будем что-то немного. То есть я дальше вам расскажу тогда 17-го про атомные стандарты, что мы делаем. Три вида. Ну, сейчас подожди ещё минутку. Ну, опять же, гегемон делает хуже, как обычно. Вот его. И я в разобранном виде принёс вам этот гегемоновский стандарт, как он устроен, и хотел вам показать, как это всё работает. Ну, на этом да. Значит, пожалуйста, огромное спасибо лектору за такой доклад. Просто очень много, чего мы открыли тоже для себя. Спасибо. Значит, вопросы? Да, пожалуйста. Давайте. Вот даже вопрос такой. Возвращаясь к предыдущему, так сказать, под теме, там, где шёл разговор об Иисусе Христе, Пасхе, Рождестве и так далее. Вот можно как-то, так сказать, рассмотреть вопрос синхронизации, скажем, вот для нас Пасха, для православных, когда есть благодатный огонь, это всегда однозначно непреложен, хотя другие религиозы, скажем, там, катакомбники, католики, они празднуют Пасху, но это получается вроде как условное исчисление, а у православных всегда Пасха тогда, когда сходит благодатный огонь. Как вот этот мистический знак предусмотреть для того, чтобы просчитать, когда же на самом деле Христос родился, так сказать, вот отсчитывая много веков назад. И, к слову сказать, дату, когда крещение, да, вот по-нашему это 12 дней от Рождества Христова, православного, седьмого, до 19 января. Вот как-то просчитать, скорректировать, рассмотреть этот вопрос. Это первое. Второе, что я хотел сказать, что вот какие-то непонятные вопросы, но, допустим, вы говорите, это мое мнение, я вот так рассчитал и считаю, что вам, независимо от других авторитетов, вот я хочу сказать, что это, скорее всего, так, да? Ну да. Вот числовые, цифровые какие-то там вот эти вот понятия. Может быть, задать вопрос и такая возможность есть людям, которые могут со своей точки зрения как бы дать свою оценку. Ну, скажем, Махамад Сиди Кафган, который идеально оперирует цифрами, датами, непонятным образом откуда-то у него вываливается из головы формулы, в которой он подставляет коэффициенты, которые нам могут быть известны. Вот, может быть, ему задать вопрос, чтобы выявить истину, как говорится. К слову сказать, Махамад Сиди Кафган, я с ним разговаривал, он обещал здесь быть в феврале-марте 23-го года. Если подготовить эти вопросы, в Петербурге, если подготовить вопросы, можно напрямую ему задать. Спасибо. ну, интересно, конечно, вот все это выяснить с огнем и с прочим. Я там взял просто, показал вам, где я взял все данные, что были известны, и свел к тому, что день недели такой мог быть только в третьем году. Если бы у меня были какие-то другие данные, да, то, а по благодатному огню это надо где-то тоже собирать, вот эту информацию иметь, чтобы как-то ее подумать, как-то. А потом другие расчеты у кого? Хотелось бы узнать, как они это сделали. Я по Солнечной системе. Вы сказали, что Солнечная система, она конечна. Тогда от чего отражаются, кроме планет? Я сказал, Вселенная конечна. А, Вселенная конечна. Вселенная конечна. То солнечные вот эти лучи отражаются только от планет, но они же вроде как бы от конца какого-то, от вот этого пространства. Они не отражаются, они вот как, вот я вам показал рисунок пучности и узлов, они вдруг в друга переходят. Вот как маятник колеблется, он не отражает, как бы, нижнее положение от верхнего, это все процесс одного колебания. И так и здесь, вот энергия, она вот из пучности, которая Солнца, вот узел, узел уходит, из узла же идет Солнце. А там узел планеты на другой, там у звезды Сириус, туда практически не попадает. Ближние узлы только работают. Но между вот всей Солнечной системой и другими системами, наверное, тоже есть связи энергетические. А вся, я вот говорю, что это Вселенная, получается, она конечного размера, да, и вот то, что мы наблюдаем, это вот узлы и пучности, пучность есть звезды, а все, что вот сжимается, это планеты. Черные дыры, вот тоже можно, наверное, как узлы большие считать, но их цель не очень понятна. Да. Участник клуба Владимир, меня интересует следующий момент по поводу календаря. Вы рассмотрели европоцентризм календарей, которые созданы в самой Европе, а вот есть календарь Майя, у них 260 дней в году. Вот это как-то коллерируется, просматривался этот вопрос? Ну как, на будущее, может быть, не сейчас, потому что, как по источникам, видно, что у них достаточно точное время исчисления и годовое, и исчисление дней. В принципе же, вот смотрите, наверное, они полгода, получается, берут. Можно меньшим периодом, но тоже синхронизоваться относительно равноденствия и Луны. Майя, насколько я знаю, у них солнечный календарь. Ну я просто не изучал структуру календаря. Почему меня это интересует? Потому что есть еще и китайское время исчисления до сотен тысяч лет. У них тоже своя система там внедрена. Поэтому вот как бы расширить этот момент и календарей, и как раз синхронизация жизни, она может быть не по европейскому времени, которое, вот видите, даже в этой лекции было видно, что при внесении человеческого фактора, оно вносит очень большой хаос в время исчисления. Можно? Да, да, да. У меня такой вопрос. Вот вы рассчитали, что вселенная не рассчитает, не расширяется, так сказали. Да. Что она стационарна, скорее всего, в моем понимании. Ну, с этим можно спорить, спорят другие ученые, спорят инструменты. Ну, вот в последнее время я нашел такую информацию, что Луна, Луна отдалилась от Земли на 8 сантиметров. Вы можете это как-то объяснить? Отдаляется? Отдаляется, да. Уже отдалилась на 8 сантиметров. Ну, я про Луну так ничего не считал. Если я думаю, что все процессы циклические, что через какое-то время начнут обратно приближаться, к чему бы нет. Нет. Еще вопрос. Да. Вы сказали, что, опираясь на ученых, что глобального потепления как такого не существует и не будет. я не говорил, я говорил, что Лукин сказал, что он считает, что похолодание, хотя он главный специалист был. Хорошо. Раз. Во-вторых, вот этот график, что американцы дают по Антарксиде и по льду, показывает на то, что последние 12 тысяч лет идет похолодание. Мы на 2 градуса уже понизились. И ничего не предсказывает того, что должен быть измениться. Тогда у меня вопрос. Те же американские спутники показывают, что Антарктида теряет ледяной покров. Начинает разрушаться ледник Роса полностью. Мировой океан повысился на 3 сантиметра. Как отобъяснить? Это несоответствие полное. Мировой океан на 3 сантиметра не повысился. Это неверная информация. Второе я снимаю. Объясните, если нет протепления, как рушатся ледники? От Антарктида. Смотрите, по Антарктиде я хоть что изучал, смотрел по поводу спутников из всех вот этих вот и американских калифорнийский институт движения и этого, что в Антарктиде часть Антарктиды замерзает и температура там повышается в земле Мэрибёрд. Другая часть наоборот разогревается и там тает. То есть есть 2 части, в которой происходит утончение слой и где утолщение. Причем замерзает хорошо. И у них даже эти опубликованные температуры, то есть идет минусовой градиент. Плюс Южная Африка вся идет с понижением по этому градиенту у них. То есть получается, что какой-то участок разогревается, а какой-то замерзает. То есть вы считаете, будет баланс? Вопрос заключается глобально во всем как. Хорошо бы по уровню океана, но 3 сантиметра нету никак. В Санкт-Петербурге это стоит уже так долго, этот флагшток, и 3 сантиметра бы, если бы это за какой период? Ну, начиная где-то 50-го года. Но мне надо уточнить, посмотреть. Потом наша земля, она сжимается, это настолько сложно все. Флагшток тут ни при чем. Флагшток тут ни при чем. Ну, я к тому, за какой период, если за год, на 3 сантиметра, мы бы увидели. Нет, не рады, не рады. Ну, за какой-то период, да? Я пытался найти по Балтийскому морю в Санкт-Петербурге за 300 лет, после того же, как Академия наук существовала, данные относительно флагштока, который Петр Первый указом сказал, что три раза в день мерить и записывать, данных нет. Либо их не предоставляют. Есть кусочками, фрагментами какие-то года, там, 55-й, вообще странные какие-то годы. Потеряно все. Единственные такие данные я нашел по Стокгольму, и там уровень упал на метр. На метр Балтийского моря. Они говорят, что, мол, ну, типа выросла Скандинавская скала, и Стокгольм подняла. Ну, что тут как мерить? А у нас вроде бы не меняется, но данные, хотя деньги платились, в Хронштадте каждый день кто-то мерил, вроде войны не было, ничего не сгорало, а данных нету. Куда они делись, я не знаю. Оценки Гидромет у нас есть, там это, Беретта, да, у них свои оценки. Они там как-то пытаются данные по геологии, по слоям там. Но вот четко такого, что понижается или повышается, никто сказать не может. Единственное, вроде бы, как я понял, что СО2 повышается, что это вот доказано четко. Как сказал Якайкин у нас. Вот в разы. И это видно. Ну, я отдавал диск, Женя Владимирович, там у меня статья о жизни, где подведение я отдавал диск свой, Елена Владимировна, там есть статья «Айсберги под наблюдением из космоса». И там рассказано, как разрушаются айсберги, как довольно быстро тают. Это наблюдение, в основном, американских спутников, американских и европейских спутников. Они отрываются от континента и плывут на юг, должны растаять там. Они тают. И об этом еще писал Ломоносов, что на юге есть земля, раз от нее откалываются льдины и плавают в океане. Но только это не говорит ни о похолодании, даже если бы было похолодание, все равно бы айсберги откалывались. Потому что вода-то намерзает, и ледник при любой температуре сползает в океан. Просто он будет дальше откалываться просто. Но сползать будет. Лед в Антарктиде, он не стоит на одном месте, там реки текут изо льда. То есть, вот, где-то 400 тысяч лет, и постепенно лед, который, снег выпал в центре Антарктиды, оказывается на побережье. Там крыша, и он весь течет, как вода. Здесь он откалывается, и айсберги дальше уплывают и тают. Этот процесс, он довольно сложный, но он связан с том, что кристаллическая вода так же течет, как и простая вода. Это видно, у меня вот про Антарктиду я показывал эти реки ледяные, как они. Там даже на местности колышки вбиваешь, и они вот колышки расходятся. Еще? Можно я еще раз слово возьму? Я хочу поблагодарить за шикарный просто сегодня доклад или лекцию, и такой, говорится, кругозор. И ваше сегодня выступление самое главное будоражит мысль. Хочется думать, и ваша позиция мне очень нравится, что вот не веря авторитетам в золотых шапках, думай своей головой, измеряй и находи истину, какая она на самом деле существует. А в качестве предложения, знаете, вот вы когда говорили о кристаллах, я вспомнил истории, которые были с Саи Бабой, материализация всего, кристаллов, прочее, к сожалению, Саи Баба ушел в мир иной, но есть еще один человек в Западной Германии, с которым есть контакт через Элла Бранта Фунт Людвигера. Это в свое время руководитель службы слежения за воздушным пространством Западной Европы. Он приезжал в Петербург и он поддерживает именно вот эти исследования материализации кристаллов. Может, к нему обратиться? Есть возможность. Ну, интересно, да. Так что, Вам спасибо за шикарный... Спасибо за такой похвальный отзыв. Ну, по кварцам у меня работа как раз там, где и нужно. Оно же связано со временем очень сильно и с календарем, с синхронизациями. Вопросов еще много осталось у нас. Ну, давайте, да. Значит, первый вопрос. Откуда информация, что Земля, отдаляется от Земли каждый год, потому что... Земля отдаляется от Земли? Солнце, извиняюсь, отдаляется от Земли. Вот. Насколько это там сантиметров? Это первый такой вопрос, потому что... Из закона Хаббла следует? Потому что перешерстил сейчас интернет по-быстрому, не нашел этой информации. В общем, по, как сказал, объяснение тому, что Солнце не отдаляется и не приближается к... Земля, точнее, не приближается и не отдаляется от Солнца, объяснение дал Эйнштейн. Мол, так и должно быть. Все. Вот и все объяснение. А что такое перигелия, апогелия, если Земля не... Нет, я имею в виду, ты же сказал, что оно приближается на 4 сантиметра, ты имел в виду как таяние льдов или что, 4 сантиметра, или перигелия, апогелия, что ты имел в виду? Если перигелия, апогелия, нет вопросов. А если ты имеешь в виду, что оно падает на Солнце постоянно, наша Земля, и с каждым годом все ближе и ближе к Солнцу, я так тебя понял, неправильно? Нет, я не говорил, что оно падает. Все, вопросов нет, тогда вопрос неправильный. Я говорил, что мы падаем внутрь Земли. значит так, вопрос такой, вот было такое извлечение, что передача нашей информации вовне, как говорится, изнутри наружу, похоже на то, что мы должны стать звездами и так далее, выворачивание Тора, значит, у меня вопрос такой, что тогда произойти должен получается взрыв очередной, как бы Вселенной, когда мы дойдем к максимуму каких-то знаний. Вопрос, как планета становится звездой, хотелось бы увидеть глазами. Да, мы глазами, потому что Юпитер готов уже стать звездой. Утяжеление каждого элемента происходит за счет нейтронов. Либо должна быть какая-то кем-то описана теория этого. Может быть, ну, есть разные подходы, есть люди, которые видят, чувствуют, есть какие-то, могут предложить математические модели. Ну, модель, стандартную модель Земли предложили математике, знаешь, Ландау, да? Да, да. Ну, у них вот ядро железное, они же не видели этого ничего, но предложили. В моем понимании, там, что ядро у нас звезда, а там пространство есть, наверное, водой заполнено, а может и воздухом. Ну, то есть, это модели. По поводу того, что Земля сжимается на 0,8 миллиметров в год. Да. Где? Откуда это? Тоже не нашел ничего. Я же тебе вот картинку показывал из прошлой лекции. Вопрос тогда, почему тогда все ученые мира и обычный даже человек, когда его спрашиваешь, понимают, что Земля только расширяется, а вот у вас почему-то понимание, что она сжимается, откуда это? вот смотри, вот Земля, и вот Земля в парсеке, вторая планета, так скажем. Ну. Если они вот сжиматься будут на один парсек, вот с такой скоростью, то у них возникнет доплеровское смещение, расширение, которое мы наблюдаем. Оно будет равно вот этому. Это Земли, которые находятся на расстоянии несколько там парсеков. Если ты начнешь их приближать, соответственно, и будут они сжиматься. То есть, достаточно, чтобы вот с таким коэффициентом все планеты и там все объекты сжимались, и в отношении их будет... Ведь закон Доплера, он действует относительно Земли только пока что. Его же не проверяли с другой планеты там. То есть, относительно Земли все объекты удаляются, даже Солнце. Ну, только у них там получается, да, смотри, как, ну, постоянно хаббл. Чем дальше, тем быстрее ускоряются. Ну, тот же самый эффект, может быть, наблюдаем, если эти объекты сжимаются, расстояние тоже между ними увеличивается. Это в зависимости от скорости движения. И мы приборно будем наблюдать красное смещение. Я понял. Тут надо просто проверить. А как это проверить? Так, по поводу замеров мощности Солнца черной пластинкой хотелось бы немножко поговорить в плане того, что спросить... Хочешь премию заработать в тысячу рублей, да? Что? Давай. Нет, вопрос такой. Замеры мощности Солнца черной пластиной делали в те времена, когда не знали, что основная мощность излучения солнечного спектра лежит не в инфракрасном диапазоне и не в видимом свете, а в радио и в ультрафиолете. Вот. Поэтому даже сегодня, если мы будем мерить пластинкой мощность солнечного излучения, то, собственно говоря, ну, померяем, да. Они сейчас и мерят черной пластинкой? Ну, да. И что в этом не так? Кроме того, она у них же абсолютно черная. Им какая разница? Нам важно излучение Солнца в вопросе попадания данного солнечного спектра на Землю. И излучение Солнца измеряли, излучение, мощность излучения Солнца измеряли на Земле, которая была закрыта, собственно, облаками. Там были пересчеты у них, но в последнее время они делали со спутника. Вот. Вот то, что делали со спутника. Расчеты подтвердились? Хотел спросить. Да. Если расчеты подтвердились, то тогда, значит... Да, тогда мощность такая большая. Получается, что мощность такая большая, почему не согласны с расчетами, которые подтвердились? То есть, тоже никто не считал? Так нельзя мощность считать черной пластиной. Черная пластина меряет напряженность, яркость свечения Солнца, а не мощность. И ты, когда берешь с его площади, ты все равно не получаешь энергию. Почему? Потому что это вольтметр, а не ваттметр. Это ваттметр, это не вольтметр, это ваттметр. Ну вот с лампочкой я тебе же показал. С лампочкой мощность меньше. С лампочкой можно точно так же проверить и убедиться в том, что, допустим, измерение инфракрасного излучения от лампочки можно таким способом померить. Почему? Потому что у нас сегодня есть вон светодиодная лампа, которая вас освещает мощностью. Если в световом излучении мерить, она приблизительно там две сотни ватт. Мы говорим про энергию в целом. Вот энергию в целом можно померить. А еще какой-то... Оттуда же брали измерения. Сначала сравнивали с накаливанием, с нитями накаливания сравнивали мощность, а потом точно так же солнышко взяли. Значит, черной пластиной нельзя измерить мощность лампочки. Ни вдоль, ни поперек. Ни инфракрасного, никакого. Пока ты не сделаешь два измерения с разной нагрузкой. Все. Правильно. Все лабораторные эксперименты так и делаются с различной нагрузкой. А как же они мощность одним измерением померили? Как это одним? Одним измерением эталонным прибором. Как мы измеряем, например, вольтметром вольты? Как мы амперметром измеряем амперы? Ты можешь измерить мощность лампочки одним измерением еще раз повторяю вопрос как мы вольтметром который покупаем в магазине измеряем вольты как мы ампера измеряем этим же прибором купленным в магазине вольты можно мерить одним амперы как мы не можем оснащить это надо померить и вольты и ампер сегодня уже есть приборы которые одни измерением сразу показала мощность 2 измерительных цепи совершенно верно которая мерит отдельно шли타 şehля веры где у ни finite 10 отдельно 1 крючок который позволяет измерить мощность излучения допустим я не я не присутствовал при этих замерах я просто утрирую если есть прибор который позволяет измерить мощность излучения от лампы накаливания таких чем он отличается от прибора которые позволяют измерить воров таких приборов нету не существует рассказываешь платьучий еще раз Я говорю, если необходимо замерить двумя приборами, соответственно ученые замерили двумя приборами, и тебе эти замеры посчитали на калькуляторе и выдали результат. Чем тебя не устраивают подобные замеры? Двумя вольтметрами. Да, двумя вольтметрами. Одним замерили амперы, вторым вольты. Выдали ваты. Чем не нравится тебе? Нельзя померить одним вольтметром. Можно, можно. У нас все приборы это вольтметры, даже амперметр это вольтметр. Нет, вольтметр это вольтметр, амперметр это амперметр. Даже не вопрос. Сейчас идет православный пост, и конечно так все скромно, все его только в одном месте у нас было озвучено. Я думаю, что сегодня лекция клуба Ладоги присутствовала при сенсации. То есть сегодня у нас Владимир Ишкардин, член нашего клуба, вычислил рождение Христа, вознесение на небо и вознесение Юрия Гагарина. Что это связанные даты. И это, конечно, сегодня браво, Владимир, вопросов нет. Вот это да, Валой, спасибо. Огромное спасибо. Что меня самого поразило, когда я стал этим заниматься с календарами, я понял, что Юрий Гагарин полетел в тот же день, когда и воскрес Иисус Христа. Могу только озвучить Россия вперед. Второе пришествие.